Так, для тех, кто смотрит в записи, уважаемые, это вторая часть знакомства с игрой This War of Mine. С вами Михаил, он же Майкер. Игра замечательная, я за неё взялся спустя длительное время после того, как она вышла. Прошло уже три года после выхода игры, но такие игры, конечно, не стареют. Она для меня оказалась, так скажем, в новинку, этот жанр. Если не смотрели первую часть, посмотрите первую, потому что там прям, прям, ух, первые 17 дней, и всё, все мир... А, не буду спойлерить. В общем, мы начали... Мы начали... Сейчас музыка будет потише, не переживайте. Вторая попытка. Недельку продержались, у нас... А, день шестой, я его не закончил, окей. Так, надо сейчас вспомнить, что делать. Принёс бинты, теперь оставьте меня в покое. Секунду. Так, надо сейчас быстренько провести ревизию. На нас напали, кто-то явился ночью, чтобы ограбить. Бруно получил лёгкое ранение, но у нас есть медицина, плюс мы притащили ещё бинтов. Давайте запаузим, как бы, игру, посмотрим, что у нас по вещам. Бинты, лекарство из трав, медикаменты, еда есть, пять травы, в принципе, это на крафт, видимо, медикаментов, если построим. Сделали топор. Топор помог нам и отбить пару атак. И, конечно же, принёс довольно большое количество брусков и расходных материалов. Мы просто шкафы порубили, которые были. Есть лопата, которая позволяет быстро расчищать завалы. И я себе просто напоминаю, что лопату обязательно нужно брать в новые локации, где... Ну, в которые ты первый раз приходишь для того, чтобы все завалы быстро расчищать. Ломик, понятное дело. Материалы есть. Много-много сахара, мало воды. Сейчас надо сразу же закинуть воду. Три бутылки спирта. Сейчас у нас три персонажа, одна из которых девушка, которая торгует прекрасно. Она, конечно, кофеманка и будет поглощать кофе в бесчисленных количествах. Но тут многие недостатков. Наш повар Бруно, в частности, он курить любит. И, видимо, у него настроение улучшается, если табака нет. Некоторые мысли. Наше бежище отдышаться. Один стул, кровать, не хватает кофе и сигарет. Да, я понял. Но если будет торговец, я закуплю у него кофе и сигареты. Так, сейчас мы, во-первых, смотрим, кто как. Голоден устал, очень голодна голоден устал. Первое, что делаем, это, наверное, закидываем водичку. Поехали. Делаем воду. Бруно, давай, едим. Голоден устал. Очень голодна. Голоден устал. Так, делаем пару фильтров для начала. Бруно попробует сварганичить. Есть. Да, нам нужна вода. Делаем одну порцию еды. Пока что. Сейчас играем через самогонный аппарат, через воду. Сейчас вот делаем добычу чистой воды. Фильтр ставим первый, как только... Голоден, легко ранен. А, тебе же нужно подбинтоваться. Окей. Очень голодна едим. Тут ставим еще воду на 4 часа дождевую очищаться при помощи второго фильтра. Так, здесь легко ранен наложен бинт. Устал. Идем отдыхать пока, Бруно. Ты тоже идешь отдыхать. Какое-то время мы проведем в отдыхе. Это просто голодна подруга. Типа, она может что-нибудь полезное сделать. Обычную воду не переводим. Алкоголь, понятно. Ждем торговца. Но торговец не факт, что придет. Что можем скрафтить? Ничего особенного. Деталей для оружия, к сожалению, нет. На ножовку даже не хватает. Топора нам пока что хватит. Тут много деталей на пистолет. Нужно еще больше на дробовик. По улучшению верстака. Слишком далеко нам до этого. Плюс еще нужно будет... Нужен будет миксер для того, чтобы верстак капнуть. А здесь можем сделать еще, например, один фильтр для воды. Парочку. Для того, чтобы еще воду зарядить. Воды нам катастрофически не хватает. Поэтому давайте сделаем еще два фильтра. Хотел бы я, конечно, чтобы торговец пришел. У меня три порции спирта. Очень хороший товар. Так, водичка наполовину. Одна уже практически... Нет, идет торговец. Идет торговец. Есть. Отлично. Это как раз тот самый момент, когда совпали события. Видимо, они заранее генерятся. Повар тратит три длины на алкоголь. Да ладно. Торгуем. Итак, что мне нужно? Я сбагриваю спирт. Мне нужна вода. Все, собираем воду. Мне нужен сахар. Возможно, стоит купить, соответственно, сигареты. Пять сигарет выкупаю. Все. Возможно, стоит взять еду еще. Я бы нахапал материала, но уже не хватает. Но есть еще одна порция алкоголя, поэтому, наверное, сделаем так. После этого сразу можно Бруно посылать, делать еще пару порций хавчика. Не, вообще-то сейчас надо заряжать спирт. Договорились. Бруно. Идет спирт. Спирт. Ставить. Дама продолжает торговать. Скидывает еще один спирт. И набираем, скорее всего, материалов до запчастей. Еда очень дорогая, пока нет потребности такой острый. В ней. Бруски еще нужны. А что я там хотел сделать-то? Может, второй самогонный сразу с варганем? Так, давай, пока не будем. Посмотрим, сколько нам нужно для второго самогонного аппарата. Да, три воды, три сахара. Сразу бы зарядить, на самом деле, побольше, чтобы тут же ему продать. Вода и так будет добыта, и я успею поесть. Сейчас заряжаем три порции спирта. И успеем ему три порции еще сбагрить. Так, что еще? Что еще? Самогонный аппарат. В принципе, можно прямо сейчас ставить самогонный аппарат. Новый. Нет, не нужен самогонный аппарат. Самогонный аппарат, сколько бы ты не залил, все нормально, там хватает. Все, одного самогонного аппарата хватит. Может быть, для очистки коллектора дождевой воды еще сделать. Не будем ли мы упираться в сахар? Ему столько же нужно, сколько и воды по троечке. Сейчас, подождите. Можно сделать обогреватель простой. Верстак заградить. Да он особо... Можно заградить верстак. И давайте заградим верстак. Там выбор хороший. Так, спирт мы поставили. Иди, часик отдохни. Не знаю, влияет ли вот такой час полный по времени. Ну, пока воды все равно нет. Спирт сделается через 4 часа. Я успею. Так, голоден устал. Эту еду надо будет пахнуть. Тут мы доделали верстачок. И что мы можем сделать в верстаке? Из нового. Можем позаделывать дыры. Заколоть дыры. И, в принципе, для этого как раз бруски. Все у него можно понакупать. Можно бахнуть радио для того, чтобы... Получать информацию о происходящем. Наверное, заколоть. Учитывая то, что у меня сейчас много всего ценного. Самое... Ну, это самое важное. Заколоть дыры. Ладно, пойдемте. Заколачивать. Так, бруну уже надо идти готовить. Потому что вода сейчас будет готова. И мы порцию еды сможем сделать. Только надо поставить заранее воду еще. Делаться. Пол дня прошло. За хлопотами, за этими, за всеми. И второе, видимо, я сразу поставлю. Так, здесь дырку заделали. Иди торгуйся дальше. Бруски и расходники нужны. Берем алкоголь. Соответственно, последний из доступных. И берем брусков побольше. Они дешевые. Ну, как дешевые. Такие. Шесть. И материалов немножко. Договорились. Еще дыры заделываем. Тут поставил. Сразу готовить. Надо пару порций сделать. Две порции хватает. Но еда уже подходит к концу. Мне нужна будет еда. Ее можно, правда, купить. Она дорогая достаточно. Так, еще идем заделывать дыры. У нас есть с вами еще час. Как раз. До того, как новая порция спирта будет готова. И я смогу... А, этот отдохнул. Голоден. Хорошо. Идем сразу хавать. Ты тоже голоден хаваешь. И идет отдыхать повар. Едем. Так, спирт уже подходит к... Вот им надо было заделывать. Так, надо взять спирт. Здесь, соответственно, идти торговать под конец дня. Ты идешь. Может, еще дырку заделаем? Сейчас посмотрим, что необходимо. Есть ли вообще дырки? Есть еще дырки. Нужно четыре бруска на это дело купить. Не должно хватить. Еще бы три алкоголя сделали. Сразу расходник. Все, собираем брусков. Собираем материалов. Еще один спирт. А не хватает. Лучше, наверное, скинуть так. И уменьшить до... Так вот. Это раз. И снова торгуем. Нет, дожди, ты сюда. Ты торгуешь. Этого посылаем заделывать еще одну дыру. Эта подруга продолжает спаивать весь район. Накупаем... Накупаем материалов еще. Можно, конечно, еду взять. Но... А, и фильтр, кстати. Может быть, фильтром возьмем. Мне все равно он нужен. Расходники. Окей. Опять не хватает. Давайте по частям, опять же. Договорились. И последнюю порцию спирта сбагриваем. За материалами. Точно, может, на хапчик один. Да, давай еду. Ну, две единицы еды у меня осталось. Может, по мелочевке что-нибудь добить не получится. Мелочевка это как раз материалы. Договорились. Так, эта подруга голодна. К сожалению, нам не хватило... Нам не хватило... порции, чтобы ее накормить. Можно еще бахнуть фильтр. Как раз успеем, может, вторую воду сделать. Давайте. Я помню, что купил один. Сделаю еще один. Я, может, успею реально зарядить воду на ночь просто. Медведи еще сбагрили. Да, кстати, медведь это... А что она... Мы дали бы детям лекарства, будь они у нас. Да-да-да. Приходили тут два пострела у них. Мама заболела. А ты чего стоишь-то, Васю? Так, Бруно отдыхает. Все, усталость прошла у него. Ранение постепенно тоже проходит. Травы, настойки, микстурочки. Капкан для небольших животных. Так, может быть, мы решим тогда проблему с едой. Если будут... Будем крыс есть. Вот такое. Так, надо брать на самом деле Бруно. Несмиренно на ранение. И, видимо, закидывать... Еще... Только надо дождаться, когда вода будет сделана. То есть, закидываем еще воду добывать. Через несколько минут возьмем еще. И надо поставить спиртик. Давай-давай-давай-давай, остался час. Не успею. Надо было собирать второй. О, 0,5 часов. Может, и успею. Так, тут закололи. И нормальные статусы. Ну, то есть, только подруга голодная и все. Успеть бы спирт закинуть. Но, кажется, не успеваем. Да, не успеваем. Да, меньше 10 минут осталось. Наступает ночь. Итак. Итак. Надо сейчас определиться с тем, что нам нужно. Куда нам идти? Я бы организовал какой-нибудь рейдик с лопатой. Просто подготовить... Подготовить... Так. Ты охраняй. Ты спи в кровати. Подобывай. Короче. У нас есть уже посещенный дом с привидениями. Здесь жил человек, который давал привет нуждающимся. Там мало всего. Осталось одни доски. И закрытая с пилой штука. Разрушенная вилла. Немного еды. Что мне нужно сейчас? Дом двух семей. Опасность. Можно в церковь сходить. Очень сейфовый вариант. С лопатой как раз. Там много чего копать нужно. Да, давай. Берем лопату. Надо было медведя действительно еще скинуть. Побежали. В первую кучу желательно скидывать все, что не нужно. Чтобы было удобнее. Много времени, конечно, на этот несчастный брусок потратил. Пока оставляем здесь все. Можно торговать, но торговать лучше, естественно, как ее зовут-то там? Таня, Катя? Как ты ее там зовут? Да, тут ножовочка. Но, в принципе, я должен вот сюда вот вниз пройти, завалы расчистить лопатой. Ура, новый проект. Вчера прогулял начало. Очень зря, очень зря. Игра очень хорошая. Открываем, бежим, открываем, бежим. Все, завалы расчищаем. Здесь все френдли, поэтому нормально. Хорошо, что у меня есть лопата. В 10 раз быстрее где-то навскидку он расчищает завалы. Очень помогает эта штука. Лутаем пока что есть. Я уверен, что тут ерунда какая-нибудь, да. Остатки. Внизу еще было парочка... Давай вниз. Парочка завалов. Собираем всякую ерунду. Опять же, завалы расчищаем. На третий этаж и пробовал залезать, что там не получается. Может, отсюда вот можно, кстати? Там слишком высоко, на мой взгляд. Шумим, особо ничего не боимся. И вот они, завалы, которые... Без лопаты я тут... Умер бы. Не успел бы за ночь это все разгрести. А дальше добываем, что придется. Тут, видите, есть парочка кучек перспективных. Да, пожалуйста. Уже почти фуловый. Ну, назад я не вернусь только. Все равно решетку нужно выпиливать. Сейчас посмотрим, может, здесь будет что-то более ценное, чем материалы до бруски. Нет, тут материалы и бруски. А тут материалы до бруски. Надо запомнить, большое количество досок и материалов тут у нас есть. Наверное, я единички здесь ставлю вот такие. Вот и наберу полные стеки материалов. Остался один буквально. Может, есть правая кнопка, попробую вязать. Нифига себе. Супер удобно. Все, я думаю, хватит. Бежим к выходу. Можно было, конечно, поперетаскивать. А, подожди, подожди, подожди. Вот эту дверь еще открыть. Там не завал, случайно, огромный? Да, завал. Как раз вот, чтобы лопату реализовать. Помните, что бомжей убив, можно скушать, и полик не будет, поселенцы сыт. Не, бомжей нельзя есть. Так, смотрим, что здесь. Ну, тут, опять же, так себе, так себе вещи. Не знаю, как добраться. Очень просто. Наверх забираешься, добираешься. Тут завалено шкафом, шкафом просто лестница. Я не знаю, как наверх запрыгнуть. И можно ли вообще туда зайти? Да, можно. Смотрите-ка. А, ну тут решетка. Решетка. И явно что-то ценное. Окей, запомнили. Значит, надо будет скрафтить... Мне нужны оружие и детали. Ножовочка нужна, чтобы вот это вот, чтобы вскрыть. А желательно две, чтобы еще шорткат открыть. Возвращаемся. Смотрим, что у нас по... Дому творится. День 7. Ну, все, все тихо. Отлично. Так, устал, голоден и иди отдыхай. Голоден... Вода есть, кстати. Бруно пошел готовить. Нет, Бруно пошел спирт доделывать. Совсем забыл, он же не добил это. Тоже голодна, устала. Сейчас надо накормить всех. Заряжаем спирт. Заряжаем воду. Ага, только фильтров нет, как обычно. Так, спирт пошел. Фильтр. Наверное, парочку сделаю, чтобы не терять время и зарядить пораньше. Здесь сделаем... Две порции, к сожалению. Еды опять не хватает. Воды. Может, третий поставить, а, реально? Подвода. Тут что-то как-то медленно водичка-то у нас идет. На все не хватает. Да, я, пожалуй, еще один коллектор поставлю воды. Едим. Сам сделал, сам съел. Голодна, устала. Голоден, устал. А ты не устал. Иди отдыхай тогда, подруга. Мы тут сами справимся. Фильтры поставим. О, раз. Да, наверное, третий коллектор здесь еще пахнет. К нам пока никто не идет. Я всегда торговцовый. Коллектор воды не издал лучше. Тут нет такой опции. Может быть, имело смысл покушать перед тем, как ложиться. Пойду поем. Зря, наверное, я его поднял. Там, кажется, имеет смысл именно непрерывно, чтобы все было. Так, делаем третий коллектор дождевой. Он вроде не такой дорогой. Но мне все равно не хватает. Трех этих механизмов. Надо запомнить. Пригодится. Пригодилось бы. Так, а что я могу сделать полезным? Полезной тобой. Радио сделать. В принципе, недолго. И периодически можно будет его слушать. Все мега плотно. Радио размещаем на кухне. Ты поел, ади ложись. Кабина клетки для мишей. Да, еда регулярной добычи еды очень важна, конечно. А мышь это мясо. Мясо это, по сути, все, что нужно для приготовления еды. То есть вода у нас и так есть. Материалы в расход и все. Так, спирт доделывается. В рамках текущего дня нам надо приготовить еще одно блюдо на последнюю еду. Давайте послушаем радио. С улицы исчезли почти все животные, учитывая... Учитывайте это при покупке мяса из сомнительных источников. Погорение испытывает острую нехватку жизненно важных продуктов. И если так пойдет и дальше, что? Люди превращаются в добычи в добычных полезных вещах. Музыка. Музыка. Решение сохранит в теплой мягкой погоде. Понятно. Оставляем классическую музыку для умиротворения. Забираем 4 порции спирта. Все, кто должен, отдыхают. Можно бахнуть еще пару фильтров и зарядить успеть воду. Сделать не забыть одно блюдо надо. Пару фильтров делаем. Спирт. Да, спирт. 4 спирта. Понимаете, придет торговец, я у него половину всего скуплю за 4 бутылки просто. Но надо просто готовиться к тому, что... А, ты пришел в себя. Отлично. Усталость снята, ты готовь к рейду. Ты голодна? Ну, только одна и голодна, и устала. Давайте Катю не будем тревожить. Катенька, Катюшенька. Надо сейчас еще составить. Я тут специальную ручку еще взял, чтобы... Осталось только взять листочек. Сейчас я возьму листочек. Надо просто записывать, что тебе здесь и сейчас нужно на следующую ночь. И, исходя из этого, выбирать миссии. Так, вода сделается. Сначала бахнем еду. Мне нужна еда. Вот ближайшие прям несколько... Ну, ближайший рейд нужно взять еду. Микстерный стол. Столько стоит апгрейд плитки? Хороший вопрос. Там же блюдо с овощами будет. Опять детали нужны. Пока составляем варианты... Как они называются там? Запчасти. Запчасти. Пиши, скотина. Запчасти. Их совсем немножко нужно, и они как бы есть много где. Так. Катя тоже пришла в себя. Отлично. Тут. Закидываем еще... Это надо было делать не им, конечно же. Давай, Катюша, пойдет. Звуки игры потише. Вчера было все нормально со звуками. Ну, сделал звуки игры потише. Сейчас развернем. Еда. В первую очередь, еда и запчасти нам нужно. Можно, конечно, поторговать, но я бы не стал тратить ходку на чисто торговлю. Так, ты зарядил. Делаешь еду, ты фильтр. Я хочу есть. Да я в курсе, родная. Сейчас все сделаем. Чистую воду делаем. Сейчас как раз и блюдо приготовится, нормальность. Может, еще алкоголь и бахнуть? Парочку можем. Да, пока есть сахар, надо гнать. Шикарно. Шесть порций будет. Все. Все здоровы. Все сыты. Температура нормальная. А, вот, по радио сообщали, какая будет погода. И, исходя из этого, можно печку делать или не делать, соответственно. Так, все. Водичка делается. Самогон гонится. Надо только понять, чего нам не хватает с вами. Базовые медикаменты есть. Табак уходит постепенно, но до торговца, я думаю, мы доживем. Запчасти. Запчасти. А что нужно... А что нужно... Что я вообще хочу? Если я хочу перейти на питание естественное, то мне нужна клетка для животных. Капкан. Тоже запчасти нужно. 10 штук. Очень много запчастей нужно. То есть, следующая наша задача это запчасти и еда. Посмотрим, какая миссия там будет. Так, а я успею, кстати, сейчас до окончания еще зарядить. Осталось где-то 2,5 часа. Может быть, кстати, и успею. Давайте сделаем еще пару фильтров тогда. А, книг написано, что не хватает. Не хватает кофе. Хорошая книга. От депрессии. Нормально. 6 единиц алкоголя. Я так буду ждать этого торговца. Торговец вообще прекрасный человек, потому что, во-первых, он приходит в середине, не ночью. Это не рейдовские ресурсы, которые ты там уносишь. Во-вторых, у него где-то на 2 ходки, ну, если мы берем там 10-12 вместимость, и как бы ты можешь ему просто спиртом его заливать и покупать все, что тебе нужно. Именно ситуативный. Причем несколько раз ты можешь это покупать. Кажется, я успеваю зарядить, по крайней мере, еще одну воду. А то и вторую. Остался час. Учитывая то, что вода делается 4 часа, тут осталась где-то 1,8. За полчаса, по крайней мере, одну воду я должен успеть сделать. Ну, давай. Полчаса. Как раз полчаса не нужно, не успею. Не успею. Спирт готов. И наступает ночь. Итак, запчасти и еда. Еда запчасти. Давайте посмотрим, что у нас есть. Можно к бомжам прийти. Много запчастей, огромное количество еды. 24%. Так, ты добываешь, ты охраняешь. Спи в кровати. Ну, по... Единственное, я не помню. Там, кажется, лопата нужна как раз тоже. Да, давайте в разбомбленную школу и там все почистим. Еда, еда, еда. Там еще пила нужна, но у меня запчастей к оружию нет. Немного оружия. Давайте попробуем так. Берем лопату. Поехали. Бео читай. Так я читаю биографию. Поехали. Вот, я тут в прошлый раз, помните, копал, да не докопал. Потому что без лопаты пришел, как дурак. А тут все чистить надо, для того, чтобы пробегать. Этим и займусь. Не, нельзя двух персонажей. Добывать может только один. И поэтому очень важно, что это за персонаж, какая у него вместимость. Тут далеко не топовые товарищи по вместимости. Разгребаем эти завалы. Запчасти, еда. Запчасти, еда. Да, ножовка, я понимаю, где там ножовка нужна, и что там было. Но у меня нет запчастей. Ну, в смысле этих. К оружию. Бруски нафиг не нужны. Ищем дальше. Блин, какой трэш. Да, осталась ерунда тут. Блин, вы издеваетесь. Я тут же был на старте. Спускаемся дальше, бомжим. Блин. Ни запчастей, ни еды, ни хрена. Пока что. Если только не врубать по ножовщину. И не обворовывать. Ну, это минус мораль. Во, запчастей немножко. И много брусков. О. Медицина. На самом деле, уже неплохо. Единственное, что ни запчастей, ни хавчика. А так все вообще отлично. А-а-а, лом еще нужен. Так, бомжи. Бомжи. Лом. Так, подождите, рюкзак открою, чтобы время остановить. Пила. Лом, пила. Есть тут бруски. Бруски в большом количестве. Медицина. Но мне пока не нравится. Я пришел сюда с запчастями, получил... А, вот еще. Еее. Все, 4 запчасти. Уже хорошо. Качественная самокрутка. Уже базовых запчастей хватает. А тут была, типа, еда. Воды много! Как я упустил ее в прошлый раз-то, а? Бруски скидываем, естественно. Всю воду. 10 порций берем. Так. Бруски, медицина, эти... Компоненты. Компоненты. Но еды по-прежнему нет, друзья. По-прежнему еды нет. И это проблема. Мне по-хорошему еще бы материалов набрать, но на самом деле важнее... Важнее хавчик найти. Но здесь нет хавчика. Либо я сейчас... Их... Оббираю. Запчасть последняя. Все, тут без пилки не... Без пила не зайти. Давайте посмотрим, что у них. Может быть... Консервы, вода, драгоценности. Блин. Ну, здесь мега-ценные штуки в плане медицины, консервы, драгоценности. Я не буду их обдирать. А, записка. Тут же еще схрон один. Сделал тайник. За мир и свободу, ура. Это Василий. Так, время еще есть. Сейчас схрончик... Тут... Что здесь у нас? Да, вот, еда! И спирт еще. Я большой фанат и того, и другого. О, еда это очень хорошо. Спиртик вместо одной запчасти возьму. Все, нормально. Пока не будем, надо едать бомжа. Четыре. Ладно, поехали. Бежать к выходу. Пока без конфликта. Во-первых, потому что у меня ножа с собой нет. И я тут не справился. Плюс вырезание бомжей, оно сказывается плохо на морали. То есть, можно просто получить депрессуху, и потом никаким макаром это не... Запчасти. Там одна запчасть, к сожалению. Это стек. Можно украсть, убежать, наверное. Ну, наверное, не хочется проверять. Я лучше в следующий раз сюда приду с ломом, с пилой. И уже в последний раз, если мне уж прям приспичат, взять консервы и прочее. Надо записать консервы. Консервы. Четыре штуки. Как у нас там время прошло-то? День. Ночь, точнее. Все, чинно, мирно, спокойно, отлично, друзья. Так, пользуясь случаем, естественно, я... Спасибо, Мэйл. Так ты ж помнишь, что ты писал? Просто вспомнишь, что ты писал. Не только мне, но и другим стримерам. Это... Не знаю, что там с тобой случилось. И в личку писал еще. Так, собираем спирт. Давайте посмотрим, что по голоду. Голодна, голодна, голодна. Блин. У меня есть всего две единицы еды. Делаем пару порций. Сразу же. Этот уставший сюда. Этот сейчас схавает и пойдет спать. Я был оптимистом из тех людей, которые готовы были клясться, что войны не будет. Войны всегда случались далеко в странах третьего мира. Или я так думал? Даже когда я слушал, как новости становились страшнее день ото дня, я не верил тому, что должно было бы случиться. Так, едим. Помнишь? Идем отдыхать. А, нет, подождите. Я же должен сначала самогон погнать. Офигеть. Сейчас на последние четыре еще порции самогона бахаем. Уже заканчивается сахар, уже заканчивается... Мне сейчас бы торговец нужен. У меня столько самогона. Семь порций самогона и еще четыре-пять сейчас будут делаться. Я очень жду торговца. Так, все. Теперь ты точно идешь отдыхай. Ты, подруга, иди ешь. Блин, вот я реально жду торговца. А, этот фильтр не доделал, не доставил. Покушала, доделывает фильтр. Нужно оружие фильтр... Этот, лучше сохранять. Это понятно. Мне бы сейчас ножик сварганить, на самом деле. У меня есть топор. Но мне не запчастей для оружия. Это тоже наторговать все нужно. Я хотел клетку для этих, но мне запчастей точно не хватит. Точно не хватит. А что я хотел еще? Там на что-то еще нужны были запчасти. Ну, еще один коллектор дождевой воды, но пока что-то не хочется мне. Наверное, надо копить на клетку. Копить на клетку. Что-то пока ничего не делать, что ли. Ну, пара фильтров бахну, опять же. Потому что материалы регулярно приношу, а вода это основа всего. И еды, и спирта. Может дыры заделать, а дыр вроде больше нет. То есть все имеющиеся заделал. Сейчас посмотрим. Катя у нас тут еще полдня сможет провести. Пилу апнуть. Да не могу я пилу, запчасти для оружия нужны. Я очень сильно в них нуждаюсь. М.И.Л поддержал ваш канал на тысячу рублей и сообщает. Развань меня, я больше не буду. Так, это не делается. Значит, дыры заделать. Блин, а как заделают дыры? Ну, они вроде не... Нет, дыр нет. Просто если они есть, то появляются, что можно заделать. Можно попробовать... Так, а что, чего мне не хватает, реально? Лом целый, лопата есть, топорик есть, медицина есть. 7 спирта, десятка будет, больше 10 литров спирта будет после этого. Но мне очень нужен торговец для этого. Еда все еще актуальна. Еду я получить не могу, если только не пойду бомжей убивать. Надо другое место выбирать с едой. И обкрадывать там. Торговца нет. Блин, что же делать-то, а? Что же делать? А, плиту! Спасибо, Лен, Рус. Давайте плиту сделаем новую. Как раз вот не хватало мне этих деталей. И, возможно... Можно, конечно, взять спирт и пойти поторговать, взять в той же самой церкви и еды, и овощей, и решить проблему таким образом. Но... Это трата спирта. Мы можем достать. Багагашник поддерживает. О, Багагашник, блин. На 500 рублей сообщает. Здравствуй. Здравствуй, Никай. Смотрю первую часть. Шикарная атмосфера. Приятной игрой. Согласен. Спасибо тебе большое. Короче, вот смотрите. Тут вареная еда. Простое блюдо вкуснее питательнее сырой. С овощами еще вкуснее. То есть, если будут еще овощи, голод снимается эффективнее. Все отдохнули. Только вот один у нас голоден. Сейчас заберем спирт. А, еще надо послушать, что по радио. Вдруг там холода надвигаются. 11 порций спирта. 11, Карл. Погода нужна мне. Председатель повстанцев сообщил, что некоторые районы могут стать недоступными для гражданских лиц, поскольку правительственная войска планирует штурмовать город, надеясь завершить боевые действия до начала международного вмешательства. Я пытаюсь найти... А, погода, кажется, в начале здесь, да? Все пламяшкое. Да, да. Спасибо. Так, бахаем еще в воду, естественно, заряжаем. Работаем. Работает все прекрасно. Я понимаю, что ты хочешь есть. Я понимаю, что нужна еда. Все. И все выспались. Все выспались. Все молодцы. Только вот чуть-чуть не хватает еды. Самую малость. Очень я жду торговца на следующий день. Прям очень. Я реально у него все скуплю за такие деньги. Еще бы сахарку. Может реально сейчас сходить? М.И.Л поддержал ваш канал на тысячу рублей и сообщает. Танкую. Я не думаю, что тут дело в нуле. Да. Тут уже личное. Короче, я сейчас попробую выбрать из подходящих заданий что-нибудь такое, что гарантированно содержит еду без особого риска. И все еще запчасти. Если у нас такого варианта не будет, то мне просто придется идти торговать. Чего я очень не хочу делать, потому что это в холостую просто. Пробежка. Просто в холостую. Ладно, поехали дальше. Завершаем день. Тут уже делать больше нечего. Так, добытчик, охрана, спи. Огромное количество еды, пожалуйста. Огромное количество запчастей. Люди. Я, наверное, возьму отмычку. Я, подчеркивание, РУС, подчеркивание. Да, хорош уже поддерживать, ребят. Спасибо. Я поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил. Да. Я, конечно, не уверен. Но среди жителей по говорению ходят слухи, что можно кушать один раз в два часа дня и хорошо себя чувствовать. Да, но я все равно не регулярно... Хотя, может быть. Надо подпроверить. Короче, смотрите. Дом для двух семей. Половина дома разрушена. В другой половине живут люди. Кажется, они недружелюбны, но... Недружелюбны ночью. Туда можно... Оттуда можно слышать выстрелы. Мы могли бы очистить заброшенную часть дома, если удастся проскользнуть через обитаемую. Давайте попробуем. Я все равно возьму с собой на первую эту лопату и ломю. Поехали. Слышу, ходят люди. Я стараюсь не бегать. О, запчасти, детали для оружия. Уже хорошее начало. Пока все беру. Спускаюсь вниз. Главное не бегать. Так, тут решетка еще. Давайте, подождите, я... Значит, дом, да? Дом. Дом двух семей, да? Дом двух семей. Дом 2 написал. Здесь нужна ножовка. Ножовка. Решетка есть одна. Несчастный брусок. Вниз не спуститься. А, вот эта вот часть дома необитаема. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да ладно! Твою налево! Беги-беги-беги! Наверх. Твою налево. Как пройти-то вниз? Как пройти? А вот. Вот она, вторая часть дома. Ну, как туда пройти-то? Вы издеваетесь. Решетка. Ножовка. Ножовка. Ой. И все не как, что ли? А наверх. М.Е.Л поддержал ваш канал на тысячу рублей и сообщает. Ну, разбанжишь. Я ничего не напишу больше плохого. Да? Хорошо. Сделаем. Сейчас, секундочку. Подождите. Алло, да. О, да. Звонила дочь, спрашивала, не против, если у нас гости будут мужского пола. Нормально. Так, давайте мейлы разбаним. Мужик сказал, надеюсь, что можно ему верить. Пантом, подчеркивание, активирует премиум три месяца. Да, блин, да хватит альтабаться, ну. Ребят, сори, что я торможу. Но, пацаны, на самом деле, я какое-то время переживал, но когда узнал, что они в лол играют, я понял, что парни вообще не абсолютно безвредны. Вы понимаете. А, я не вижу твоего никнейма. Ничего не найдено. М.И.Л подписался на премиум. Черт. Сейчас бы еще разбанивать во время стрима. Шутка зашла. Мэл, давай я после стрима это сделаю. Обещаю, сделаю. А, пальто разбанил. Хорошо, спасибо, пальто. Так, короче, мы пробрались в эту часть дома, потеряв треть, наложив, во-первых, испачкав штаны. Изрядно. И... Тут не пройти. Да вы издеваетесь, да? Как, как, что, где? Где лут-то? Еду вижу. Ну, короче, здесь никак. Здесь, во-первых, ни хрена нет. Просто ни хрена нет. Можно обойти, но это без толку. Просто без толку. А, ты в бою и лопату убери. А, вот что-то есть. Давайте хоть что-нибудь еще соберем. И вот здесь еще, что я забыл. Материалов такая. Такой трошечок. Интересно, я могу вообще пройти мимо них? Надо еще возвращаться умело. Там уже стоят. Там уже стоят. Давайте, ладно, я вот... Вот эту кучу, ладно, разгреби и все, и домой. Масса решеток. О, уже лучше. Патроны. Все, ну, набил кое-как, кое-чем. Не шибко доволен, но... Ты, надеюсь, влево пойдешь. Нет, 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 нет. Давай сюда. Там же выход был. Надеюсь, там был выход. Ну, запрыгивай, какой же он долгий-то, капец. А, вот здесь еще есть что-то. И здесь появились... Этого же не было раньше. Какого х... А, нет, было. Просто я насобирал и... И тут можно осмотреть что-то. О, еще детали для оружия. Нормально. На стене накоря... Накорябана надпись. Мы с Ханой и Томасом переехали к дедушку Раду. Мы похоронили в саду. Береги себя, пап. В сад. В саду что-то есть. Да, и здесь есть выход. Да вот же еще. Ну, можно же. Молодец. Почему? А, у меня была лопата, я не мог из-за этого лутать. У меня бой был. А-а-а, детали для оружия. Ой, шикарно. Кофе еще надо было взять. Понял. Из-за того, что у меня была лопата, я не мог... Я понял. Холодильник полутать. Да, давайте холодильник. Успею. Четверть часа осталось. Нет, холодильник за решеткой. Еще материалы, которые помещаются. А, или я могу попробовать с другой стороны. Отсюда я точно не пройду? С этого. Нет, я точно не пройду. Я только время потеряю. Дверь же можно было. Но мне нужен лом, наверное, для того, чтобы разблочить. Короче. Пошел за едой. Ничего не принес. Я не знаю. Сейчас у нас все голодные. Рассчитывать нужно только на торговца. Ну, хотя голод сейчас только первый. Только... Ладно, посмотрим. Что у нас ночью произошло? На нас напали. Кто-то явился ночью ограбить. Кто-то пытался ограбить нас. Должно быть, они были испуганы. Мы смогли их отогнать. Было немного оружия. На всех не хватило. Никто из нас не был ранен. Грабителям ничего не удалось унести. Так. Е-мое. Голодна. Голоден, устал. Голоден, устал. Отдыхай. Раз. Закидываем воду. Два. Еды нет. Ни тушенки, ни хрена. Торговец. Я очень жду тебя. Прям очень жду. Я бы поспал. Конечно. Так, бахаем еще фильтр. Добрый вечер, родскул. Всем, друзья, добрый. Добрый вечер. Девятый день у нас тут идет. Запчасти заканчиваются. Давай по одной делать, чтобы можно было сразу заряжать. Мышеловка не хватает на мышеловку. Раз в два дня кормить. На мышеловку мне не хватает. Сильно причем. Запчастей. Бахаем еще один фильтр. Торговца нет. Блин, я так хотел бы. Может, еще не поздно. Может, еще подойдет. М.АИ.Л поддержал ваш канал на тысячу рублей. Он закидывает. Спасибо тебе. Самое главное, чтобы не повторялось. Идет торговец, идет торговец. Как я тебя ждал. У меня 11 спирта. Ой, сейчас еду купим. Ядрить. Я бегу к тебе, родной. Ой, воду давай доделывай. Ой, сейчас поедим. Ой, сейчас у меня столько бабла. Поторгуем. Конечно, поторгуем. Добрый день. Три хавчика сразу же. Давай овощей бахнем. Немножко кофе. Чуть-чуть сигарет. Сколько тебе спирта нужно на это? Раз. Два. Три, что ли? Четыре. Четыре. Много. Ну, у меня еще есть. Так, сразу воду еще закидываем, чтобы новый спирт делать. Так, за четыре сразу. Ух, накупили. Раз. Дальше сахар берем. Еще воды. Обязательно запчастей. Спирт, спирт, спирт. Раз, два, три. Отлично. Ой, пошла, пошла тепленькая. Материалы нужны? Ага. Чуть-чуть не хватает. Добро. Так, давай-ка мы пока что сварганим блюдо. Угу. Нужно еще вот эти вот. Хорошее блюдо делаем. Надо еще спирт. Ты продолжай торговать. Надо спирт закидывать. Давай еще детали. Медицина базовая пока есть. Давай расходники вот эти вот. Это для спирта ингредиенты в том числе. Фильтр возьмем еще. Ага. Хорошо. Это за два спирта я... Просто... Ааа. Так, ты как только сделаешь, сразу же идешь сюда и закидываешь еще пять спирта. На весь сахар, что есть. Добро. Мы еще потом с ним поторговать можем, если захочется. Ааа. Два. Две единички спирта. Спирт заканчивается, да. Я думаю, надо набирать еще материалов и брусков. Раз. Расходники берем. Так, все, идем сейчас крафтить мышеловку. Должно хватить. Здесь, соответственно, берем, доделываем еду. Мышеловка. Похоже, что из таких животных... Что из таких животных здесь остались только крысы для небольших животных. Однако, любое мясо считается редкостью военное время. Надо лишь установить наживку и подождать. Десять деталей. Да, все хватает. Делаем. Желательно рядом с... Хавчиком. Мышеловку сделать, если получится. Что-то... Не, наверное, я вот десять сделаю у воды. Мишек продает. Да, медведи еще есть. Ну, у меня есть время, чтобы поторговать. Я, может быть, даже еще с этим... Так, Бруно ест. Съел, молодец. Что еще? Что еще? Иди отдыхай. Этот тоже идет есть. Мышеловку поставили. Смотрим, что нужно для ловли. А-а-а-а. Как раз удобрения. Вот эти вот обгрызанные яблоки. Не знаю, что это такое. Понятно. Давайте попробуем тогда... Посмотреть, есть ли у него. Так, ты покушал, да? Ты покушал. Иди слушай радио. У него нет, к сожалению, хавчика. Но я не брал раньше вот эти вот вещи. Надо тоже собирать. Это фактически конвертируется в еду. Два медведя. Что нам не хватает еще? Можно на всякий случай тушеночки взять, конечно. Но это такое. Дорогая медицина. И пока что не особо нужны. Чистый спирт. Лекарство или бинты. Не хватает. Надо мелочок какой-нибудь, типа самокруток взять. Качественный, некачественный один к трем. А, там еще варианты мышеловки есть. Что-то не видел я. Сори. Сейчас пойдем посмотрим. Покушали. Отдохнули. Торговца встретили ему 11 литров спирта, сбагрили. Тут же построили мышеловку. Так, теплая погода. Хорошо. Здесь классическая музыка у нас. Меня интересует новость. Вы слушаете радио Погорень. Мы с ожилением сообщаем, что наш коллега Иован погиб сегодня утром. Его застрелил снайпер, когда он шел на работу. Многим будет его не хватать. Представитель повстанцев сообщил, что некоторые районы могут стать недоступными для гражданских лиц, поскольку правительственные войска это мы все слышали. Ставим классическую музыку. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Сырая еда, нужные компоненты. А что? Что? А, можно делать из еды из консервов. И что получится? Мы типа поймаем и что-то выйдет. Ладно, давай так, посмотрим. Установили. Идет ловля. В общем, неопределенное время Эта подруга голодна, к сожалению, я Заряжаем еще воду на фильтр Делаем еще один фильтр А, единичку на две меняем Окей Заряжаем еще воду Кто-то за дверью А, это все еще, извините Так, пять единиц спирта Я думаю, что нужно еще поторговать с ним Потому что не факт, что Возможность еще представиться такая Что мне нужно? Консервы можно на еду, типа Ну, раз мы можем В мышеловку Ой, какие дорогие Какие же недорогие Оставлю я единицу спиртом Так, у нас теперь есть консервы Которые мы можем спокойно Менять Ну, дождемся, наверное, когда сработает Мышеловка Это пусть будет голодна Не так это принципиально Так, последний вопрос Что мне нужно? Проблему с едой мы вроде как временно сейчас решили То есть надо сейчас понять Куда нам дальше двигаться Погода остается нормальной Поэтому обогреватель ставить не стоит Лекарства базовые есть То есть микстурные столы пока тоже не требуются А, стоп, ножовку же можно сделать У меня же были запчасти для оружия Мы сейчас можем сварганить ножовочку Четыре ножовки можем сварганить А можем сварганить еще ножик Для защиты бы очень пригодился У меня же нет ничего подобного, да? Да, ножик нужен один точно Как второе оружие обороняющимся Сигарет в день три Чаша кофе в день одна Ничего себе Я на сигаретах разорюсь Сделай стол для самокрута Да, видимо, придется И чтобы не выкупать это все безобразие Короче, делаем ножик Обязательно Один И делаем, наверное, ножовку одну И идем к бомжам Зламываем эту штуку И скорее всего их Блин, а брать ли с собой ножик? Может их просто обворовать? Просто обворовать И убежать оттуда Нож на защите Да, скорее всего топорик и нож мы оставляем на защите Медицина есть Еда базовая есть Брун, давай сваргань еще порцию, пожалуйста Катю завтра покормим Так завтра и сделаем Не надо, наверное, распыляться, правильно? Так, и что получается? Если у нас базовые все потребности удовлетворены Есть вода Есть еда Есть базовая медицина Нам сейчас, скорее всего, нужно задуматься О каких-то апгрейдах или оружием То есть мне нужны фрагменты оружия Скорее всего Но это не точно Чтобы сделать пистоль Мне кажется, рановато Воровать это плохо Убивать невинных плохо Из-за плохих поступков и депрессии Понял Ну можно, конечно, к бомжам прийти Взять у них просто вот открыть эту последнюю дверь Взять еще ломик с собой Потому что он нужен Лом и пила Да, давайте сейчас к бомжам просто сходим Разок Открываются новые локации Но я старые не докучивал Ты спи, ты охраняй Порт открылся Требуется осторожность Это мне был ни разу Военные расстреливают Материалы, лекарства, оружие, еда Нет, давайте я сначала закрою Закрою школу Пока не забыл Пила И ломик Нет, топорик оставляем Лопата нам больше не нужна Там сюда, по крайней мере, еще две-три ходки нужно делать Побежали Здесь, кажется, бруски накиданы Здесь много брусков, да Ну, пока собираем Пока собираем Пока место есть Почему бы и нет Ломиком скрываем эту дверь И ножовкой левый низ Вот там ценные вещи Открываем, заходим, смотрим Абсолютно никчемные вещи Так, здесь тоже Здесь, кажется, запчасти были У нас, да, компоненты Вот эти вот Нет, самокрутка такая Обычная Собираем ерунду В холодильнике, кажется Тоже там ничего ценного не осталось Да, кроме вот Большого количества Запчастей Ну и, собственно, вот эту вот дверь я хотел открыть С одной стороны Избавиться от ножовки Сзади проверят уже И здесь ценные овощи Как раз под Хорошие блюда А, это частная собственность Извините Я не знаю, бруски, не бруски Материал, не материал Тут больше Мне кажется, мне как раз материалов не хватает, чем брусков Сейчас я скину частично Потому что это основа воды То есть, вот Фильтр делаешь из этого Получаешь воду Дальше по списку Ладно Даже так сделаем Ну, полные стэки хочется набирать Все Бежим к выходу А, запчастный дробовик захватил Да у меня все равно нет Вне детали для оружия Чтобы дробовик сделать На дробовик нужно Семь деталей, кажется У меня ни одной нет Я последнюю вот на пилу потратил Такое себе Все У бомжей что остается в результате? Дрова Дрова Тушенка Драгоценность, если мы будем обкрадывать И, в принципе, больше ничего Интересно, как у нас тут ночь прошла У нас ножик с топором Да, нормально, все ровно Так, во-первых, мы можем приготовить хороший хапчик Семь на две порции бахнуть Устал, голоден Голодна Устал, голоден Мы можем помучаться угрызениями совести Когда выйдем из этого ада А-а-а-а Это у нас Из-за того, что мы бомжей обокрали Я понял Так, ладно, Бруно, давай Готовь Очень долго Что-то ловится Ловятся мышки Надо было сразу парочку заряжать Делаем хорошую еду Из одной делается, да? Рациональник Всего одну еду тратим На приготовление двух блюд Блин, а почему я фильтры не делаю? Почему я не заряжаю воду опять? А ты что переживаешь? Если мы выживем Павло будет нашим спасителем Да, Павло молодец Фильтров ноль Делаем два Кушаем Ты беги сюда Поел? Поспи Поспал? Поешь Заряжаем фильтр Мне кажется, мы шиньи в подвале ловить Слушайте, ну Возможно, конечно Это логично Но я исходя из Тоже типа логики не ставил Думал, что теплее наверху Но здесь одинаковая температура По всем этаже Итак Что мы можем сделать? Во-первых Мы можем Сделать микстурный стол На будущее Стоит недорого Настойки бинты И низкокачественные самокрутки Как раз нужно, чтобы Курильщика Курильщика спасти Вообще никуда не поставить Внизу будем дымить Встал голоден Поешь, поспи Бедные люди Я знаю, было жестоко Забирать их проведено Пришлось выбирать Либо они, либо мы Я бы еще покрал Их основательно Кто-то за дверью Кто? Помогите Мне нужна помощь Блин Так, ты ложись спать Упырь какой-то Так, игрушка Очень хорошая Очень хорошая Механика интересная Музыка прекрасная Так, что Здесь мы можем сделать? Сигарету Ага Для сигареты Нужен просто табак И компоненты Все Табак-самосад Можем, кстати И здесь можем Самокрутка-сигареты Четыре штуки Ладно, давай Сначала сделаем Ну, потому что Сигарет мне нужно в день В идеале Четыре штуки Чтобы не депрессовал Наш доктор Подожди, мужик Тут важные вещи происходят А что по самогону, кстати? Сахара нет уже Нужен сахар Так, готово Катя единственная, кто голоден Бруно отдыхает Это тоже отдыхает Все сытые Мышек Мышек Что ты хочешь? Привет, соседушки А, это тот сосед Блин Ну, давай поговорим У меня интересная новость Доброго вам дня Я живу дальше по улице Я заметил Что вы поселились В этом заброшенном здании У меня есть новости Прошлой ночью С самолета сбросили Гуманитарную помощь Большинство контейнеров Конфисковали повстанцы Но есть один Который они пропустили Он приземлился На нейтральной полосе Там Т-3 жилет Каска И АВМ с Х-8 Поэтому подходить К нему опасно Но под покровом темноты У нас должно получиться Я покажу вам, где он Если вы поможете вынести Договорились? Конечно Все А что ты, Бруно, встал? Ложись Все, отдыхаем Так Сигареты в день Катюха не хуже Павлов В навозки ходит Да понятно Просто она очень Очень ценная сотрудник У нас весь бизнес строится На кате алкоголя Звучит как студенческий бизнес-план Так Окей Дым успокаивает Меня пойдет дымить Нет Сейчас Взять и будет курить Курит, гад Так Я бы еще фильтр, конечно Под это самое поменял А тут товарищ курит Уже полчаса Все, давай Побежим Нам для самогона Нам для самогона А, да ты что Нам для самогона Нужен сахар Сахар можно наторговать Конечно же Выспался Павла Мы успеем Еще 8 единиц воды Добыть Воды 32 Просто работает Безотказно Может быть даже Уже стоит успокоиться 5 часов Правда делать А не 4 Из-за того, что Не повар По радио Есть новость Сейчас проверим Все равно За ночь Успеет вода Сделаться Заряжаем Заряжаем Так Слушаем новости Катюха ушла Настраиваемся Теплая мягкая погода Вы слушаете радио Погорень Мы с сожалению сообщаем Что наш коллега Это был уже Люди рыщут по улицам И заброшенным домам В поисках пищи, дров И ценных предметов Если в ближайшее время Город не поступит Снабжение Ситуация крайне тяжелая Короче Захваты будут у нас Рейдерские Что бы я проверил Мышеловку Может быть Пару консервов Туда закинул Пока ничего Нужно подождать Понятно Так, ребят Все здоровы Тху-тху-тху Никаких ранений Еда есть Все Молодцы Короче На улучшение Нужны доски И Да много всего нужно С табачок конвертнем Считай Описание Новый хлоп Да я понимаю Да, сейчас Будем выбирать Соколик Привет Мне нужна еда По сути еда Это Это спирт Да, получается Ну это сахар Это вода Потому что Сейчас торговец Придет А мне нечего Ему предложить У меня только Одна бутылка спирта Это не серьезно Абсолютно Перекрутил все В траву Сигареты Пока что Да-да-да Я этим уже И занят Как видишь Наступает ночь А-а-а У нас же Катя Таня Ушла И не вернулась Пока еще Так Малая обитель Этот старый дом Придлежит пожилой семье Их сыну Они остались здесь И каким-то образом Удряются отбиваться От грабителей Вероятно У них есть припас В том числе Еда и медикаменты Делиться они не захотят Можно украсть Или забрать силой Отмычки пригодятся Отмычка есть У меня всего одна О-о-о Сюда не добраться Из-за боев Разрушенная вилла Тоже Церковь Святой Матери Нет Школа Нет Ну можно конечно Куда-нибудь дальше Типа пойти Но тут уже Осторожность И Тяжело Давайте Наверное Сюда пойдем Берем отмычку Наверное Даже ломик Нужно взять Мне отмычек На все не хватит Просто Да Придется пошуметь Поехали Так Это Отец И сын Да Как там Называется Лопата Нужна Забираю Слутаю Понемножечку Посмотрим Что здесь Неплохо Впереди Уже Кто-то Че-че Собирайся Наверх 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 Что вы Стало Тихо Кажется Меня спалили Уже Холодильник Это Красть Все Меня спалят Но Блин Как же Это Клево Тушенка Еда Воды Миллион сахар овощи бы еще книга же нужно все нужно убегаем чизи медведь игре вообще не нужен так он же торгуется вроде так значит здесь нужна лопата нам получается лопатам все вы пришли вынесли ушли так вернулась наша подруга хороший лов на нас напали кто-то пытался нас ограбить была парочка мародеров мы смогли их отогнать счастье все были вооружены никто не был ранен грабитель не далось ничего унести мы способны защитить себя и катя принесла еду воду и кофе шикарно шикарно так давай быстро бахаем самогончик ты иди самокрутки крути очень голодна опечалена чем опечалена подруга чем опечалена что случилось фиманг очень голодная ща 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 мы все приготовим тебе не переживай вода у нас есть ооо шикарно делаем 4 порции сразу же так давай-ка от самокруток пока это оторвись она пьет кофе сейчас печаль может пройдет у нее чашку кофе в день одну нужно фильтров у нас нет делаем сразу два самогон крутится три самогона же уже ждем торговца на 5 самогона можно нормально закупиться а за воровство мораль просаживается понял хотел бы помочь катя на так голодна все нормально ребята ну перри перестаньте катюха щас все все будет закидываем раз иди поешь делай фильтр а мышь все не ловится давно не спала так тоже покушаем иди это же покушай есть так воду зарядили может быть имеет смысл селок проверить бахни креслица пусть расслабится что все устали кресло реально можно сделать кресло удобный предмет мебель завалившись с хорошей книгой можно позабыть о войне нет кресло будет у нас стоять даже не знаю где 10 будет стоять рядом с мышеловкой поехали голодная печально устала просто устал еще есть порция еды спирт сейчас доделается но сахара больше нет а еду могут украсть приготовленную нет а тогда конечно нужно сейчас ждем когда отдохнут я наверное катике еще на скормлю порцию потому что с едой нет проблем еще глядишь кого поймаем так ты бери спирт пока послушай радио надо дождаться хотя бы чтобы хоть кто-то встал чтобы рунам так настраиваемся опять предупреждают о рейдерских темах сигареты табак качестве валюты используется подходит концу классическая музыка погода теплая мягкая погода вообще ничего не нужно все есть ладно пока подожди а ты в кресле можешь отдохнуть кресло вдруг это тоже частично как кровать а силок проверь силок мышеловку переставь а как переставит пофиг говорят где стоит м точка и точка эль подержал ваш газа на тысячи рублей спасибо тебе сидим отдыхаем время не так много осталось сейчас будет сделана вода наверное стоит еще закинуть а что мне по воде 42 и меньше не становится на самом деле поэтому я не вижу смысла сейчас заморачиваться по поводу воды так все катя пришла в себя кушает ты соответственно идешь ложишься спать четыре часа у тебя есть для того чтобы немножко отдохнуть бруно тоже пришел в себя ты иди в этом посиди в кресле не знаю есть книга нет книги видимо нет и приготовим еще еду хорошую еду чтоб не пропало просто пару порций и так хорошо надо спланировать следующий следующий поход построй нехватка не вообще все это можно купить за сахар наверное мне нужно все таки сейчас где-то надо быть сахар может быть даже сходить поторговать в церковь сходить там еще и не все унес а мне запчасти есть сушить я могу сделать еще одну ножовочку одну ножовочку могу сделать надо вспомнить где там нам еще ножовка пригодится пожалуйста не вору и не убивай но я не могу обещать так ножовка есть и так короче учитывая большой запас воды я могу делать самогон но проблема во первых в том что мне нужно еще ну там накрафтить розжиг и нужен очень сахар которого просто нет в любой момент может прийти торговец и это будет плохо поэтому наверное сейчас я попробую в церковь сходить девчонкой как раз отдохнула взять с собой тот самогон который есть парочку просто наменять на сахар за церковью домик и дом с привидениями с решетками на распил давайте в церковь пойдем пилочку возьмем и в общем нормально книга еще нужна мы заделали все проломы в стенах даже если нас застанут спящими мы сможем отбиться от небольших банд пародиров а то есть вот в чем в чем смысл заделывания то есть не обязательно сейчас на чеку оставлять но лучше оставлять сигарет говорит возьми да сигарет тоже маловато пойдем там крутить печально катя может самогончику хряпнуть не нормально все все ровно лопату мы взять я вот не помню в церкви я вроде там покопал нормально нет я не покопал там нормально точно помню там место которое церковь лопатам лопата ножовка да пойду сейчас церковь и поторгую и полутаю хотя это хреновый вариант просто потому что не нормальный вариант надо просто парочку бутылок спирта взять не больше самокруточки делаем еда у нас есть воды пока хватит 47 воды вообще прекрасно завершаем день так ты добываешь ты охраняешь церковь поехали мы берем тебе ножовку мы берем тебе лопату и парочку бутылок спирта на самом деле одной наверное хватит мне только сахар нужно убежали катя хорошо торгует но я просто не хочу тратить полный проход на торговлю потому что ну я много трачу есть сахар не так много как хотелось бы одну книгу возьмем уже не хватает лол восемь сахара на книгу уже не хватает тут торговец конечно шикарный еще кофе самокрутки надо было брать второй самогон рожек расходные ладно сахар взяли поехали так ножовочка но я сюда могу прийти по другому я не хочу ножовку на это тратить я там уже все раскопал кажется были места которые во первых я здесь не все подлутал это просто шорткат с никчемными брусками о в этом можно а ладно соберем что есть здесь здесь тоже был а где там говорили что с ножовкой здесь типа пригодится а ножовки то и нет или а наверху 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 точно нет нет не на нем не здесь наверху кажется или здесь наверху да вот она явно что-то гораздо более ценное вон три три точки с лутом смотрим ох ты что то дорогая медицина лекарственные ингредиенты ну понятно избавляемся от брусков а смотрим что еще здесь хорошо помещаются дым шкаф пара мишек и спирт и здесь еще что то на чердаке каска которую можно загрейдить поврежденной каской слишком повреждена что пользоваться ем но после небольшого ремонта может защитить голову а продай бруски может который нашел да нет 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 а доски бруски я не успею на самом деле и на что его поменять что там более ценное в принципе да можно попробовать время есть вроде бы давайте с скину здесь все что все свое старое ну все что есть короче и лопату и прочее все скидываем и набиваем все брусками это раз раз надо метнуться кабанчиком туда 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 два три здесь тоже по мелочи можно взять продать ладно так сделаем вниз побежала 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 родная побежала 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 надо успеть обернуться успел бы на самом деле лучше снизу подтырить успеешь михаил давай успеешь внизу там что-то оставлял да давай 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 вниз только не тормози прошу на фаст здесь было что-то здесь было в конце грузки половина времени прошло вроде успеваем да берем последние три грузка если не пройти придется прямо вот вокруг 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 времени маловато надо еще очень быстро понять что покупать там хорошо убежали а где он вон он ах ты гада так быстро продаем ну тут торопиться на самом деле не стоит потому что и так как бы что нам нужно ходовое книги под две штучки фильтры третий не помещается а фильтры помещаются да я думаю хватит потому что в стаке уже всем и всем поехали теперь надо успеть вернуться туда наверх взять наиболее важные вещи в первую очередь это сахар давай сразу наверх сразу наверх и успеть свалить отсюда еще давай наверх побежала 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 родная ну время осталось треть но вроде вроде успеваем итак собираем оставшиеся точно медикаменты ценные это вряд ли лопата обязательно каскада сахар мастхэв мишка мишка на торги на торги может зайдет да 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 давай давай медведя возьмем все хорошо и выходим спокойно тут есть вроде выход да неплохо сходили главное взяли сахар купили сейчас парочку порции самогона еще то есть окупится этот вообще изи поход каска появилась да что здесь нам еще нужно там там двенадцатый день возвращаемся да притащил нормально ничего не случилось отлично быстро идем готовить самогон не хватает розжигом расходные сделаем пожалуй из брусков сколько нужно парочку опять мясо не достал сколько можно ловить то так голоден устал иди спать раз иди спать два бах им две порции спирта вода есть пока воду гнать ну добывать не буду дождевую все зарядили проверяем живность все еще ничего третий день шел так у нас с вами пять единиц спирта еще два бодяжица уже хорошо давайте подъедим сейчас бы торговец неплохо зашел уже время прилично прошло так давай посмотрим что мы можем там по самокруткам сделать что по по сигаретам сигарета еще одна есть кофе семь хватит так докручиваем здесь а будет видно когда поймает я понял бруно все бруно сыт бруно сейчас может что покрафтит самокрутку пожалуйста нифига себе сколько можно сделать их это не качественный но стопа у меня самокруток то сколько в принципе есть самокрутки качественные самокрутки сигарета скорее то топчик получается пока ну можно сделать чуть-чуть ну чуть-чуть прям 8 штучек 2 часа этого хватит мне на неделю запаса пока торговца нет консервы есть еда есть овощи для качественной еды пожалуйста тоже есть торговец идет ну как вовремя не я иду к тебе я иду я иду родной катюха щас закупим материалов брусков оооооооооооооооооооооом так ну что катюха ну я понял да 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 давай а это угу так что у нас есть что нам нужно Нам нужен, естественно, сахар Есть, что есть На три порции спирта можем успеть прогнать его Прямо сейчас Рожек, естественно На тот же самый спирт Что по воде у нас? 41, в принципе, еще есть, но Наверное, можно парочку фильтров пахнуть Чтобы не тратить расходники на это дело Продаем сразу парочку медведей И пошел спирт в ход Есть один спирт и все Уже делай три Так, дальше Нам нужны запчасти, естественно И материалов миллион За двух медведей и две бутылки спирта Мы с вами получаем Ну просто, ну просто Получаем неплохо Это раз Я продал Не, подожди, подожди Ты доделать должен Давай, не подожди Подожди, подожди Не торопись Бахай воду, да Окей Ты торгуй Парочку еды Да, наверное, стоит Может не стоит Мышловка, надеюсь Мышловку построил? Никакого эффекта вообще Кофе Кофе пока запас есть Единичка кофе Мне на неделю хватит Вперед Не, сейчас нужно, наверное, все-таки Материалы Материалы Запчасти для оружия, кстати У него, может, есть? Нет, запчастей у него нет Отмычки могут хорошо зайти Овощи всегда покупай Да, это для качественной еды Согласен Так Как же ласкают уши Старого алкоголика Твоя искренне Возглася на новой бутылке Да, сейчас еще приготовится А мы еще успеем Западяжить Сейчас две приготовятся Мы еще три Так, материалов очень мало Наверное, все-таки Закидываемся материалами Хорошенечко Договорились Так, спирт уже готов Еще две бутылки Берем Этот встал Можно и поесть Здесь закидываем Новый Алкоголь Че не хватает? Сахара не хватает Татук И за четыре часа Я успею еще сделать Три бутылки Ему сбагрить А пока новые две бутылки У нас появилось Мне надо посмотреть Что нужно Так, ты покушаешь И посмотри, что нужно Ну, нужны запчасти Для оружия Для верстака Понятно Но я их не могу Каску можем сделать Почему бы нет? Защитит от пули ножей Прекрасно Меньше ранений Меньше траты на медицину Здесь зарядили Алкоголь Здесь сделаем еще порцию Хорошего Четыре порции Овощи есть Еды уже не остается Может быть, стою Сейчас еду наменять Давай парочку Не жмотится Что еще Договорились Так, приготовили поесть Бруно Нормально Все хорошо Голодна Устала Голодна Устала Иди полежим Здесь мы бахнули Каску Каска есть Все остальное Упирается Исключительно В запчасти По оружию Ломик есть Пока еще живое Это тоже есть Детали И второй капкан Можно сделать Но пока что мне не нравится Капкан Как работает Вообще не нравится Гитару не сделать Обогреватель Можно сделать Не заболеть Погода обещает Быть хорошей Опять же Не знаю Насколько это Правда Давай послушаем Прогноз еще Подруга пока спит Так, давай Прогноз погоды Здесь у нас Теплая, мягкая погода Может оно не обновляется Может Сигареты Подходят к концу И опять Рейдерские захваты Водичка нам нужна еще Можно, кстати, закинуть Так, тут накрутили Травы нужны Так, крути дальше Давай единичку Не хочется Нет, не хочется Не, не надо Слишком Слишком дорого Это Обходится Пошла вода Так, а спирт-то когда Еще где-то часик Успеваем Катика пока спит Голодная Уставшая Но Надо понять Что мне делать дальше То есть Вот Верстачки Потому что В принципе Я сейчас За счет Смогона Могу Неплохо А, можно Сделать Универсальный Верстак Если надыбаем Еще дерево Да, надо Универсальный Верстак Бахнуть Это еще Один Апгрейд Посмотрим Эти реверстаки Да, видимо Придется О, все Отдохнула Катюха Иди покушай Иди покушай Родная Как раз там и Самогончик Добродится Прекрасно Пока добежишь Пока поешь Пока Все уже Уже будет готово Забрали еще Три бутылки Алкоголя Да, давайте Дрова Может реально Табачку Накрутить Пока Высококачественного Цена Сейчас Пойдет Вверх Он реально Очень дорогой Крути табак Говорят Ладно Давайте Попробуем Новый бизнес План А может Сейчас Ему сразу Загнать Табак Или еще Цены Не взлетели То есть Сейчас уже Цены какие То есть Я могу ему Сбагривать сигареты Например Кофе у меня есть Всем кофе нормально Табак Уже дорогой Ааа Тогда Это был Плохой Бизнес План Так Забираем Запчасти Берем Кофе Еще Да Вот так Одну Бутылку Спирта Просто За все Добро Я думаю Что надо Еще Поторговать Еще Поторговать Что нам Нужно Можем Запастись Еще Кофе Тушенка Дорогая Вода Особо Не нужна На это Не хватит Ни на что То есть Тут Как бы Извините Можно Отмычечку Попробовать Одну Взять Давай Так Наоборот Табак Сливать Нужно Пока В цене Проверим Сейчас Неплохо Кстати Да Табак Можно Скинуть Ну За что Мега Дорогие Медикаменты Не забей В конце Концов Бруна Это Нужно Все равно Оставить Что-нибудь Да Выкупаем Тихонечку Что есть Так Что Нам Нужно Делать Верстак Я хотел Сгрейдить Да Т3 Прим Подходит К концу Ты покушала Молодец Закинем Еще Водички Сделаем Не Не Вода Не Нужна Сейчас Т3 Верстак Не знаю Что там Нам Откроется Медицина Дальше Пригодится Ой Там Такой Врусточок Прям Ой Так Во-первых Укрепленная Дверь Появилась Как только Мы заколотим Проломы Окна В наше Убежище Можно Укрепить Дверь Установить Несложную Сигнализацию То есть Необязательно Быть На чеку Хорошо Здесь Появился Дистиллятор Алкоголя Перегоняет Самогон В чистый Высококачественный Алкоголь Который Используется Для производства Лекарств А Лекарств Бинтов А Еще Больше Ценится При Обмене Ооо И можно Делать Вот Миксер Терморегулятор Это Для Апгрейдов Как раз Вот Откуда Брать Миксер И Ультрафиолетовое Чтобы Выращивать Растения В помещении И вот Здесь Нужны Нужны Какие Компоненты Не Ну Я Естественно Попробую Дистиллятор Алкоголя Бахнуть И Могу Сделать Это Уже Прям Сейчас Да Если У меня Были Компоненты Мне Нужен Электродетали Нужны Это Очень Важно Электродетали И Сейчас Мы Пойдем Как раз Искать Электродетали Потому Что Возьмем Электродетали Бахнем Дистиллятор Алкоголя У нас Под Это Все Есть Кроме Собственно Этого Терморегулятора У меня Дистиллятор Тебе Хватает Да А Хватает А Хватает Наоборот Мне ничего Нет Я не так Определил Блин Да Детали Есть А вот Остального Всего Нет У тебя Ничего Нет Да Мне Ничего Нет Почему Я Все Скупил Здесь Еще Но Я Апгрейднул Верстак На Это Много Ресурсов Понадобилось Время Подходит К концу Кто-то Стучал Нет Все В порядке Все Ребят Все Здоровые Я не хочу Сгладить Блин Так Хорошо Пока Идем Вот Мне нужно Соответственно 10 Этих Инструментов 8 Брусков И 8 Этих Шестеренок Вообще Мне нужен Сахар Для начала Все Уже Будет Хорошо Завершаем День Так Дом С привидениями Почти Ничего там Не осталось Кроме того Что можно Ограбить Поэтому Можно Ставить Крест Пока что Временный На Доме С привидениями В церкви Тоже Особо Ничего Нет Кроме Нарушения Ну То есть Мы там Можем Пойти Разбомбленная Школа Лопатам А нет Бомжи Наоборот Разбомбленная Школа А вот Дом С привидениями Наоборот Речной Порт Как-то Это был Самым Безопасным Способом Избежать Из Погорений Можно В новую Локу Пойти Куда-нибудь Тут Требуется Осторожность Тут Опасность Центр Города Немного Еды Много Материалов Огромное Количество Оружия Запчасти Возможный Обмен Тут Возможный Обмен Такие Мирные Области Остройплощадка Нет Материалы Чем Отличаются Ингредиенты Есть Сбежали Нужно Ломик Взять Наверное Может даже С лопатой Пройти На старте Давай Лопата Ломик Или даже Отмычечки Так Это еще раз Что у нас У нас Гостишка Да Гостишка Ломик Лопата Теперь Сохраняй Свою Каски С ножем Поехали Так Давай Опасность Нечего Мирных Терроризировать Слушайте А я не выбрал Персонажа Там я не оставил Охранять Так Это Явно Штука Для того Чтобы сюда Скидывать Ненужные Вещи Да Тут базовые Совсем Ну Нужные Но базовые А зачем Я собрал Непонятно Их Дебил И кусок Извините Просто добываем Пока что Скидываем Все здесь Я хочу Осмотреться Для ночи О Книги Электро Надеюсь Вы мирный Будешь меняться На первый этаж Иди Понял Все Пойду на первый этаж А можно Выложить Самую вещь Ага Спасибо Туда Смотреться О Детали Для оружия Тоже Пригодится А здесь Прям выход Выход Да Прям выход Выход Окей Еще детали Для оружия Полезно И табак Хавк Там Дарк Соулс Играет Треть Ну вот Пожалуйста Уже Уже Как бы Все Здесь Их Можно Ограбить Типа Но Я пока Не сверх Нуждаюсь В ресурсах Пожалуй Так А как Выложить Рюкзак Может Отсюда Выбросить 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 Все выбрасываем Просто для того Чтобы Потом был выбор У меня сразу Можно было собирать Что нужно Такая цель Тоже собери Тогда уж Хорошая нычка Идем дальше Наверх А тут уже Воровать Можно Ну я пока Так Блин Хорошо Меня не застали За этим Так Сюда нужны Отмычки Отмычки Записываем Как это Это гостиница Да Гостиница Хотел взять Отмычки А Еще Так А давайте Ко я Да Вижу Я понял Побежали Наверху Можно лопатой Расчистить Завал И выйти Подлутать Еще Время есть Бегаем Быстро Так Отмычки Две Как минимум Что еще Что еще Что еще Что еще Погоди Ножовка Окей Собираем Бруски Тащим Здесь Можно Спрятаться Но Меня Интересует Больше Вот Эта Куча И То Что Здесь В Ящике Ну Нормально Это Куча А Это Куча Для Лопаты Собрали Все Вообще Что Можно Было Собрать Не Воруя Сейчас Мы Это Все А Две Ножовки Нужны Не Ну А Это Зачем То Две Ножовки Ничего Не Открывает Потому что Детали от оружия Некуда Делать Может Конечно Сразу Взять Поторговать Не Лучше Тогда Сюда Опустить Даму Нашу Так Ладно Нам Нужны Нам Нужны Скорее Всего Детали Да Нам Все Нужно На самом Деле Детали Оружия Беру Тоже Вот Так Закинем Я полагаю Продавай Это Без Скидки Будет Все Понимаете В такие локации Конечно Можно Таньку Пускать Она там Все Все лишнее Скинула И все Закупила Там себе Сахар Слушайте А может Реально Сахар Просто Просто Сахар Он же Дешевый Капец Давайте Возьмем Там Медведя Набьем Там Еще Табаку И пойдем Поторгуем Понятно Что без Скидки Но зато Зато Сахарок Я могу Получить Здравствуйте Поторговать Да Нежелатель Да Да Только У него Нет Нихрена Ну Есть Кофе Можно Отмычку Взять Открыть Дверь Наверху Ну Реально Ничего Ценного Я Скину Табак Ему Не Хватает На Один Медикамент Вообще Не Хватает Нихрена Электродетали Да Электродетали Сейчас-то Не нужны Уже Я же Потратил Отмычка Да Вот Отмычка Хорошо Короче Нет Тут Вы ничего Не сделаете Нет Я не хочу Я не хочу Вас обокрасить Ребята Вы че Надо было Посмотреть Так Ладно Хорошо Обязательно Берем назад Лом и лопату Ладно Ладно Затем так И уходим Надо практиковать Такую штуку Так Значит Здесь Отмычки Ножовка И торговля Торговля Главное Но у него Нет сахара Без сахара Нет самогона Возвращаемся Домой Ребята спят И я надеюсь Что это Свидетельствует О том Что они Просто Ну никто Не нападал На нас Напали Кто-то Пытался Парочка Мародеров Смогли Отогнать Все были Вооружены Никто Не был Ранен Грабителям Ничего Не удалось Нести Кайф Так Голодин Устал Ты сразу Уже идешь Отдыхаешь Голодин Идем Хавать Опять Никого Не поймали Уже Сколько Можно Ловить Этот Город Приветствовал Всех С распростертыми Объятиями Мне нравились Старые Кафе Где я могла Познакомиться С людьми Со всего Мира Будут Ли люди Снова Такими Спокойными Как Раньше Если Мы Выживем Мне нужно Сделать Все Чтобы Они Не забыли Потому Что Мы Можем Много Сделать Если Будем Просто Держаться Вместе Да Спирта Мало Чуть Чуть Не хватает Нужно Шесть Деталей И Двоечка Брусков И все Дистиллятор Алкоголя Будет Готов Миксер Можно Бахнуть Если Бахнем Миксер То Можем Улучшить Вот Этот Версачок Да Только Здесь Миллион Нужно Деталей Самых Разнообразных Так Ладно Хорошо Бруно Молодец Не устал Идет Слушать Радио Ты Голодный Иди Ешь Ты Голоден Устал Отдыхай Пока Что Музыка Сигареты Все Еще В Классическое Тепло Мягкая Погода Реально 18 градусов Зачем Тут Обогрев Еще Делать Так Нам Пока Никто Не Идет Что Делать Дальше Копить На Дистиллятор Я Хочу Сахар Я Очень Хочу Сахар Поймалась Поймалась Да ладно Да Есть Сколько Можно Реально Поймалась Две еды Сейчас Заряжу Прям По максимуму Тушеночки Туда Чтоб Прям За эти Три дня Миллион еды Наловилось Что Один из четырех Один из семи Один из пяти Не понял А А А Какая Разница Это Просто Разница В Ингредиентах Исключительно Да Давайте Из тушенки Вахнем Получается Разница В Ингредиентах Все Ладно У нас В любом Случа Есть Четыре Еды Можно Сейчас А Что По воде Вода Есть Еще Несколько Порций Сварганец Тем более Есть Овощи По крайней мере Одну Двойную Порцию Можно Сделать Так Ты У нас Молодец Все Здоровы Никто Не Голоден А У нас Розжига Нет Давай Так Сделаем Сколько Нужно Один Из удобрения Делай Ловит Всегда Два Что Заряжать Без Разницы Понял То есть Нужно Всегда Из удобрения Несъедобные Да Тушеночка Зря Так Окей Сделай Еще Ловушки Да У меня Нет Пока Потребности В еде Вот В чем Дело Блин Еще Бруно Сажал Что Так Спокойно Хорошо Сыт Зря Сыт Мне Нужны Детали Тоже Мне Нужны Расходники Ну Расходники Это Такое Дело Торговец Придет А я Без Спирта Мне Нужен Сахар Сахар Мне Нужен По сути Все Что Мне Нужен Поэтому Наверное Я Сейчас Сбегаю Сбегаю Катькой Поторгую У меня Есть Две Рюмашки Алкоголем Сахара Больше Нет Точно Так Ты Пришел В себя Да Нет Иди Перекуси Оружие Делаю Автомат Какой Автомат У них Запчасти Для оружия Нет У них Пистолета Нет Какой Автомат Даже Дробевика Нет Какой Автомат Советчики Пока Еще Рано Еще 13 День Отбиваемся Пока То есть Что я Хочу Я Хочу Сахар Хочу Поэтому Нам Надо К Торговцам К Торговцам Ну и Желательно В новую Локу Чтобы Чтобы Там Пособирать Посбагривать Пособирать Посбагривать Смысл торговать И закупить Еще в гостинице Я не в гостинице Хочу торговать Я хочу на площадь Пойти Там тоже торговать Можно Так Воду заряжать Не будем Получается Да Делать нам Больше нечего Завершаем день В городе Еще торговля была Да я в курсе Что вы начинаете Идем На добычу Обязательно Охрана Центральная площадь Центр города Раньше Было Очень красив Парки Площади Памятники Окруженные Старными Зданиями Война Разрушила Район Но не тронула Рынок Куда люди Приходят Торговать Мы можем Достать Нам нужную Вещь При условии Что у нас Есть Ценный Товар На обмен Конечно Можно На самом деле Взять Еще табаку Просто Потому что Он как бы В цене Но в первую очередь Я конечно Беру Всю бутылку Алкоголя Да Явно Нужно Еще что-то Прикупить Что-то Взять Белу тогда Детали для оружия Нет как Белу Может вот Отмычечку взять Может зайти Хорошо Я лучше На разведку Пройду Так Все Просто Торгуем Неплохое Начало Сразу же Я ставлю Тут И поперекладываем Можно оставить Частично Не Давайте пока Оставим Все Кроме Того С чем мы будем Можно им промывать Раны А вот с этим Можно Ром Виски Бурбон Блин Мне сахар Нужен И сигарет Еще много Надеюсь Тут не один Торговец Да Есть еще 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 Медикаменты Есть Сахар Выкупаем Сразу же Еще Еще бы овощей Бахнуть Но я не уверен Что мне хватит Не хватает Наверное Сейчас я сбегаю За этими За Да Накуплю овощей Да Попродают Поторгуем Давай Оставляем Здесь Собственно Сахарок Мне нужны Материалы Но Блин А зачем Я это делаю Если мне реально Нужны материалы Что-нибудь Собрался Еще Но овощей Хотел купить Ну ладно Попробую Полутать Тут Я Подлутал Немножко Медикаменты Надо запомнить А Бруски Только Бруски Продавать Самокрутки Еле Еле Блин Хватает Приятно Иметь С вами Дело Запертая Дверь Дальше Не пройти Нужно Что-то Чтобы Открыть Замок Кайф Я пришел Конечно Делать Вообще Нечего Зря Только Напродавал Блин Ну реально Я тут Без Без лома Без отмычки Ничего сделать Не могу Причем Я тут Унесу Очень мало Все 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 что У меня есть Больше Я ничего Не могу Здесь Делать Что Перцев Первый Торговец Не посмотрел Да вроде Посмотрел А Нет У самого Первого Не смотрел Да Если будет Сахар То конечно Нужно Еще Поменять О А гитару Можно взять Гитара Ну я так Нет Не Не Нет Или взять Гитару Гитара Тупич Давайте Возьмем Хотя гитарист Есть Да разберемся Как-нибудь Возвращаемся В убежище Из Хороших новостей Это то что Сахар удалось достать А так Весьма посредственный Забег Что произошло В этой ночь Ничего Хорошо Бруно Идет гнать Живность не поймалась Три порции Мы сможем сделать Аква Поддержал О Спасибо большое Канал на 100 рублей И сообщает Майкер Миша Мишаня Да В этом городе Ведь война идет Ресурсы Везде Понемногу Пропадают А когда Это закончится Ты не знаешь Самая ценная Это ида И да Ты неправильно Поставил Мышеловку Да уже говорили, что это не имеет значения никакого Там экспирты Делаем еще три бутылка спирта У тебя у меня был еще спирт, посмотрите А, это там другой алкоголь, другого типа Типа более качественный Так, иди ложись Ты голоден Зарядили Даже уставший Так, у нас пара запчастей От оружия, в принципе, можно сейчас С ножовочкой куда-нибудь двинуть А может быть не стоит тратить, может уже копить на огнестрел Тем более запчасть к дробевику у меня есть В разрушенной школе Сложно Так, чтобы сделать гитару, мне нужно еще пару брусков Важно как-то Занимать свободное время, гитара может здорово поднять настроение В особенности, если на ней играет мастер А у нас вообще гитаристы есть Хороший повар, быстрый бегун Да хорошо торгуется, вы что? Так, делаем еду Опять не хватает Делаем пару порций Сделаешь гитару, поймешь, кто имеет игры Так, все, ты иди отдыхай А нет, подожди, доделай, 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 извини Сейчас, нормально Все, все нормально Торговцы и NPC других нет Иди отдыхай Павло у нас покушает, спасибо большое Лови кота Все, Павло Нормально у него все Пойдемте послушаем радио Двое людей отдыхают Руби кровать, делай гитару Можно, кстати, этот стульчик порубить На улице прохладно, облачно Возможно, осадки Кресло у камина А вот погода уже портится Сигареты и табак Еще сильнее подорожали Евгений, ну не отвлекай Ну серьезно Давай Так, давайте рубим стул И делаем либо На, на На-ка На-ка Собираем Либо гитару, действительно Либо сейчас розжиг сделать Потому что сейчас температура будет падать И повышается вероятность болезни Чем Это будет дешевле, чем медикаменты В расход пускать Лучше сделать обогреватель На него не хватает Так что мы с вами делаем гитару Разместить где-то ее еще нужно А я все чаще замечаю Вместо стула поставим гитару Три единицы спирта Еще надо будет собрать Так, что Опять же Мне нужно Что мне нужно Покормить женщину Нет, имеется ввиду Из ингредиентов Что мне нужно Мне всегда нужен сахар Сахар конвертируется В любые другие Универсальные штуки Поэтому Если есть место Где есть сахар Сахар это что? Это либо еда Либо торговцы Правильно? Правильно Надо брать Катя подустала Все никак прийти в себя не может Там где-то 6 часов нужно Для того, чтобы О, открытое достижение О Для начала неплохо Хорошо Гитарплеер Особенно рад Миша В тихом доме стариков Изначально много сахара Но не знаю Лутал ты его или нет Не, я его не лутал Нормально А дом стариков Требовал каких-то Особых навыков Мне нужна ножовка туда Давайте сделаем ножовку Чтобы просто было Две штучки Все сыты Все молодцы Все способны Можно, кстати, уже заряжать воду Потому что 20 единиц осталось всего лишь А фильтр у меня есть Попробуй другого за гитару посадить Брось Сейчас мы попробуем Кто лучше играет Давай-ка Бруно, покажи, что можешь Беда Нет, Бруно Все, забей Короче Даже не пробуй Катюша Катюша Может быть она В молодости В рок-группе Играла Давай Лобай Опа Нет Катя Пам Аккортики хорошие Ой, музыка моя Импровизирует что-то Ого Вино вкусное? Нет Это кофе Пар идет от вина Давай батарейку Бам И как раз последний аккорд под ночь Класс Итак Хорошо Что я хотел Дом двух семей Но невозможно из-за боев Давайте какую-нибудь новую площадку Наверное лучше порт Потому что тут не опасность А требуется осторожность Еда Немного, правда, еды Блин Немного еды Много еды в церкви Но Там Ну или к бомжам идти резать Там Консервы Драгоценности Надо Выбрать их Кот пытается Дверь сломать Жень Женечка Видишь? Кот Кот взломщик Речной порт Когда-то был самым безопасным способом Сбежать из погорения Но потом Военные установили прожектора И начали задерживать все суда Уходящие из города И расстреливали тех Кто не повиновался Немного еды Немного материалов Немного лекарств Громного количества Оружия Запчастей Требуется Осторожность Давайте попробуем Я возьму Пабло Добывать Повар охраняет Пока двери нормальные Нет Сигнализации Я не знаю Что мне там понадобится Поэтому В слепую Беру лопату Пару ножовок И ломик И джентльменский набор Поехали Добрый вечер, Ёйка Всем добрый вечер, друзья Вторая часть сегодня у нас Так Жаль, что Не понял Наверх можно? Наверх нельзя Вниз Прожектора, блин В первой куче у нас Ерунда Оставляем Осматриваемся Собираем О, наверху лом понадобится Сейчас мы все внимательно осмотрим Отлично Запчасти Электродетали Все, что нужно Тут ломик пригодится Шумим, правда Но вокруг я не вижу Недуши Все лом скоро сломаются Так О, а это Обворовать Добрый день И совесть Наверное, здесь Нас не будет мучить Ну как Можно пропустить Столько еды Сахар Ядрить Алкоголь Алкоголь Медикаменты Так, давай-ка я сначала сбагриваю Все, что Давай, сначала беги Скрипка, привет Здравствуй, здравствуй, родная Ждем тебя Надеюсь, ты собираешься Потихонечку Велгород Сегодня выяснилось Что и Натали Мур Приджонится На сходку Летом Спасибо за напоминание Алексею Насколько я помню Одному из ее зрителей Который По стечению обстоятельств Работает этажом ниже У Димки В компании И напомнил мне Что Наташа Это не пригласили А мы забыли Просто Стрим кайф Ну, стрим хороший Да, игр отлично Ё-моё Это сколько же всего Смотрите Медицину Балом Медведей Тащи Просто Одного за другим Можно утаскивать Не, подожди Подожди Давай вот здесь проверим О, пожалуйста Ну, это что-то с чем-то Друзья Здесь Столько всего Не унести Все за раз Ну, я не собираюсь В общем-то Все за раз Утаскивать Я просто хочу Максимально все Тут Одной медицины На бешеное количество Вабла Понимаете Если ты сюда Потом вернешься Это имеет смысл На жевке оставить А я не знаю Вернусь я сюда Или нет Ну, типа да Чтобы не Занимали слот Очень не хватает Человека с рюкзаком На 17 О, а вот На жевочку можно Давайте Утилизируем ножок И там как раз еще Явно что-то ценное Должно быть Потом ломиком Поработать Я прям Пришел сюда За Подготовленным Как жалко Как жалко Что нельзя Двумя-тремя На добычу Побежать Ну, это было Бэмба, конечно И вскрываем шкаф Напоследок А еще Ну, это еще не все Там дальше Смотрим, что здесь Половина времени прошло Ох Сломанный дробовик Гитару Только гитару Купил там Тут и пистолет И дробовик Только И патроны Блин, а может быть Реально сейчас Учитывая Достаточное количество Оружейных деталей И запчастей Для пистолета И дробовика Уже сделать Первый огнестрел Верстак Верстаг для этого есть, он позволяет это сделать. Так мы ещё серьёзнее будем защищены в убежище. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Что, утаскивать? Сломанную гитару можно ещё котюку продать. А, кстати, она достаточно, ну, дорогая. Берём патроны, собираем здесь. Тут прятаться можно. А я вижу человек впереди. Похож на Фрэнгли вообще. Ещё запчасти для оружия. Ещё запчасти. Ещё запчасти для оружия. Тобак и Мишка. Чё-то не забыл поговорить с Игорем. Эй, на палубе я карил. А я сел на его место. Уходите отсюда, пожалуйста. Понял, всё-всё-всё, я ушёл. Мне дважды повторять не надо. Так, ещё можно дальше пройти. Ну, там вроде конец уже. Ещё я на крышу не забирался. Возможно, на ней что-то было. Итак, за одну ходку мы практически всё перетащили в базовую кучу. На выбор огромное количество полезных вещей. Медицина, запчасти. Так, ножовку действительно оставляю. Запчасти для оружия об огромном количестве. Боеприпасы. Сейчас я дотащу мелочёвку, что осталось. На всякий случай пров... Давай откроем здесь. Может, здесь что-то ещё будет. Да, вот ещё кучка здесь. Да, ё-моё, ну тут реально очень много всего. Надо в новые локации с разведки приходить. Тут ещё кучку принимаем. Времени осталось маловато, надо успеть. И всё, и перетаскиваемся. Что я хочу? Запчасти для оружия, базовые патроны, обязательно сахар. Сейчас разберёмся. Сначала всё выкидываем. Надо ещё понять, у меня будет дробовик или нет. Медицина пока не нужна её. В принципе, можно оставить. Можно затырить хавчик, потому что она очень полезная штука. Ломик надо взять, потому что может пригодиться действительно. Запчасти для оружия обязательно. Раз, два, три, четыре, пожалуй. Дробовик стоит взять, наверное. Ещё запчасти для оружия. Почему они не поместились в стак? Почему они сюда не помещаются? Так, ладно, окей. Дальше. Нам бы необходимы ещё патроны для дробовика и для пистолета. Для дробовика берём восемь патронов. И для пистолета тоже семь патронов берём. Что ещё, что ещё, что ещё, что ещё? Сахар? Обязательно. Пистоль сломанный. Это сломанный пистолет. А, это сломанный пистоль. Точно, сори. Я что-то тормозил. Который раз уже. Так, в результате мы сможем сделать пистольное такое количество деталей. Или дробовик. Патроны есть такие и такие. Наверное, всё нужно взять. Обычных патронов пока что хватит. Электродетали маловероятны. Вот эти вот запчасти хорошо ещё заходят. Мне их нужно много. Ну, собственно, на этом всё. Тут ещё нужно делать минимум две ходки. Maybe порох. Зачем, если есть патроны уже готовы? Поторговли бы ценных тем надо дыбать. Но, пожалуй, это всё. Уходим. Запомнить она. Медицины здесь ещё много. И прям вот уходим. Вот прям за пару часов до утра. Без риска. Отлично. Всё сподлутали. Всё открыли. Стащили всё в кучу. Выбрали нужное. Пятнадцатый день идёт. Возвращаемся. А остальные гильзы? Патроны тоже есть? Это гильзы, а не патроны? Понял. На нас напали. Всё нормально. Кто-то пытался нас ограбить. Были не слишком решительно настроены. Поэтому мы смогли отогнать. Все были вооружены. Никто не был ранен. Ничего не далось унести грабителям. Шикарно! Опечален чем? Пабло сделал это ради нас. Мы должны быть благодарны. То, что я, типа, грабил. Надеюсь, нас... Он нас не надует. А... Да вы что? У меня есть близкая подруга. Очень беспокойная личность. Однажды она позвонила мне в ужасе и сказала, что началось восстание. Сепаратисты подстрекают толпу поджечь мэрию. И я сказал ей не беспокоиться. И я был прав. Ничего страшного не случилось в этот раз. Но даже когда беспорядки и стрельба стали повседневным явлением, я продолжал уверять ее, что скоро все кончится. Так, делаем еду. Устал, голоден. Голоден, устал, опечален. Отдыхай раз. Компонентов нормальных нет. Поэтому придется... Давай книгу отраспалим. Это пьет кофе. Делаем три порции. Сразу потом бахаем спиртик. Спирта три штучки есть. Еще парочку можем сделать. Так, сразу спирт. Опять не хватает. Блин, реально не хватает. Мне уже горючего не хватает на спирт. Нужно выбираться за материалами. Ладно, делаем последний. Кормит ушняком? Да можно, конечно, реально. Это, наверное, было правильно. Сделаем две порции самогона. Торговца пока не видно. Сейчас он допьет горячий кофе. А этот что переживает? Люди отчаянно стремятся уехать из погорения. Но можно ли доверять этому контрабандистам? Так, спирт поставлен. Хавай. Отдыхай. Можно гитарке поиграть. Сейчас допьет кофе подругам. Поедим. Неужели грабеж единственный способ получить то, что нам нужно? Вот пограбил и сразу депрессия пошла. Это я еще бомжей не резал массовым, понимаете? Опасно. Спиртика шесть будет. Торговца не видать. Ты понял, что контрабандист может вывезти из города? Нет. Спойлер, кажется. А, диалог в порту. И Бео отрабожает, это как будто был разговор. А, понял. Ну, то есть, жалко. Так, покушай. Отдохнул. Опечален. Иди поиграй на гитаре. Нет, извини, я был неправ. Пусть лучше она поиграет. Ты покушай лучше. Ой-е-е. Что можно еще сделать? Фильтров у меня больше нет. Опять же, можно новости послушать, конечно. Дробовик. Ой, точно. У меня же пистолет и дробовик. У них только детали и запчасти нужны. Вот. И пистолет и дробаш. На дробаш хватает впритык, но я думаю, что... Надо брать. Делаем дробаш. Печаль пока что-то не проходит. У Бруно снимаем усталость постепенно. Спиртецкий нужно будет еще взять. Может, снова сходить в этот, в порт. Набрать там стандартных вещей. Там много всего полезного. Туда пару ходок вообще изи можно сделать. Хватит спать. Ладно, я пришел в себя. Давай за спиртом. И у нас появился дробаш. Дробаш. Вот он. Патроны для огнестрельного. А патроны универсальны или нет? А, нам не хватает сигарет еще. О, что-то я пропустил этот момент. Давай-ка сюда. Да, универсальный. Хорошо. Давай, крути самокруточки. Бери. Алкоголь. Хорошо уже, в принципе. Шесть порций алкоголя на торговле уже хорошо зайдет. Так, давайте подумаем, чего не хватает. Еда есть, опять же. И можно еще будет удобрение сбагривать. Медицина пока есть, пока не требуется. Базово с пушками все тоже очень хорошо. То есть у нас дробовик. По-хорошему нужно сделать еще пистоль для второго. И тогда мы будем отбивать всех вообще, кого только можно. Я хотел дистиллятор сделать. Но для него нужно большое количество материалов. В принципе, можем сейчас записать конкретно, сколько не хватает. 20 и 10. Офигеть. Но мне по силам это принести. Именно 20 и 10. Вообще легко. В порту, кажется, такое количество уже есть. Этим оставил... Блин, а может... Не-не-не-не-нет. Там бревен нет. Там нет бревен. Но оттуда в любом случае надо утаскивать ценные вещи. Печаль не проходит. Я не хочу алкоголь пить. Пока вроде нет потребности. Может быть, со временем она пройдет. А так, кофе, сигареты вроде есть. Кофе на 11 дней. Сигарет сейчас накрутим. Еда, повторюсь, есть. Не хватает именно базовых тем. Базовых компонентов. Проще из порта вынести все цены и дождаться торговца. Да, но я в таком случае сахар не получаю. То есть я цены, конечно, выношу. Да, ну и мы с торговцем тогда нормально поторгуем. Не только спиртом, но, может, еще что-нибудь сбагрим. Посади Павла в кресло. Давайте попробуем. Надо было кресло поставить рядом с гитаркой. Докручиваем последние самокрутки. Книги хотят? Да, все еще про хорошую книгу речь идет. Печаль, беда. Все, крутить больше нечего. Завершаем день. Так, первый вариант это вернуться просто в порт. Вариант неплохой, но кажется, там нет бревен. То есть я дистиллятор не... Не поставлю. Но зато там гарантированно хорошие вещи. Берем сразу же, например... Пабло. Эти спят. Ты охраняешь. Перед топором вперед ломать. А, слушайте, я же могу реально взять топор и там наломать дров. Я же могу не только у себя дома ломать. Я могу и там ломать. Реально топорик взять. И розжиг мне нужен тоже. Хорошая идея. Давайте проверим. Я ни разу так не делал. Мне, по сути, только топор и нужен с собой. Больше ничего. Да, потому что и дрова нужны, и топливо нужно. Побежали. Сейчас посмотрим, что здесь по деталям. Кажется, двадцатки здесь не будет. К сожалению. Да, тут. Тут десятка всего лишь. Но зато есть дрова. И много ценных медикаментов. Окей. Ладно, пока есть время. Пошли рубить. Вот, все, ломай крыши. Очень громко, конечно. Собираем. О, четыре розжига сразу. А это же материалы цены я перевожу. И для того, чтобы еду приготовить. И для того, чтобы там... А здесь ничего не поломать? Сма сошли. Тут мебель и вагон. И тут ничего не поломать. Да вы что? Как-то маловато будет. Ладно, спускаемся вниз. Глядишь внизу, что-нибудь... Что-нибудь будет. Харина с два. Вот, можно еще поломать. И у них тоже можно поломать. Так, давай, может, сначала посмотрим, что внутри. Ну, а вдруг оно там ломается вместе с ним. А потом уже... Соберем. А, это их стул. Вам не нужен стул. Добро. Да, здесь больше ничего нет. И здесь тоже ничего. Хорошо! Нормально! Пришел! Топорик, правда, вот-вот уже гуф. Надо будет следующее сделать. Не хватит мне запчастей, к сожалению. Сейчас просто набьем самым ценным. На случай, если придет торговец, и мы захотим. Я, наверное, топорик даже оставлю здесь, чтобы не занимал место. Начнем с самого-самого ценного. Это пара бинтов. Две банки тушенки. Лекарства. Мега ценные. Дальше, конечно, по списку. Гитара, наверное. Алкоголь. Драгоценности. Эти вещи, в принципе, нужны для... Для того, чтобы я не тратился потом. И, наверное, утаскиваем материалы. И чуть-чуть брусочков. Как-то так. Это не самые ценные, но это нужные. Давай лучше трех медведей возьмем. Они дороже будут в продаже. Как-то так. Так ровный бобер, вижу дерево рублено. Ну, как-как-как-как иначе? Тут ресурсы ограничены. Нужно, видимо, будет по всем локациям пробежаться и везде порубить. Дома нас ждет Катя с дробовиком. В каске. 16-й день. Я просто в первой траве на 17-м был мертвым. А сейчас прям очень хорошо. Что у вас? Какие новости? Все, тихо, спокойно, отлично. Итак. Живность не поймали. Медицины очень много привезли. Голоден устал. Отдыхаем. А давай тушеночку. Реально. Восемь тушенки. Это... Да ладно, тоже тушенку хавай. Хочу еду переводить, действительно. Все. Иди отдыхай. Сахара достаточного количества на самогонку нет. Поэтому просто... Просто отдыхай. Голоден опечален. Тоже за тушеночкой. А, вот, еда уже есть. Две еды. Отлично. Опечален. Иди еду бери. Ждем торговца. Давно его не было. У меня семь алкоголем. Приманку я сразу кладу. Релаксион, конечно же. Сейчас еще новые удобрения положим. Вот эти вот. Торговцы пока не видно, не слышно. Устал, опечален. Отдыхай. О, есть, идет торговец. Как вовремя. Мы ценные вещи притаранили. Откройте милиции. Ой. Так. Сейчас, может быть, стоит... Во-первых, берем у него весь сахар, который только есть. И сразу сгоним новую порцию алкоголя. Возможно, сделается успеем дистиллятор. Сахар, 8 единиц. Отлично. Ой, у него очень много всего. Сейчас напродаю. О, сейчас напродаю. Так. Драгоценности сразу в расход. Три медведя пока не забыл. Да все надо будет. Все надо будет. Водички может еще взять, чтобы времени терять. Не, вода у меня сейчас есть какая-то. Давай накидаем материала. Вообще класс. Готово. Готово. Бруно. Сразу идет гнать. Что у нас есть под алкоголь? Три порции мы можем сделать еще в рамках текущего торга. Иди гони, иди гони, 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 иди сюда. Так, подруга продолжает торговать. Слово за словом. Еще алкоголь. Выкупаем все оставшиеся материалы. Выкупаем запчасти. Вот эти вот детальки. Детали для оружия, для пистолета возможно. Но не хватает немножечко. Бруски можно кинуть. Не хватает. Хватит. Договорились. Продолжаем наш диалог. Так, здесь делаем три порции самогона. Здесь продолжаем торговать. Кажется, я начинаю понимать игровую механику. Закидываем еще брусками. Закидываемся. Договорились. Еще две порции алкоголя есть. Надо сейчас внимательней. Медикаменты пока не нужны. Более того, я бы даже сам сбагрил что-нибудь. Из медикаментов, потому что они мега дорогие. А мне сейчас ситуативно бахнуть бы пару фильтров, на самом деле. Брусков да покупать. Вон, за одни бинты ты сразу получаешь все. Все получаешь. Мега дорогая медицина. Ладно, я так сделаю. Сделаю так. Готово. Так, тут самогончик у нас делается. Устала, печально, ничего страшного. Лежи и отдыхай. Самогон мы успеем еще три бутылки продать. Здесь закидываем пару фильтров. Делаем воду раз. А гитары же еще. А, у меня еще два спирта есть. Именно дистиллирую. А, вот этих вот, высококачественных. И гитару надо продать. Патроны. Этот. Кофе берем. Интересно, табак все еще в цене или нет. Сигареты мега дорогие. За гитару берем немножечко. Падает температура, Михаил. Да, похолодание надо сделать печку. Ладно, пока так. Может быть, обычной еды возьмем. Давайте, пока мы его оставим, попробуем дистиллятор сделать. Для того, чтобы более качественный спирт гнать. Можем уже сделать. Дистиллятор алкоголя. Пригоняет самогон в чистый высококачественный алкоголь. Лекарство, бинты и обмен. Ставим его желательно рядом с первым самогонным аппаратом. Там нет места. Поэтому делаем его... Ставим его вот здесь вот. Поехали. Тут зарядили еще водичку. Водичку делаем. Еще делаем водичку. Фильтры есть. Что ты не алёнь? Давай, давай. Работай. Спирт успеет сделать. Мы успеем толкнуть еще 2-3 бутылки. У него выкупить можно еще много всего. Но вопрос, что нужно сделать? Что нужно у него выкупать? Я, если честно, не знаю. Уставший, иди отдыхай. Устал, опечален. О, готов. Итак, значит, мы из одной хрени по спирту, из фильтра, можем сделать чистый спирт. Но, скорее всего, Бруно будет делать его с меньшими затратами. Не знаю, на что он там будет тратиться. 2-1-2. Опечалено. Давайте посмотрим, может, мы сможем еще пистолет сделать. Не, не можем. У нас всего одна деталь для оружия. Ой, 3 у нас детали для оружия. Извините. Три. Три. Две нужно. Апать верстак. Верстак у нас апнут. А, ты про этот верстак. У него очень много нужно всего. Двадцатка, десятка. Мы его сможем апнуть, когда придет в следующий раз торговец. Не через три, наверное. Так. Так, что я еще? Что, 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 что? Это есть, это есть. Базовые вещи есть. На топорик не хватает запчастей. Он реально может еще пригодиться. Устало снимается, устало снимается. Послушаем новости, поиграем на гитаре, возьмем спирт, сбагрим, еще что-нибудь возьмем. Не знаю, что, правда. Может быть, медицинку одну. Ну, именно. Последние новости, что ожесточенные бои с правительственными войсками. Все еще отрезаны несколько. А, надо сделать этот обогреватель. Прохладно-облачно. А то сейчас болезнь словим. 17 градусов, но обещают похолодание. Поэтому давайте попробуем сделать обогреватель. На печку хватает. Но впритык. Сомневаюсь по поводу печки. Мне банально дров на это не хватит. Ну, то есть, бруски, да, но мне надо делать. Печку ставим не знаю где. Поехали. Терморегулятор уже есть, он будет экономить дрова. А, я понял. Как все работает. Так, Павло опечален. Пусть пойдет на гитаре, поиграет. Спиртик надо забрать, и не забыть доторговать с товарищем. У нас еще много спирта. На самом деле, у него умножим... Сейчас 7 будет. Иди, поиграй. Все сытые. Да, есть печаль. Печку зажигаем. Меняемся. Еда у меня есть. Попробую медикамент взять. Дорогущие. Просто дорогущие. 4 спирта за немного еды, чуть-чуть воды. Самое главное, за таблетки и вольки. Можно взять высококачественный спирт, он еще дороже будет. поменять. Но пока, хотя он не сильно дороже получается. Что-то странное. Мне это особо не нужно. Я не хочу меняться, просто потому что... Оставим на будущее. Все, водичку сделали. Есть последний фильтр. Бахаем еще разок фильтр. Температура поднялась уже до 19 градусов. Опечалено. и посиди на кресле. Да, надо же Бруно посмотреть. Может быть, он сможет бахнуть, очистить спирт. Да, только я фильтр последний сейчас только что загнал. Чистый спирт. А что там по затратам? 1-1-1. Соответственно, там нужно было 2 единички спирта, если ты без... Если ты не повар. Давайте сделаем еще один фильтр. Вроде бы нет. Он не такой дорогой, и достаточно быстро делается. Ага, только деталей у тебя совсем нет. Ладно. Вроде бы все. 21 градус. Температуру подняли. Завершение. Еда есть. И та, и ся. Медикаменты есть. Все нормально. Оружие есть. Что мне... Куда мне идти? По-прежнему заблокированы значительное количество. Можно сгонять сейфову в порт еще. Да, собирать все. Сейфовенько так. И закрыть уже. Поставить крест на нем. Так, ладно. Ты лучше спи, ты охрани. Поехали. Мне ничего не нужно туда брать. Поехали. Может пойти подраться пора? Да, я помню, как я решил подраться в первом трое. Собираем последние вещи, которые тут есть. Да, и последние. Тут два раза нужно приходить. Наверное, я возьму розжиг лучше. Хотя розжигов мне и так много. Да, тут реально нужно два раза. Две ходки еще делать. И то останется. Ну, останется мелочок уже. Давай. А, это самокрутка. Дверьки, едки, дым. Топор бросим. Да он еще вроде послужит. Ладно, не послужит. Согласен. Так просто я смогу почти в одну ходку все оставшееся утащить. А, нет. Прям все смогу утащить. Окей. Шикарно. Катюха опечален. Не знаю, не помогает мне играть на гитаре. Я не хочу ее напаивать самогоном. Потому что, во-первых, это дорого. Во-вторых, она весь день потеряет. 17-й день. В прошлый раз это был гуф. Возвращаемся домой. Что у нас произошло в этой ночи? Пабло был настолько убит горем, что не мог спать. Поэтому Бруно пытался утешить его. Устал голоден. Опечален устал. Блин. Что-то какие-то депрессивные мужики тут. Ладно, короче. Пока пожрем консервы. Раз. Высыпайся. Жри консервы. Высыпайся. Такое. Верни ребятам стул. Жрем консерва. Гоу бухать? Да не, 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 не. Вы хотите, не выход. Надо сейчас закинуть отопление. Фильтры, возможно, бахнуть. Хотя запчастей, кажется, у меня нет. Мне кажется, каждый раз до ЛТВ. О, кто-то идет. Карл из Порта. Ну, ладно. Это вот тот самый контрабандист, который может нас вывезти. По крайней мере, у нас есть сигареты. Опять он курит. Я связался с друзьями на той стороне и обо всем договорился. Через пару дней мы вывезем тебя в безопасное место, но не бесплатно. Им придется заплатить, но чтобы сержант отвернулся. Собрал товар. О, 8 драгоценностей нужно. Ну, в принципе, они не такие уж драгоценные драгоценности. Можно сбегать на площадь и сбагрить на медицину, на алкоголь, поменять. Но я не уверен... Их же сложно собирать. То есть это достаточно редкая currency, валюта. да? Разута какой-то. Мне не нравится это. Да, потому что, во-первых, сейчас надо париться и собирать непонятные драгоценности. Собираем манатки, через пару дней вернется. Товарищ я решился китнуть. А предложение только ко мне получается, да, распространяется? То есть я... Это только для Бруна он может свалить? Тогда нафига это нужно? Сахара нет. Сейчас проверим, что можем сделать. Мне кажется, что... немного. и затратить не хотел. Фильтр можем бахнуть. Я хотел сделать фильтр, чтобы лучше на алкоголе сделать. Давайте так поступим. Перегонить смогу. Да я понимаю. можно еще улучшить печку. А, мы две... Два чистого спирта делаем мы из одной самогонки. Вот почему. Тогда да, тогда это круто. Потому что приблизительно один к одному по парадаже. Ну так, приблизительно. Надо посмотреть, конечно, внимательнее. Надо проверить этот момент. Так. Отдохнул. Отдохнул товарищ. Надо сейчас Бруна опять же пустить поспать. Пошла. Пошли играть. Забираем тот спирт. Сколько печка стоит? Ага. Один терморегулятор и 20 металей. Класс. Так. Отдыхаем. Да, мы опечалены. Кофе для нее есть? Кофе 12 вообще с запасом. Самокруток тоже хватает. Все есть. Можно сделать последнюю ходку в порт. В принципе, почему бы и нет. Там остались бревна. А еще что-то по мелочи. Опять же, я из каждого из походов хотел бы уносить по крайней мере там десяток сахара. Но это слишком жирно. топор-то запили, да не могу. Я запилить топор пять деталей нужно. Да, послушаем новости по радио. Может, нас на что-то наведут. Наверное, в порт последний раз схожу. На улице прохладно, возможно, осадки. Из-за недавнего дефицита цены на сигареты и табак невероятно возросли. голод и болезнь свирепствуют на разоренных улицах Богорения. Резко возросла смертность из-за отсутствия еды, чистой воды и медикаментов. Так, животных не поймали. Вода у нас есть. 28, если что, перегнать можно без проблем. 4 спиртика. Опять же, сахар. Опять же, нужен сахар. С друговиком справимся. На пистолет еще пару запчастей нужно. Либо топорик бахнуть. Завершить день. Так, смотрите, можем закрыть порт. 87% и все, и туда больше возвращаться не будем. В принципе, это, наверное, правильный поступок. Не хочу брать печальных товарищей, но, к сожалению, в 10 слотов не поместится все, там как раз на 12 слотов. Спи, охраняй, добывай. Ничего не берем. Такой номинальный забег, просто номинальный. собираем, уходим. Все четко. Ну да, еще, видите, два слота осталось. Торговать ли стер особо? Ну то есть все равно за этим пришлось бы возвращаться. Ну то есть почти полная охотка. Оставляет, что ли? Все, сейчас сходили, закрыли вопрос. Порубили там все топором. Все нормально. Что я наделал без провизия, который забрал одни точно погибли? Да вы что? Мы принесли что-то интересное в депрессии. Да что ты переживаешь-то, друг? Вы охренели, что ли? Ты в порт ходил, там даже людей не было. А, нет, там были люди. Блин. О, еду бы зато притащили. Давай-ка сюда. Блин, депрессует, а? Собираем хавчик. Удобрение еще закидываем для того, чтобы новый хавчик получить. Еды валом просто вот так вот еды. консервы пока на всякий случай оставлю. Опечалена, голодна. Просто сейчас приносил награвленное. Понял. Женщины на нашей улице очень старались выглядеть красивыми. Невзирая на ужасные условия, они всегда были чистыми и носили свои лучшие платья. Мы так старались, но все было напрасно. Только у детей еще брежет лучик надежды. Вы знаете, что сделал мой мальчик? У него жена и сын. Так, устал голоден. Надо хавку приготовить. Закинуть в топ кович, наверное. 17 градусов маловато. Овощей не хватает. Делаем ту порцию на случай, если будет грабеж, я буду готов. Так, молодец. Грядку построить. Да у меня пока не на что строить. Что ты капсом-то пишешь? Олд слэш. Чтобы строить, нужно вот эти вот штучки. Смотри, вот такие вот компоненты называются. У меня один компонент. Какая, черт, грядка? Кто-то за дверью. Открываете ополчине. Это того товарища типа можно сдать. Устал, голоден. Иди сюда. Ешь. Иди отдыхай. А, нет, это опечалено. Поиграй. Поиграй, говорю, не ешь больше. Голоден, депрессия, устал. У Пабло, конечно, проблемы. Ну, смотрите, ситуация какая. Помните сосед? 18 табака, консервы. Несколько дней назад в этом районе из контейнера гуманитарной помощи были украдены припасы. Эти припасы имеют высочайшую ценность для нас. За поимку ворона назначена награда. Нам сообщили, что один из ваших соседей ошивался около контейнера. И у нас есть основания полагать, что это был он. А мы знаем, что это был он, потому что мы вместе с ним на дело ходили. Вы можете подтвердить наше подозрение? Дадут 3 тушенки? Плевать. 18 сигарет, мега дорогие. Очень ценная штука. Очень ценно. Блин, 18 топовых сигарет. Но, если я его сдам... А, смотрите. Тут мой пароль написан. Ну, король. Прям, прям есть. Да, но если я его сдам, я поймаю депрессники. А у меня уже один товарищ... 6 кофей. Нет, нет, нет. Я ничего не знаю. Мы можем освежить вашу память. Что? Нет. Как скажете, до свидания. Освежит он. Хотелось сразу сказать, как бы сказал Ильдар. Ледокол. Он бы сказал, цитирую. Анус себе освежи, пес. Вот. Но это не я сказал. Это... Просто ледоколу приют. Смешная шутка, да. И идем... Отдыхать. О, Катя уже пришла в себя. Молодец. Да, ледокол пикстен. Да. А что ты переживаешь-то? Мы бы никогда не обманули доверие соседа. Мы вместе в этом аду и должны помогать друг другу. Отлично. Все. Мы сняли депрессию. Он теперь просто опечален. Иди отдыхай. Да, из депрессника зато вышли. Прекрасно. Все. Шикарно. Медикаменты есть. Противоречек есть. Травушка тоже хорошо. Хавчик есть. Все прекрасно. Только не хватает компонентов для того, чтобы развиваться. А есть вещи на продажу. Четыре спирта. Может быть сбегать, торговать и купить сахарку. Катюша что говорит? Никогда бы не стали стучать солдатам. Солидарность между соседями очень важна. Ой, молодец. Умничка. Кофеманочка. Все. Тут осталось. Господи. Только печаль одну снять. Ну и пара усталости сейчас уйдет. Хавчик есть. Люди голодные вроде как. Вроде как ключевое. Тут нет голодных вообще людей. Все уже успели поесть. Просто я чувствую, что в следующую ночь придет торговец. А если он придет, у меня не будет достаточного количества товара на обмен. Хотя есть медикаменты на самом деле. Но мне нужен спирт. Спирт. Дистиллятор. Зря что ли покупал. Поэтому нужно где-то надыбать сахарку. Проще всего наторговать, конечно же. Наторговать. На рыночную площадь пойдет. Да. И, наверное, лучше не брать с собой Пабло. Пусть он лучше в печали сидит дома. Сейчас встанет. Пойдет на гитарки поиграть. Летели, тролливали. Адама пойдет, возьмет 4 бутылки спирта и на площадь. На такое количество спирта не хватит инвентаря. Будет несколько ходок. Лучше сначала снытокать где-то. Выноси следующую локу и действуй последовательно. Так в том-то и дело, что торговец, он ситуативен. И лучше к его приходу мне быть готовым максимально. Чтобы я мог у него скупить весь сахар, всю воду, все компоненты, все дрова. А на это нужно бутылок 6-7. У меня их всего 4. А я чувствую, что торговец скоро придет. Ходки, их никто не отменял. То есть, ходочки отлично. Но торговец, это как 3 ходки. То есть, он приносит в инвентаре столько, сколько ты за 2-3 ходки сделаешь. То есть, вспомните, компонентов мы штук 20. Это 5 этих бревен там навалено на полный инвентаря. Закупались там массово. Это все гораздо рациональнее получается. Так, печаль у нас есть, но мы пойдем на гитарки играть. Поэтому я боюсь пропустить следующего торговца. В принципе, у меня есть какая-то замена алкоголю. Там можно медикаменты продать. Но я не знаю, что будет дальше. Мне не хотелось бы ценные медикаменты продавать. А стоит и перегоночный самогон, и дистиллят. Это, в общем... Ой, он что, лучше стал играть, что ли? У меня так же. Все, и повер вернулся. Завершить день. Все, порт 100%. Закрыли эту часть. Ну, что у нас в церкви? Лопата и ножовка. В принципе, можем туда зайти. Там и поторговать можно, и повыносить можно. Мне, по сути, торговать только сахар нужен. Поэтому можно совместить торговлю с приятной и полезной. Поэтому мы посылаем добытчика. Опечален спид, ты охраняй. Берем ножовочку одну. Берем парочку бутылок. Не, лучше взять, на самом деле, с запасом. Все равно один слот занимает, как черта разница. Не, ну так ты можешь продать, и... Не, не жмоться, Михаил. Бери, бери все. Не жмоться в плане этого, в плане слота. Все. Лопата еще, говорят, нужна. Лопата слот займет. Не, кажется, я лопатой пришла все разгреб. Не думаю, что мне нужна лопата. Поехали. Итак. У меня тут схрончик еще на старте был, но что-то его нет. И вот в эту часть бы еще пробраться как-то, но... Торгуем, в общем. Есть. Восемь сахара. Компоненты оружия обязательно. Под пистолеты, под... Три алкоголя вынужден отдавать. Книги вроде как еще нужны были. Парочку книг беру. И забиваю, наверное, материалами. Овощи там были? Ой, овощи, точно. Ну, овощи-то не хватает уже. Мне кажется, трех не хватало для топорика или для пистолета. Но... Но мы сможем вот так вот сделать. Да, сможем хорошо вместо книги одной берем запчасть. Договорились. Так, окей. Теперь надо собрать все, что плохо лежит. Туда меня не пустят. Здесь ножовку нельзя ее взять. Кажется, ножовочка... Вот здесь у меня много еще оставалось. А, подождите, я что-то с хрона организовывал, кажется. Я оставил довольно приличное количество... Блин, а ножовку я зря взял опять. Да, наверху вроде был схрон, который... Я не вынес полностью. Помните? Там, кажется, деталей много. Да-да-да-да, вот что нужно. Хорошо, и поторговал, и полутаю. Молодец. Хорошо. Хрена с два. Ни хрена тут не осталось практически. Это все, что есть, да? Фигово, Михаил. Внизу, может быть, что-то осталось. Надо напоследок проверить в этой части. Вообще, стопором сюда надо было. Еще прийти. Проверяем, проверяем, проверяем. Ножовка, ну это чисто шорткат. Тратить ножовку здесь, это извините, это глупо. Как быть? Давайте попробуем сюда зайти. Сидит мужик, там дальше еда. Дальше мне не пройти просто. И не уходят. И закрывая дверь. Блин, да тупырь. Стоит у двери. Я прошел туда, конечно. О, зашел. Смотрим внимательно. Понизу еще один. Кажется, я палюсь. А, тихо, 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 тихо. Беги! Получил дед по голове. Все, кажись. А что я тогда переживаю? Поехали туда. Поехали туда. Этого обвели. Там 70% плута говорят. У нас же очень как раз. Ё-моё! О-о-о-о-о! Твои, ё! А-а-а-а! Твои! 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 Зачем тебе проблемы с депрессией? А зависит от количества вещей, которые я могу взять. Отхватишь тонны стресса. Я понял. Ну, главное, я пока, типа, возьму обычные вещи. Зовут на помощь. А я все равно взял. Я все равно взял. Ой, дурак! Ой, дурак! Ой, дурак! Ой, дурак! Ой, дурак! Режим к выходам. Но вы видели, сколько там лута! Капец, я бы утащил оттуда столько медицины, столько всего. О-о-о-о! Сейчас накатит депрессия. Сегодня у меня очень хороший лов. Смотрите, что я принесла, говорит Катюха. На нас напали. Нас дробаш, каска, все есть! Мы потратили два патрона. Кто-то нас пытался ограбить. Должно быть, были более испуганы. К счастью, все вооружены. Никто ничего не удалось унести. Прекрасно! Смотрите, что тут просто! Сахарочек сейчас! Опа! Опа! Так, Павло выглядит так, что не спал всю ночь. Опечален немножко. Ничего, опечален. Голодин, устал. Мысли меня преследуют. Ничего, нормально, все. Так, начинаем с производства алкоголя. Алкоголь. Парочка нужна, да? Раз. Консервы давай, чтобы не тратить время брунам. Иди, отдыхай, раз. Консервы. Две бутылки делаем. Водичка, кстати, заканчивается. Господи, сейчас торговец придет, ему такого... О, пять, пять бинтов! Пять, пять бинтов! Так, тут бахнул, да? Готово. Фильтр есть? Фильтра нет. Фильтр еще дальше пригодится. Ловушка все еще... Голоден. Ты тоже давай захавай. Надо еще раз топить. 17 градусов. Блин, а в церкви реально там... Слушайте, а я могу... А, я зря пришел. Надо... Они же меня запомнили. Я торговать в нормальной церкви не смогу теперь больше. Можно, конечно, другим приходить. Нам чисто сахар нужен будет, например. Устал. Ну, посиди, отдохни. Все, ногах правды нет. Итак, у нас огромное количество медицины. Запас табака приличный на... Месяц. Кто-то идет? Нет, я просто ждал. Хавчика с запасом. Медикаментов с запасом. Хороший хавчик, причем, есть еще. Надо сейчас сделать пистолет, скорее всего. Чтобы лучше обороняться. Можно скрафтить патроны, но я не знаю, как это делается. Сахарок мы... Угу. Через два часа у нас самогон будет. Устал сидит. Опечаленно устала ничего. Опечаленно устала ничего страшного. После того, как она придет в себя, пойдет играть на гитаре. Надо послушать, конечно, новости еще будет. И вдруг там что-то ценное. Верста капнут. Есть! Кто это? Это не торговец. А, это тот. Поговорить с вами. Я понял тебя. Пес. Ладно, пойдем поговорим. Грейтсенкан нужен для крафта патронов. У меня пока патронов хватает, на самом деле. То есть нет такой острой необходимости. У меня не осталось дома. Пустите пожить. Четвертый персонаж. Марко. Слушайте, Марко, кажется, по пятнашке тащит. Извините, что беспокою вас. Забавно поворачивается жизнь. Я пожарный. Всю жизнь спасаю людей. Он тащит лут. Отлично. Теперь мне самому нужно спасаться. Моя семья уехала из города. Я хотел отправиться к ним, но город окружен. Разрешите остаться? Марко топ, пятнашка. Ну, есть еще семнашка, но не топ. Но, смотрите. Каждый новый член нашей команды, это новый рот. Извините за прямоту. Рот, нос и другие отверстия. Соответственно, нам нужно, прежде чем брать человека, быть уверенным в том, что у нас хватает. Нам нужно сделать третью кровать. Для начала. Нам нужно убедиться в том, что еды хватает. Но еды вроде хватает. Ресурсы вроде есть. Давай, оставайся. Еееей. Марко! Великоле. Легко ранен он. Бинты. Опытный добытчик он. Биография. Я думал, что уже прошел через ад. Я пожарный. Я вхожу в пылающие здания. Спасаю жизни людям. Спасал жизни столько раз, что я уже потерял счет. Но в то время вокруг меня были люди, объединившиеся против общего врага огня. А сейчас бывший сосед может убить вас лишь потому, что ваши бабушки и дедушки говорили на другом языке. Это настоящий ад, спустившийся на землю. Вот он должен ходить с топором, с уломиком, с лопаткой и лутать, и лутать, и лутать. Мы бахаем Марко еще одну кровать. Если мне хватит. Мне не хватит. У меня есть почастей на кровать. Усталость. Надо... Не знаю. Кровати точно не хватает. Все. Значит, идешь, отдыхаешь. Пришел в себя, печален. Да, на кровать не хватает. Совсем немножко. Пять деталей. Выгони Пабло. Не, Пабло хорошо, только тоже быстро бегает. Но они, кстати, очень похожи в этом плане. Пабло, с ней нет проблем. Ну, дизмораль, я думаю, будет, не? Так, у нас сделался спиртик. Надо прогнать его. Пошел опять играть. Один лутает, один охраняет, двое спят, две кровати хватает, если не депрессует. Ну... Так, нужно фильтр избахнуть еще. Встала подруга, да? Я печален. Давай-ка, ты не умеешь играть нормально. Иди-ка сюда. А ты иди нормально играй. Сделал лучше нам фильтр. Хрен, сдувать деталей вообще нет. Очистить спиртики я не могу. Устал. Спи Бруно тогда. Она прям жжет. Гоу, Пабло, с дробовиком на строю площадку. Радио проверь. Скилл пожарника на гитаре тоже можно проверить, да? Голод и болезни, смертность и зацести еды. Сигареты и табак снова появились. Как это именно произошло, остается загадкой. Короче, спрос на сигареты уже упал. Можно попробовать их скупить, загадя. Погода становится значительно холоднее. Снегопад. Печален. Иди посидим. Что нам нужно? Нам нужно сейчас взять 15-ти слотового упыря. Запастись. Дать ему, наверное, лопату. И пойти в какую-нибудь новую локацию. Дать ему, возможно, топорик. Чтобы он там напоследок его укокошил, но что-нибудь порубил. Дать ему ножовку. Потому что с высокой вероятностью будут места, которые нужно будет вскрыть. Ломик. И все. И пусть он там расчищает. Перемещает. И... Все. Катюх все еще опечален. Зима близко. Пара... Пара бутылок спирта есть. Если что, в принципе, можно там загнать медикаменты так временно. Пистолет собрать, да. А, кстати, почему бы и нет? Что-то я торможу. Действительно, пистолет-то, кроме самого пистолета, и этого не требует ничего. Все пистоль делаем. Отбиваться лучше. И дверь на сигналку. Тогда мы можем спать. Одного, кстати, охранять. Вот была бы третья кровать, и все бы спали просто. И усталость не накапливалась. Топор вместо пистолета? Да пока нет. Я думаю, что... Его там на два-три удара хватит. Мне особо... И пистолет как-то понадежнее будет. В этом плане, что это защита. Ну все, люди сытые. Тут бинт наложен. Марка отдохнул. Приходит в себя. Бруно уставший, но он... Наверное, надо Бруно оставлять спать. Завершение. Да, 15. 15. С ранением идет добывать. Усталости нет. Ты спи в кровати. Ты тоже спи в кровати. Ты охраняй. Куда пойдет Марка? Церковь депрессовать не хочется совсем. Стройплощадка опасна. Пожилой семье и их сыну. Так, у меня кажется, есть запись по отцу и сыну. Там лопата нужна. Школа осталась только чисто, если мы крадем у бомжей. Церковь. Я бы взял паузу. Туда не ходил. Там слишком много всего. Это тоже депрессуха. Центральная площадь и гостишка. Может быть. Гостиница вообще огромная. Но... Там воровать. Только воровать. Уже. Я там большую часть уже вещей, кажется, вынес из гостиницы. Да? Отмычка, ножовка, торговля. Две отмычки, одна ножовка. Давайте туда пойдем с... Отмычкой, ножовкой. У меня это есть. Заодно освежим в памяти. Ножовка. Отмычка. Ломик возьму. Пятнадцать слотов. Может, дом с привидениями, если ножи вклесть? А что в доме с привидениями? А-а-а! Там очень мало всего осталось, как видишь. Можно там убить топор и вынести все оставшееся. Мне вот эта идея нравится. Дом с привидениями, дом 2. Ножовка нужна только. Ножовка. Топор. Убьем там просто топор. Брать ли лопату или нет? Там вроде нечего копать. Ну, даже если есть что копать, я думаю, руками справились. Топор, ножовка. На всякий случай ломик. На всякий случай. Поехали. Зачем отмычка, если есть ломик? Ну, ломик он громкий очень. Так. Да. Здесь мы не все пособирали. Где-то там что-то складировал. Где-то что-то было закрыто. Начнем с верхних этажей. Будем двигаться вниз. Вот, можно разобрать сразу же. На-ка. Надо слот в любом случае топора освобождать. Топор в свое отслужил. Все. О-о-о-о. Все можно уносить уже. Что, блин? Это не последняя ходка сюда явно. Дорогая Субира. Именно тогда, когда мне удалось добраться до этой, казалось бы, безопасной страны, в ней тоже началась война. Но не бойся, у меня все хорошо. Пишу тебе эту записку в ожидании человека, который выведет меня отсюда на катере. О, это тот самый контрабандист. Потом обращусь за политическим убежищем. Как только его получу, привезу тебя сюда. Мы с ним будем вместе. Держись и молись за меня. Так может, он умудрился ливнуть? Ну, тогда вряд ли. Это вряд ли. Потому что, а что же он такую записку-то оставил? О-о-о, мое уважение. Ну, тут хавчик берем точно. Патроны бы тоже взять, потому что они такой расходник. Правда, один всего патрон. Надо все вынести, вскладировать. Ну, и здесь будет еще одна ходка в любом случае, поэтому я сейчас выкину здесь. А как выбросить? А, вот так все. Э-э-э-э-э-э! Все выбросил. А, он сказал, вернулся бы, значит, разводняк. Да. Да, не стоит доверять этому упырю. Оставшуюся записку, случайно, не валяется, не болтается на проводах. Да, там действительно был труп какого-то мужчины в порту. Складируем тут вещи. Топорик бы сделалось, конечно, еще один. Пока выкидываем. Ой, нет, я говорю, пока выкидываем. Не в ту сторону, я привык лутать. А тут в обратную сторону нужно. Так, а внизу решетка, да, была вроде как одна. Тут еще есть кучка. Да, прилично. Еще патроны. Сюда еще надо разокходку будет сделать. Просто вот абсолютно нулевым. 15 слотов и все забить. Потому что мы увидим, что здесь творится. Ножовочку в расход. В следующий раз ориентировочно я сюда же пойду марк. Только без ножовки уже. Без лома. Буду два захода утаскивать всем. Ножовка минус. Время есть, я успею. О-о-о-о. Вот, пожалуйста. Возвращаемся, сбагриваем. Мне, кстати, скорее всего в эту ходку надо будет унести компоненты. Слишком уж их мало у меня. Сюда еще с целым топором можно прийти. Да, но проблема в том, что я сделал пистолет, а запчастей у меня нет. Сходить парой человек не хочешь? Очень хочу. Но так нельзя делать. Можно было здесь ломик оставить. Не уверен, что он здесь пригодится. Да, пока оставлю. Кнопка взять все не работает. Работает. Я просто привык лутать. Так возникает ощущение, что ты очень много всего набрал. Потому что, ну, столько кликал. Взять все. Еще внизу что-то есть. Похоже на медикаменты вообще. Да, ценные медикаменты. Ой, три штуки. Шикарно. Видите, опять кликаем. Не могу удержаться. И здесь еще. Это последний. Запчасти для оружия. К сожалению, не помещается. Надо сделать еще одну ходку. Но я успею. Я успею. Друзья, успею, успею, успею. Только половина времени прошло. Обязательно сюда вернутся Марка. Возможно, даже дважды. Чтобы прям все утащить. Потому что ценных вещей крайне много. Поэтому я выкидываю. И бегу снова туда. Там справа танк. Можно разобрать топориком. Ну что, на этом здесь вообще ничего уже не осталось. Единственное, что можно... Может, как-то на крыше вообще можно забраться по этой трубе. Ну а вдруг? Вдруг он акробат. Нельзя. Угоняй танк. Да, тема. Все, сейчас выбираем, что нам унести в этот заход. Я начну, наверное, с самого ценного. С компонентов и медицины. Тут очень много всего. Так, сначала оставляем все, что... Да, давай, поехали. Давай вот так вот. На обогрев возьмем почти полный стак. Патроны пригодятся для защиты. Медицина ценная. Вот это мега ценная штука. Овощи очень нужны. И последний слот остался, да? Водичка вряд ли. Патроны это для крафта. Давай брусков возьмем. Все. Убежали. Стак компонентов не полный. Да мне все равно нужно все затаскивать. Возвращаемся. У нас есть каска. 20-й день. Дробовик. Пистолет. Три человека уже дома. Посмотрим, как здесь... Как здесь дела у нас. Павло выглядит так, чтобы... Как будто не спал всю ночь. Что-то его терзает. Голодин устал. Голодин устал. Голодин устал. Голодин опечален. Так, ну я думаю, что нужно готовить. Надо готовить. Обязательно. Причем хорошие жирные порции. Поехали. Пока я иди, поиграй на гитаре. Ты сразу ложишься, потому что ты пойдешь следующим. Здесь фильтра нет. Но фильтра надо бахать. Вообще можем сделать. Мы же принесли много деталей. Я хотел верстак, возможно, прогрейдить. На него не хватает десятку деталей. Легко вообще соберем. Единственное, что нужно еще миксер. И кажется, нет запчастей там. А что по воде? Подожди, что нам нужно? Воды мало. Но воду надо заряжать. Делаем пару фильтров. Блюда там прям штампуются, штампуются, штампуются. Молодцы. Если придет торговец, мне нечего ему предложить, кроме медикаментов. И пары порции этих. Ой, 6 градусов. Что-то я не обратил внимания. Зажигаем. Зажигаем, зажигаем. Такая халява. Кто-то за дверью. Кто? Торговец. Давай быстро вымениваем у него сахар. Делаем спирт. Прекращай играть. Так, сахар есть? Есть. 7 сахара берем. Сразу же. У нас есть очищенный, более дорогой алкоголь. Есть же. Нет? Нет. Только обычный. Блин. Табак сейчас... Не очень в хорошей цене. Я не хочу обычный спирт продавать. Потому что я сделаю больше. Сейчас я загоню лучше. Ладно, давай продадим. Не знаю. Табак качественный. Не очень дорогой. Нет. Лучше дожидаться, когда он будет подороже. Медикаменты сразу. Медикаменты. Что еще? Компонентами набиваем, наверное. Хотя они есть у меня. Надо все разумно сделать. Бруски. Вообще очень дорогие. Дорогая медицина. Даже не помещается ничего. Может что-то подороже. Давай овощи возьмем. 12 таблет. А, да. 12 таблет. Давайте. Они очень дорогие. Вообще сразу меняются. Капец. Так. Поменялись. Так. Дальше мы сразу. Бруно. Бруно. Какой устал. Давай. Делай самогон. Две бутылки. И сразу очищаем имеющийся самогон. Ты иди делай воду. Ты устал, голоден. Хорошо. Ставим фильтр раз. Самогон поставлен. Очищаем имеющийся. Делаем из... Наверное, брусков. Ты иди пока поиграй. Делай еще. Водичку. После этого хаваешь. И отдыхаешь. Больше с тебя ничего не надо. Так. Тут фильтр нужен. Блин. Ладно. Иди делай фильтр. Быстро. Потом хавать. Могон не успеет очистить. Делаем две бутылки. Тут хаваем. Делаем. Так. Пришел в себя. Идешь есть. Ты идешь спать. Ты идешь есть. Тут мы спиртик очищаем. Вроде быстро он очищает. Марка норм. Пока поиграй. Поели. Что не доделал-то, Вась? Я мискликнул опять. Блин. Марка, не трогай никогда больше гитару. Все, Катя, иди играй. А, тут сразу две бутылки спирта готовы. Я понял. То есть мы успеем очистить еще вот те, которые две приготовятся. Но. Давай, ты. Иди сюда. Мы сделаем здесь еще один фильтр. Два. Да. Отдыхаешь и печален. Марка. Спирт готов. Не успею отдохнуть, видимо. Бруно. Температура 13 градусов. Да. Может это по... Улучшить. Еще два спирта делаем. Давайте посмотрим, что нужно, чтобы печку апгрейдить. Что, судя по всему, мне из-за этих холодов... А, один терморегулятор нужен всего лишь. Да ладно. Это я могу. Надо не забыть поторговать перед уходом. Термоделаем за час. Тут спирт очищаем. После этого тобой все-таки идем, пытаемся отдыхать. Хотя времени осталось до неприличия мало. Водичка успела сделать. Тут столько процессов параллельно происходит. Классно. Замерзаешь. Да я понял. Кто-то за дверью. Да подождите, я знаю, кто за дверью. Хавчик ждет. Это опечалено. Этот в норме. Опечалено устало, но приходит в себя. Ты идешь улучшать. Так. Забери еще спирт. Блин, не успеем. Реально холодно. Температуру не держим. За один час. Так. Ты идешь торговать. Можно и медицину. Надо сейчас все скупить у него, что только есть. Все материалы. Все. Короче, все. Покупаем. За два спирта уже такой набор. Ай, не получается. Ну хорошо. Это раз. Еще. Очищенный, высококачественный алкоголь продаем. Набираем бревен. Договорились. И еще. Почему-то я не весь спирт сделал как надо. Ну, в смысле, не весь спирт очистил. Собираем. Книги тоже. Расходники нужны. Наверное, я не буду брать этот. Что мне еще бы пригодилось? Кофе можно взять. Такой дорогой. Продолжаем торговать. Думаем. Я, наверное, медицину чуть-чуть продам. Возьму по мелочи кофе. Что по еде у нас? Мало еды. Берем еду всю. Табак лесом. Патроны. Расходные. Самокруточек еще. Нормально. Может быть, даже еще стоит продать одну таблеточку. Отмычки вроде есть. Табака. Прилично. Еда есть. Консервы, думайте. Консервы нерациональны. Мне обычная еда нужна. Мне вторая эта нужна. Крысоловка. Тогда я смогу нормально бахть еду. Что можно тогда и консервы туда сбагривать, и удобрения сбагривать. Нужна вторая крысоловка. Пошло беременность. Давайте посмотрим, насколько мы... Не-не-не, тут нерационально. Очень дорогая тушенка. Табак. Оставь. Вдруг нужно будет срочно. Давайте так. Все. Больше не будем. Честно, 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 честно. Так, давайте посмотрим, что у нас. Ты опечален, играй. Ты опечален, иди посмотри, что можно сделать на последние моменты. Я хочу сделать верстак. Для этого нужно сделать миксер. В принципе, просто, да? Или вторую ловушку для этого. 0,6 градусов. Ё-моё. Все, закинули. Обогрев сейчас улучшенный будет. Блин, не успеваю. Проверим, может, здесь что сделать. Топорик. Топорик давай сделаем. Не успею. Я бы взял сейчас топорик, еще в ту локацию вернулся, порубил. Ладно, мне в любом случае, да, две ходки еще нужно делать. Плюс 18 уже нормально, ребята. Все, живем. Ой, я снова возвращаюсь в... Господи, это дом с привидениями, насколько я помню, да? Да. Дом с привидениями. Берем, естественно, марком, добытчик. Ты у нас спишь в кровати. Ты у нас спишь в кровати. Нет, спи в кровати. Ты охраняй. Топорика нет. Ничего не беру. Вообще ничего не беру. Просто иду туда, забираю, ухожу. Точно здесь ничего более... Повар спит без кровати. Ничего страшного, бывает. Ну нет кровати, что вы хотите. Все. Огород, морковку надо. Сейчас посмотрим. 21 день. Нормально, никто не нападал. Все ровненько. Температура 24 градуса. Еда есть. Что по воде? Воды не так много. Фильтр есть. Заряжаем сразу. Плохо спал Бруно, к сожалению. Заряжаем фильтр. Тут надо доделать топорик. Голоден, устал. Пока отдыхай. Пока отдыхай. Зарядил. Пока поешь. Окей. Поел? Посиди. О, еду. Поймали крысок. Ты тоже поешь. Так, закидываем туда еще удобрения. О, у нее депрессия прошла. Но она пусть играет, потому что есть люди опечаленные. Вот, поэтому норм. Плохо спал. Все, 24 градуса. Тепло. Шикарно. Гитарка играет. Какая-то уют. Консервы, медикаменты. Все есть. Мышеловку делает. Да нет. Такое. Кто-то за дверью. Карл из Порта. Да иди к черту. Я не буду с тобой. Ладно, поговорим. Это тот, который за 8. Я связался с друзьями на этой стороне. Обо всем договорился. Через пару дней мы выведем тебя безопасно. Не бесплатно. Предусто заплатить. Нет. Какой же ты неудачник. Разве всю жизнь. Так вот. Так, у нас есть топор. В принципе, можно... Блин, он плохо спал. Надо брону на кровать. На кровать по... По это самое. Дожидаемся, когда отпустят. Надо бы еще еду сделать за годя. Потому что у меня двое голодных людей. Давайте я сбахну еду. Потому что они проснутся и должно быть уже все готово. Отлично. Пару порций благодаря овощам. Температура держится хорошая. 24 градуса, как под кондеем. Верстак улучшать пока не могу. Но надо сейчас собрать детали. Да все равно не хватит. Что мы можем сделать? Здесь не надо ничего делать. В этом верстаке можно сделать третью кровать, например. Чтобы было меньше проблем с отдыхом. Она не такая дорогая, на самом деле. Грядка для трав еще не хватает. Да, давайте сделаем третью кровать. К сожалению, ее тут нормально нигде не поставить. Придется отправлять куда-нибудь сюда. Спирта еще мало мне. Если я буду сейчас ходить опять за этими... Ладно, подумаем. Как лучше. Так, тут пришли в себя. Голоден, сразу есть хавчик. Пришел в себя голоден, есть хавчик. Катя хорошо торгует, хорошо играет. Молодец. Деваха, конечно, отличная. Так, ты брось. Делать. За тебя доделают. Марка не голоден. У Павла убираем голод. Может, лучше дверь сначала сделать? Может быть, кстати. На дверь нужно 15 тысяч материалов. Так, отправляем тебя посидеть просто. Послушаем новости. А, он не устал, он просто плохо спал. Если я сделаю дверь, то я смогу тремя просто гарантированно отдыхать. Значительно холоднее погода у нас. Некоторые из наших слушателей сообщают о случаях насилия со стороны военных в отношении гражданских лиц. Представители военных опровергают эти сообщения. Из-за тяжелых потерь военные отступили на прежние позиции. Во! Можно в новые локации сходить. И возобновили стратегию по уклонению прямой конфронтации. Можно сходить в места, где военные орудия. Перемещение по городу снова стало возможным. Мы в любой момент можем уйти в локацию и полутать Бруно, но в принципе... Ой, не Бруно. Что-то я ерунду несу. Ну, в общем, вы поняли. Так, Марка пойдет у нас. Только вопрос куда? Куда и зачем, что самое главное. Компоненты нужны. Компоненты желательно сахар, опять же. Потому что мы с вами наторговали там. Наторговали, конечно, хорошо. Патроны есть, каски есть, дробаш есть. Не забывайте оставить ломик. Да, хорошо, надо ходочку еще туда сделать. То есть у меня еще топор, я могу там нарубить хорошенечко. И на обогрев взять. Обогрев сейчас очень актуален, потому что сейчас холода идет. Да, сейчас я возьму топор, возьму нашего Марку. И все, и пойду там рубить в доме все. Будет у нас обогрев. Будет у нас ломик, вернем. Дополнительный лут. Бруно курит. А что у нас по куриву? Самокрутки есть, хорошо еще. Кофе тоже на две недели хватит. Температура сохраняется. Мясо ловим. В принципе, мне все устраивает. Завершение день. Итак, добыча. Этот спит точно в кровати. У нас три кровати, но нельзя оставлять всех, пока я дверь не сделал сигнализаций. Катюха, учитывая то, что она без печали, пусть охраняет. Марка отправляется со свежим топориком. А я не выбрал локацию. А, локация с прежней. Фух. Я уж думал, приплыли, блин. Нет, смотрим, что можно порубить. Вообще, не вижу, что здесь можно рубить. Да вы что, серьезно? Шкаф вывок. А, вот. Первый. А на сколько топора, интересно, хватает? На три? Блин. Не густо. И тут нечего рубить. Вот, можно разрубить. Топорик уже наполовину сломался. Ну, здесь больше нечего рубить. Такой план был нормальный. А по факту оказалось, что... Все. Ну, ладно. Собираем. Делаем ходочку. Ломик возьмем просто на будущее. Бруски-то мне особо не нужны. Это вот на ловлю можно взять еды. Самокрутки, окей. Да, давай все собираем. В общем, что тут? Стак гильз. Так, получается. Еще одну ходку можно сделать. И все унесем с концами. Подвал не проверил? А, в самый низ не прошел. Действительно, там подвал вниз. Я схожу еще раз тогда с топором. Мне хватает. 22-й день. Возвращаемся домой. Надо дверь сигналкой сделать, чтобы спать всеми. Безопасно. Хорошо, что у меня есть книга. Отлично. Никто не нападал. Улов отличный. Мяса, правда, нет. Голод есть, правда. Голод есть. Пойдемте готовить. Странные у них топоры. У меня на даче топорику 5 лет и ничего. Да. Так, давайте, Марк сразу идет. Надо воды сделать. Так, не хочется еду переводить. И порцию пока только делаем. Отдыхай. Делаем фильтр. Компонентов капец, как мало. А мне точно вода нужна? Пригодилось бы. Нет, это можно потом сделать. Сахара нет. Все не так. Ты давно не спала? Ты чего? Устала? Что с биографией? Я собиралась покинуть родительский дом с пустыми руками, когда меня остановил знакомый и сказал, что у них сложная ситуация, с которой я могла бы помочь. Войны арестовали местную девушку по какому-то надуманному предлогу. Думаю, не нужно объяснять, зачем ее в действительности задержали. Жители собрали деньги на выкуп. Им нужен был человек, который доставил бы его. Понятно. Она же у нас охраняла, поэтому она устала. Ладно, надо ее вернуть. Ковар ест. Температура начинает падать. Тут еще поедим. Блин, эти вот походы, конечно, за фигней. Ну, а кем еще это делать, как не человеком с 15 слотами, правильно? Ко мне придут, а мне придется опять медициную торговать. Ну, хотя, мне базовые вещи-то особо... Это сахар, и все. Равно вылок. Вроде как ходку можно еще сделать, но, наверное, да, сейчас пойдем в новую логу. Тем более там открылось довольно большое количество. И вытаскивать. Нужна еда, нужен сахар. От новой локации. Так, подумай. Катюха останется. Марка пойдет. Марка сейчас придет в себя, и мы похаваем им. Вопрос, любая локация. Потому что там много новых, причем с военными. Что-то было заблочено. Надо выбрать с минимальной опасностью на те, которые были заблочены, куда я не ходил еще. И, скорее всего, пускать сразу человека с лопатой. С лопатой, с ломиком. Дровишек подкинь. Да, вроде как у нас тут есть проблемы. Ну, зато, видите, дров на дыбл. Пойдемте, послушаем радио. Ой, как говорит, очень не хватало таких стримов. Игра такая, знаете, сразу поток-то и уходишь. У тебя масса процессов параллельно. И все, и понеслась. Из-за тяжелых потерь военные отступили. Это старая инфа. Насилие со стороны военных. Погода мне нужна. Значительно холоднее еще. Ну, это старая информация. Нормально, выживем. Так, отдохнул. Поешь. Катюха будет сегодня без пайка. Говорят, можно раз в два дня кормить. Надо проверить эту гипотезу. Мы тогда можем значительно сэкономить поеде. Ну, все. Завершаем день. Итак, у нас огромное количество локаций. Аэропорт. Опасность. Разрушенную виллу. А что было за... Кажется, дом двух семей был заблочен. Это тоже опасность. Стройплощадка. Опасность. Гостиница. Армейский блокпост. Опасность. Старый город есть. Огромное количество еды и материала. Давайте сюда. Старый городок представлял собой плавильный котел культур. С ярко выраженной смесью архитектурных стилей, а также множеством отличных грознийских и вайсеньских ресторанов и пабов. Военные позиции в окружающих горах делают это место очень опасным. Но если мы рискнем, возможно, мы найдем там продовольствие. Не написано опасность. Возможно, из-за того, что военные отступили или там как-то... Ну, короче, я пойду туда. Беру марка. ТСП. ТСП. Ты охрани. Еда, материалы, оружие, запчасти. Так, в блокпосте очень дорого бухло меняется. Блокпост. А, армейский блокпост. Я понял. Поехали в старый город. Итак, я бы взял с собой лопату, потому что первое прохождение ломик и хватит. Старый город. Кажется, кто-то укрепил этот дом, но выглядит он пустым. Пахивает западник, конечно. Здесь у нас на старте есть схрон. Давайте зайдем, посмотрим, что внутри. Пока никого не видим. Смотрим дальше. Никого не видим. Кто-то есть там. Уже идет. Крыска. Окей. Просто крыса. Так, решетка. Так, подождите. Это называется у нас старый город. Я сразу его запишу. Старый город. Тут ножовка. Нужно... Да, дальше там еще. Посмотрим. Туда, кажется, можно пройти. Очень много всего собираем. Побежал, сразу скидываю это все. Скидываем, 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 скидываем. Ой, тут что-то можно прочитать. Укрепленные двери, свежие следы указывают на то, что здесь жили какие-то люди, прежде чем в дом попал снаряд. В дом попал снаряд. Не поддается. Шкаф вижу. Дверь заколочена. Никого здесь не вижу. Очень много всего. Ну, типа, еще можно спрятаться. Да хватит сидеть, расселся он. Так, ломик пригодится. Собираем все, что есть. Стараемся не терять время. Запчасти для оружия хорошо. Посмотрим, что дальше. Никого не вижу. Ломик прикладываюсь. Всех бужой, если здесь кто-то был, в общем. Отлично, открываем дверь. А это что такое? Неотправленное письмо. Дорогая мама, мы все сильно страдаем, но мне кажется, Роберт уже сломался. Его разум не выдерживает стресса. Он становится агрессивным. Сегодня он наорал на Татьяну лишь потому, что она выпила лишний стакан воды. Я боюсь, что война может изменить его еще больше. Я уже не уверен, могу ли ему доверять. Мы попытаемся бежать из города. Я уже сделал кое-какие приготовления с любовью, Надя. Короче, этот чувак может быть все еще здесь. Снайпер написал. Не хочу подходить. Тут пусто. Окей. Время, половина уже прошло. Ничего ценного. Так, собираем хорошо. К сожалению, не все можно утащить. Отсюда нам дверь сломать, попытаться. И скинуть сразу с лут. Потому что не помещается. Ну не помещается просто. Еще есть третий этаж и, может быть, даже крыша. Собираемся. Наверху какой-то звук. Может, не крыса даже это. Сбагриваем. Время еще есть. Марка, в отличие от того, у которого там 17, он еще довольно шустрый. О, сломанная штурмовая винтовка и два спирта. Хорошо. Это прям деньги надо сразу брать. Еще детали для оружия. Еще патроны. Дособираем. Вот здесь вот в последнем... В последней кучке там мелочевка оставалась. Скинем и пойдем наверх. Что-то там шумит. Настораживает. Время есть еще. Больше половины времени прошло. Я уже большую часть подлутал. Штурмовая винтовка. Это запчасти от оружия. Но нужно грейдануть верстак, чтобы получить, видимо. Что там, крыса или не крыса? Да, там крыса. Ну и решетка, собственно. Давайте на ту сторону попробуем пробежать. Ну, спускайся. А, туда не пробраться без ножовки? Давайте тогда ножовку возьмем. А, у меня нет ножовки. Обойти никак, да? Точно никак. Туда не добраться. Давайте здесь лопатой раскопаем. Еще пара лутецких. Но написано снайпер, но никто тут меня беспокоит. Баррикаду поставили. Быстро лутаем. Да. Так, все, хватит. Так, ножовка сюда нужна. Ой. Так, давайте возьмем с собой материалы для оружия обязательно. Спирт обязательно. Патроны обязательно. Винтовка зайдет очень хорошо. Это вот ценно. Патроны, гитару можно продать хорошо. Да. Ну, нет, это не нужно пока. Патроны не нужны. Набиваем, видимо, так. За танком же еще что-то было. Еще под снайпером предлагаешь? Я не хочу сейчас человека терять. Лопата, ломик. Можно оставить лопату, ломик. Еще взять два стака, но тогда мне в следующий раз придется сюда вернуться. Поехали. Хорошо, сбегали. Нужна только ножовка, чтобы в следующий раз, когда пойдем, возьмем ножовочку. 23 день. И винтовку. Но я винтовку крафтить не могу из-за того, что у меня верстак не тот. Смотрите на все эти вещи. А вот что новое? На нас напали. 4 патрона потратили. Все, нормально. Живы. Живы, здоровы. Марка идет сразу отдыхать. Температура 14 градусов. Катя голодна. Поднимаем температуру. Идем сразу так. Бруно устал, потому что... Ну, пока что его сюда. Ну и голод. Конечно же голод. Значительно холоднее. Новое сообщение. Военные по радио сообщили об уничтожении банды нелегальных перевозчиков, которые вывозили людей на катере. Это единственный способ выбраться отсюда для тех, кто нуждается в медицинской помощи. Мы могли быть там. Отступили. Оставляем музыку. Итак, что у нас есть? Чего у нас нет? Что нам нужно? Воды нет. Воды нет, спирт надо перегонять. А Бруно у нас спит. Не-не-не, Бруно, ты должен и спирт гнать. Извини. И еду делать. Без тебя тут никак вообще. Надо качественный спиртик делать. А сахара нет, да? Сахара есть, кстати. На одну бутылочку спирта, так ли, ждите, лишь хватит трех единиц сахара. Вот, пожалуйста. Давай, мути. Ты сделай фильтр, пожалуйста. Кажется, поедет на польский. Катя второй день не ест. Вот, кстати, Катю можно покормить сегодня. Остальных... Катюш, давай ты тушеночку просто сбахнешь и все. Хорошо, тут мы идем спирт переделать более качественным. Нам нужно еще фильтр для этого сейчас сделаем. Кефирчик. Ну, и хорош спойлерить. Ну, я не советую. Короче, нужно много фильтров сделать еще. И тогда мы с вами очень хорошо заживем. Еще парочку ждем. Все, Катюша пусть играет на гитаре. Может, воды? Да, но у меня фильтр один останется, я воду сделаю. Пошла музыка. Может, торговец может прийти уже. Надо было фиксировать, в какие дни он приходил, чтобы смотреть, вдруг где-то там есть зависимость по дням. Хотя бы диапазон знать. Курим сигареты. Два и три. Ну, можем уже вроде четыре... Восемь! Восемь бутылок чистейшего спирта за четыре часа. Один к двум, просто один к двум. Если есть базовые другие компоненты, то это, конечно, находка. Здесь сделали фильтр еще один, и, соответственно, бахаем водички. Есть остальными не буду. Устал, голоден. Ну, потому что буду питаться через день, реально. Сейчас Бруно, как только со спиртом покончит, пойдет отдыхать. О, уже отдохнул. Марка голоден, но, опять же, мы попридержим немножечко. Лучше к воякам сбегать с восьмой спиртяги. Да, надо проверить, за сколько они там готовы, и что... Там наверняка... Надо проверить. Вдруг реально у них коротится лучше. Спирт не закончил? Ой, Бруно, извините. Да, это косяк. Так, ну иди тут, посиди. В ногах, правда, и нет. Спирт наделал. Да-ра-да-ра-да. Лично не увидел. На танк можно поменять, и вдруг вояк. Сейчас очень холодно, конечно. Мыши долго ловятся, тоже минус. Базовой еды так впритык, но хватает. Хорошо бы хавчик затарить. Ну, главное, сахар еще. Вряд ли у вояк будет сахар. У них, скорее всего, патроны, винтовки, а запчасти для оружия всякие расходники. Когда сложно-то станет. Но вообще, в прошлый раз я был уже мертв. Неделю назад. Как бы, я стараюсь просто следить за тем, чтобы не было депрессии, все были сыты, все были обогреты, всего хватало, еды, воды, чтобы торговля все шла. Арминец переподписан три месяца. Спасибо большое за переподписку Арминец. Сейчас возьму еще бутылочку спирта и, наверное, бахну тут еще. Может, десятки догоним. Спиртика. Нам повезло, что здесь не холодно. Не повезло, это я тут работаю в поте лица над этой задачей. Там грейжный этот обогреватель стоит. Катюха вытаскивает всех, конечно. Катюха сейчас еще пойдет торговаться. О, Катюха. Так, забираем восемь единиц очищенного спирта. Сейчас бахнем сюда еще. Если хватит фильтра. Фильтра нет. Но я думаю, что надо сделать фильтр. Не могу. Да, очень нужны компоненты, друзья. Очень нужны компоненты. Без них никак. Так, Бруно надо послать девять бутылок спирта. Точнее, ну, восемь качественного и один такой. Эх, Миша, вот раньше икс-комчик, ленуар, амнезиев, фашечка. Как с кугом связался, так бродяг на перо. Да, подпольное производство и избыт контрафактных. Слушайте, я еще в фоллауте был убийцем детей и наркоторговцем. Так что, как бы, тут зависит от обстоятельств. составляем голодных. Настроение хорошее. Можно было покрутить самокруточки на самом деле, потому что табак-то я получил. О, лекарства из трав можно на спирту. Они тоже очень дорогие. Но спирт я сейчас к военному пойду. Давайте просто табак покрутим. 16 градусов холодновато. Давайте закинем перед ночью. Разрешаем. Сейчас мы Катюшу нашу родную пошлем в армейский блокпост. Там мы никогда не были. Те, кто стреляет днем, ночью торгуют друг с другом. У этих солдат много товаров на обмен. В особенности их интересует алкоголь, но нужно проявлять осторожность от них можно всего ожидать. И как после такого описания Катюху посылать? Голод, голод, голод. Катюша, Катюша, Катюша. Забиваем весь стак качественным алкоголем. Наверное, 4 стака вот так сделаем. Поехали. А, охранник не поставил не поставил, не поставил, что ли. Я у Васи чуть все спят, действительно. Голодин устал, давай охранять. У меня же двери до сих пор нет. Да, это косяк был по часу. Могли застать просто врасплох с атакой. Берем алкоголь. 8 литров. Я уже не помню, на чьей они стороним. Хорошие вещи на обмен. Хлам, мусор. С этим торговать можно. Еще ценного. Давайте поторгуем. Ох, у него можно винтовку просто. А, это дробовик. Еда берем точную. Запчасти для оружия, скорее всего. 4 алкоголя на 4 еды и 6. Больше не помещается. Воду бери зачем? Зачем? У военных рандом может и броник прокнуть. Понял. Баян его зовут. Так, давайте пока не будем. А, и убирайся сюда нельзя. Я понял. Все, 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 все. Больше так не дело. Извините. Больше, видимо, не с кем здесь торговать. чтобы за части не тратить на него. наверное, стоит. Тем более, она достаточно дешевая. Я не хочу весь алкоголь сбагривать. Что, придет торговец, мне базовые запчасти нужны будут. Ладно, взяли еду, взяли воду, взяли запчасти для оружия. Очень много запчастей. Очень пригодится для тех же самых блин, ножок. Договорились. Так, наверх можно подняться. Вроде как. Нет. Нельзя туда. Слишком рискованно. Не боя, но боя. Катя возвращается в убежище. Нам сейчас нужно кормить трех мужиков. 24-й день. Да, принесла. Молодец. Катюха устала. Сразу идет лечиться. Марка устала. Тоже идет. Окей. Сюда Бруно. Проверяем вещи. 12 градусов. Я мое. Закидываем. Материалов на розжиг нет, но можно сделать из брусков, которых я там прилично натаскал. еды нормальней. Воды тоже. Овощи надо будет купить торговцу, если он придет, конечно. Блин. голоден, 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 Сейчас должны есть все, кроме девочки, да? Можем чередовать. Что-то новое биоповаром. Да, действительно. Мой дом находится прямо за городом. Я езжу на работу на автобусе. Однажды я сидел в своем ресторане в погорении, не уделяя особого внимания телевизору, по которому показывались сцены ожесточенных боев, но внезапно я узнал место. Это был мой город. Моя подруга была там. С бьющимся сердцем я схватил свое пальто и бросился в сторону стрельбы. 11 градусов, капец. Подбрасываю еще в топ. Это жуть какая-то. Не напастись просто. Пошла температура вверх. 13-14 хватило. Кто-то за дверью. Кто? Торговец. Нет. Помогите. Нужна помощь. Вот псы, а? Мне бы кто помог. Делаем три порции. Пока хватит. Идем. Нужно больше топок. Не знаю, это агрейжный, с термостатом. Поговорим. Слава богу, что вы здесь. Кто ты такой? Можете помочь мне заколотить окна? Мы с дочерью живем неподалеку. Люди говорят о мародерах, которые грабят дома и насилуют женщин. Я запираю двери, но они могут пробраться через окна. Вы можете мне помочь заколотить их? Моего мужа забрали повстанцев в первый год войны, и он до сих пор не вернулся. Мы совсем одни. Пожалуйста, помогите. Да, я помогу. О, это был Бруно. Нет, это был не Бруно, слава богу. Бруно ешь. Вот хорошо, что у нас четверо, потому что иначе я бы просто, ну, кого мне посылать-то? Катюша тоже что-то рассказывает. Я рада, что мы решили помочь нашей соседке, поддерживать друг друга очень важно. Короче, тут должна быть другая тактика, я считаю. То есть, у тебя всегда должна быть легкая депрессия. То есть, вот это базовая, базовая штука. Потому что, то есть, что нужно делать? Идешь, кого-нибудь грабишь, обворовываешь, убиваешь. Все такие, хопа, приуныли. А потом, хопа, прибегает соседка, говорит, нам окна надо заколотить. И все такие радостные, мы такие хорошие. И все, баланс возвращается. Потому что сейчас у меня нет проблем с, нет никакой депрессии. Я вот получил этот бонус, типа, но это мне ничего не дает. Поэтому толку мало. Так, Бруно, все, готов. 16 градусов опять. Убил человека, помог соседа. Пойдем покрутим. Насилуешь. Да, 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 да. Сейчас пойдет. Так, Катя у нас голодает, получается, да? Е-мое, тут реально делать нечего. Играя на гитарке. Голодна спокойно. Спокойно? Спокойно. Может быть, это как раз бонус по морали. Слушайте. Спокойно. Наша соседка правильно сделала, что обратилась к нам за помощью. Мы можем сделать ее дом более безопасным. Ее бом. Все, Марка тоже готов. Чего нам не хватает? Я не хочу идти к военным. Мне нужна вода, сахар, самогон. Возможно, пойти в новую локу. Возможно, сходить Марка, еще разок дотащить. А, слушайте, я могу взять и сделать ножовок. Я же хотел сделать ножовок. Ёпарасите. И пойти прям по дикому. А, не, не могу взять. Нужны компоненты. Мне очень нужны компоненты. Давайте компоненты. Следующие. Их просто нет. А это база, фактически. Не совсем так, читай Бруно. Укреплять дом соседки не наша проблема. Пабло не должен был туда идти, говорит Козлина. 16 градусов. Блин, еще бы в топочку закинуть. Замерзим. Хавчик не будем. Там вернется товарищ, и он поест. Как же дверь? Да нет, у меня на двери. У меня компонентов не хватает. Добытчик пошел. Голодна. Спи. Охраняй. Нам нужны компоненты. Компоненты. Да их много везде. Это базовая вещь. Вопрос, как посылать, куда посылать маркам. Дом для двух семей еще. Еда, лекарства, запчасти. А это материалы, да, получается? Компоненты тут. Да, это материалы, скорее всего. Или нет? Как они называются? Группировка вооруженных бандитов. Полезная вещь. Крайне опасна. Катя Хубу в церковь отправила. А зачем? Минус мораль. Дом для двух семей. Давайте сюда пойдем. Дом 2. Нужна ножовка, которой, кстати, у меня нет. Я возьму, наверное, пару отмычек. Друбовик и каску. Не-не-не-не-не. Блин. Да там они, там их обкрадывают только. В аэропорт находил настройку тоже. Аэропорт опасность. Диспетчерская военная. Еда, материалы, лекарства, запчастей. Ладно, пойдем. Давайте сюда, в новую логу. Я возьму с собой на всякий случай лопату, на всякий случай ломик. Такой джентльменский набор. Поехали. Попробуем тут осмотреться. Осторожно, здесь могут быть солдаты. Не знаю, как туда добраться. Окей. Тут можно спуститься. Сюда можно пройти, да? Нет. Смотрю. Ничего, окей. Какой дом здоровенный. Пока берем. Готовимся там складировать все как-нибудь. Хорошо, что взял лопату, тут сразу завал расчищаем. Тут ломиком как раз приложимся. Ерунда какая. Пробуем отломать. Кажется, даже не ломаем, просто руками это делает. Это шорткатик у нас откроется, да? подлутываем. Подлутываем тут. Бесполезный хлам. Еда. Улучшенная еда. Тоже неплохо. И тут шорткат открываем. Возможно, сейчас стоит как раз чуть подняться и скинуть все, что есть. и с злотецком. Давай, 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 беги. Сразу здесь выкидываем. Стоп. У меня сломалось уже все. И лом и лопата, судя по всему. Нет. Я просто их выкинул. Но там, на самом деле, недолго осталось. Третье время уже прошло, я нихрена не нашел. Посматриваемся. Тут кто-то уже есть. Либо крыса, либо человек. Опять бруски никчемные. Ой. ГГ. Это человек был. Опять бруски, будь они неладны. Тут тупик. Я все потерял, даже семью. Это френдли, судя по всему. Поднимайся, поднимайся. Ну как не знаешь? Как не знаешь, слышишь? Он же здесь спускался, нет? А, он спрыгивал вниз. Я понял. Давай. Ладно, время не прошло. Там старик какой-то вообще. Еще наверх можно попробовать забраться. Один хлам, блин. Хорошо лопату взял. А то бы я тут вообще ни с чем ушел бы. И поверху надо будет пробегать. Времени осталось мало. Мне все грузят брусками. Это, конечно, вообще печально. Компонентов нет совсем. Просто бруски. Ну, это не серьезно. И время поджимает. Да лутай. Сюда еще можно пробраться. Так, алкоголь, гитара, да? Сюда можешь пробежать? Видели, что ничего нет? Давай вот этот вот последний завал прочистим. Как-то лопата сейчас уже в сенгуф. И надо назад бежать. Вот это вот соберем, последнюю штуку. Опять бруски. А потому что надо было читать описание просто. Я рискую, могу не успеть вернуться. Еще бруски. Ладно, последнюю штуку смотрю. А дальше аэропорт и возможно опасность. опять бруски. Да идите к черту, короче. Пришел. Обещали мне тут много еды, много оружия. Где это все? Так, за пару часов до окончания мы подходим к основному этому. Точно надо забирать еду. Овощи. Это можно было к самолету идти, просто у меня времени уже нет. Надо сюда второй раз видимо прийти. Хотя уже такое сомнительное мероприятие, потому что сейчас я без... Становится очень холодно. Блин. С них пошел. Твою же налево. Павло помог соседке заколотить и вернулся в целости. Восемь градусов. Фален подчеркиваний тем план поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Миша, привет. Ты же бобр. Для тебя бруски это еда и оружие. Минус. Надо закидывать еще в топочку. Голодина стала. Ложись. Надо хорошую еду приготовить сейчас несколько порций 11 градусов. На самом деле бруски сейчас очень хорошо заходят. Потому что я могу из них довольно шустренько крафтить. Как раз топить. Абдокереватели стакаются. Ну и что? И какая разница если у меня базовых материалов нет. Абдокереватели стакаются. Я рад за них. Очень интересно. На Т-3 печку. В смысле? Там только Т-2 доступен. Так. По голоду. Я, наверное, не буду. Я только да очень голоден буду кормить тогда. Потому что я не знаю какой фазы голода люди. Бруски сильно тяжелые. Лучше покупать торговцы, что приходят. Так это понятно. Но если... И торговец пришел. Если у меня из этого места я не могу ничего кроме брусков. Ты выбираешь либо бруски выносишь, либо пустым уходишь. Ну зачем? Все, идем меняться. У меня еще теряя алкоголя. Сейчас материалы базовых наменяем. И сахаром. Надо было бросить, не доделывать. Могу не успеть делать алкоголь. А, можно почистить снег, что ли, здесь? Что, серьезно? Снеговик? Что? Итак, в первую очередь это сахар. И компоненты. Прям много-много-много-много-мням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Далее спирт. Не хватает его уже. Нам надо бахнуть сейчас обычный. Сломаны гитары, две штуки. Да, да, сейчас, сейчас сделаем. Да, гитары хорошо идут. Так. Так, договорились. Снег. Можем растопить его в воду. Вопрос только во времени. Но точно не ты будешь этим заниматься. Ты делай. Собираем снег. Дальше. Бруно, пожалуйста. Идешь, бахаешь алкоголь. Ой, тут ночью нужно заменить эту штуку. Слушайте, а может мне тогда... 12 градусов. Может мне этих поднять? Сейчас хавчик сделаем. Блин, времени мало. Но все равно я сначала сделаю так. Потом бахаю алкоголь. Насколько хватает на две бутылки. Павла голоден. Давай снеговика. Алипик. Алкоголь скором. И очищаем две бутылки. Должно успеть. Ага. Фильтр нужен. Блин, должны успеть. Сколько там нужно фильтров? Четыре. Как раз базовым материалом. Давай сначала... Нет, давай четыре. Успеем сделать. Расчищаем снег. Снеговика. Дело снеговика. Тварь. Голодна. Так, давайте еще подкинем. Марк сейчас выйдет. Надо еще его припахать. Блин, могу не успеть. Закидываем. Закидываем еще в топ. Готово. Давай-ка пока три штучки зарядим. А, у меня только два спирта. Какая разница? Все, два часа. Ну, ты доделай здесь. Снеговик, мэй, бят, стресса. Возможно, но... Так, ты добывай. Воду. Воду прям надо... Снег надо восемь часов подряд бахать. Так, еда готова, но я не буду ничего с ней делать. Здесь мы копаем тут. Копай прям до конца. Четыре часа там все покопаешь. Еще два часа алкоголь. Может быть, успею из него сделать, что надо. Голод не тетка. Ничего. Переживем. Главное, что никто не устал. Температура 16 приемлема. По географии... По географии... По биографии никто не это самое. Да возвращайся. Давай, лепи. Так, есть четыре порции алкоголя. Надо было взять еще вот эти вот две. И сделать еще четыре. Ой, сколько хватит? Дать еще четыре. Вообще класс. Если успеем это все сбагрить, а мы успеем это все сбагрить, будет очень хорошо. Поиграем на гитаре, пока два часа у нас есть, пока алкоголь там пере... Даже быстрее. Постепенно. Все, и пошло. Е-е-е, а вообще идиллия! Просто идиллия! Кто-то снеговичка лепит, кто-то снег собирает, водичку делает, кто-то спирт очищает, кто-то на гитаре играет, и от всего есть толк. Главное не упустить к торговцам. Какое там? Три из четырех, да? Успеваем, успеваем. Последний пошел меняться. Лепота, да. Последний час. Давайте я лучше пойду что-то заранее. Итак, у нас появилось четыре бутылки алкоголем. Еще будет четыре. Соответственно, нужно допокупать детали обязательно. Учитывая то, как у нас идет расход, надо еще брать брусков. Серьезно? Очень дорого берет он. Мне кажется, меня пытаются... Лучше я к военным схожу. Ну, сейчас просто алкоголь у него, типа, не в цене. Да, топливо есть. И спирта, бинты. Продавай бинты. Да, но сейчас-то я не велосипею, а мне не хочется его оставлять. Такое себе. Зима же бруски подорожали. Да и компоненты тоже что-то не радуют меня. Ладно, делаем так, видимо, да? Мишка на продаже. Мишка, да, есть. Мишка сейчас, наверное, хорошо зайдет. Не знаю, почему. Все, договорились. Надо собрать еще алкоголь. Успею я. Успеваю еще 4 бутылки взять. Но я не уверен, что нужно прямо сейчас все тратить. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Михаил, сравни стоимость обычного алкоголя с обычным спиртом. Есть мнение, что чистый алкоголь не так ценен, как брать. А там в два к одному все равно. То есть в два раза больше по... А самогон виска. Короче, надо понять, что еще покупать. Покупать ли у него сейчас. Может быть, реально из этого делать лучше медикаменты. В зиму многие болеют. Я не успею в любом случае все. Заканчивается день. Снега не успел долепить. Наступает ночь. Итак. Голод устал. Ты спи в кровати. Ориентировочно так добыча. Ты охрана. И надо понять, что мне... Что мне нужно. Я не послушал еще радио. Мы видим, что часть этих заоблочена. Склад опасен. Цирка вернута. В цирке, конечно, много всего можно надыбать. Но это будет минус мораль. Но там реально очень много всего. Здесь практически ничего не осталось. Аэропорт можно снова посетить. Пройти дальше. Но мне там не понравилось. На склад иди. Ага. Склад крупного магазина. Группировка вооруженных бандитов. Давайте в аэропорт. Возьму с собой все-таки лопату. Монтировочка тоже может пригодиться. Вообще можно было и топор взять. Нет, амбрусков и так балом. Зачем мне топор? Без дробевиков бандитов разничаешь. Да? Может реально под заново сейчас сходить? Охрана, да охрана. Стоит Павел на охране. Давайте на склад. Чего, Аркадий так Аркадий. Мне нужна каска, бронежилет и патроны. Стоит ли брать с собой еще... Шапку одеть не забудь. Да, взять с собой, например, там тот же самый топорик. Для ближнего боя. А, никакого стресса от бандитов. Фидануть только можно. Ясно. Блин, опасно. Может другим персонажем пойти? Почему не этим? Павел на склад. А, потерять не страшно. В этом есть логика, потому что Пабло действительно... Давай, Пабло. Добытчик. Он и быстро бегает. И Бруно у нас... В смысле, Марка у нас, конечно, гораздо более оценный кадр. Каском. Дробовик. Десять патронов. Возьму все-таки я еще топорик. Ну что, поехали. А, охрану не поставил. Голоден и стал. Ты так, так. Охрани. Нож возьми, чтобы встал все резать. Кстати, хорошая тема, да. Стелс это про меня. Патронов, может, не хватит, чтобы обороняться нормально. Поехали. Здесь видели вооруженных людей. Лучше соблюдать осторожность. Дробовик, нож. Компоненты, хорошо. Аккуратненько. Главное, не бегать. Может, они там спать будут. Может, перерезать получится. Сматриваемся. Открываем дверь. Дверь не открывается. Кайф. Не бегай. Окей. Вижу человека. Двух. Е-мое. Кто-то написал на стене. Нам нужно уйти на поиски Лены. Мы будем на рынке ежедневно. Смотрим. Ладно, мы все самое ценное вытащили. У них калаши. Надо точно по одному. Интересно, подкрадывается, срабатывает или нет. Этот уходит. Блин, они вместе ходят. Педагоги. Они прошли дальше. Один поднимается наверх. Второй там. Он ушел. Давай, режь его. Режь. 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 Есть. У него есть лут. О, сразу штурмовая винтовка, патроны, бронежилет. О, хорошо он мне очередь не дал. Твою налево. И тут склад целый. Ладно, это пофиг. Бронежилет. О, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ранили. Беги, 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 беги. Нет-нет-нет-нет. Не успею. Не успею. Черт. Инвентарь. Как эквипнуть? Винтовочку. Твою мать. Готовимся стрелять. Я был очень далеко просто от человека. О, 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 о. Сзади можно подкрасить здесь. Блин, времени мало. Интересно, смотрит назад или вперед. Не вижу. Есть. Добываем. Лутаем одного, лутаем второго, валим отсюда к чертовой бабушке. Пистолет, патроны. Ой, сколько оружия здесь. Запчасть. Внизу. Давай. Я больше никого не слышу, на самом деле. Блин, тут столько всего. Тушенка. Бруски лесом. Лутаем. Лутаем. Лутаем и валим. У него еще винтовка, патроны. Мишка лесом. Подлутываем еще грузки. Ага. Еще есть пистолеты там так, так лево все криво, блин. Надо сейчас ранение вылечить. Будет. Но сразу столько патронов! Столько оружия! Штурмовая винтовка! Да ладно! О, это так облегчит нам, конечно. И... Я могу сейчас уже и там, может быть, даже с военными разбираться. Хотя нет, что ты можешь, Василий. 20 патронов. Я пришел все с дробовиком и главное, еще так... Из... Издалека, помните, из дробовика стрелял? Вообще неэффективно. Там, раз пять выстрел, а у него вообще по фиг ему. Все, уходим. Штурмовая винтовка Автомат Это первая агрессивная вылазка была Потому что в прошлый раз, когда я есть Двадцать шестой день Беда Что-то холодно Вот получилось Вот бинты На нас напали Изя Один патрон Одного хватило бронежилет остался ничего не у никто не унес так во-первых бинты что по биографии преступники процветают военное время по крайней мере эти больше не будет угрожать мирным людям еще плюс мораль шикарная накладывает бинты так давай сразу же ложись голод голод обычный голод голод устал марка биография что как хорошо что павла смог остаться в живых он пошел на огромный риск отлично марка отдыхай голод ничего страшного температура 9 градусов е-моё в топку все в топку раненых больных лучше кормить сразу пойдем поедем в топку в топку очень голодна вот ее надо кормить обязательно вот довел специально до очень чтобы как раз было не очень кушай кушай катя голодна окей снеговик честь героя чаще все сделаем доделаем снеговика соберем варички блин какая же сетки чем дальше тем интереснее становится блин там новые локи еще тртр тртр я очень конечно хочу чтобы снег дат на халяву просто собираем нам просто собираем все давайте послушаем радио крыса опять не ловится не растет кокос слушаю музыку смерть выкашивать жители по погорения многие мирные жители погибли от пульс снайперов минометных обстрелов и обморожение представитель военных завели заявил жертвы среди мирных являются результатом трагических случайностей деятельности криминальной группы предела города конечно по всему городу наблюдается перебой с поставками воды если вы добываете воду и снега не забывайте кипятить ее перед употреблением вот что нужно еще делать классик что по погоде наступили холода в течение пары ближайших дней не ожидается потепление поддерживайте огонь к углосуточную я понял 15 градусов на такое себе водичку надо будет так ранен устал я хочу на эту базу снова там уверен еще много лута будет но возможно там еще будут враги в чем дело надо будет взять кого нибудь возможно кстати ну раненого я не могу он за день не не при не придется что мы можем сделать еще можем из брусков бахнуть топлива у нас 9 штук осталось не так что хватит а брусков у меня валом за двадцать часа сделаем бинты и спирта да бинты и спирта надо еще сделать сейчас сделаем аквайс поддержал ваш канал аквайс василий сообщает собираешь него два всего лишь снег нужно время между выстрелами для большего урона дробуши и там был бронет а калашом нужно и через звонить сейчас ребята поднимутся и да есть медикаменты есть тушеночка если что эти ловятся 14 градусов надо в топку сейчас подбрасывать здесь марка голоден но плевать на него сейчас попробуем и спиртом а травы нужно все не так просто надо травы наторговать на торговать травой качественно сигарет бахнет на складе решетка была да возможно туда уже пойти с этой с пилочкой много решеток да я могу сделать много пил градус так давайте сделаем пилки действительно фрагментов оружия натаскал 20 штук почти делаем пять пилок сейчас на военку пойдем туда а чё-то не не это самое а кипятить наверное нужно на кухне да получается как воду кипятить до зима наступила зима холода 13 градусов внутри так тут ранение все еще поэтому наваляется да 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 к бандитам я пойду уже естественно не ранен как воду кипятить миша 33 года уже 34 кстати насколько я понял всего пару бандитов убил на плите я понял хорошо спасибо дэкс активировал премиум спасибо за активацию премиум давайте попробуем бруном я что-то не могу здесь только только есть могу но я не хочу есть потому что они сильно еще голоден ну вот наверно стоит все таки базовое оружие взять автомат с этим с и надо перед ночью еще закинуть в топ я могу только поесть а внутри достаточно дров то есть реально больше шести никак плита занята едой но я не хочу базовый голод убирать дым успокаивает меня а что по сигаретам нормально 19 отличных и кофе еще хватит на полторы недели холодно холодно блин сейчас посмотрим может мы второй обогреватель пахнем полутал церковь затем убил бандитов поднял мораль там уж вторую печку на вторую печку не хватает 18 компонент давайте закинем последний этот и завершаем день так берем марка идет добывать на склад ты в кровати спишь ты охраняешь на склад мы берем соответственно пилок четыре штуки возможно лопату взять я не верю что там на лопаты так полубиты возьмем ломик бы еще взял на всякий случай там пробегусь это все таки первая ход очкам ну и вопрос там еще будут бандиты или нет мы убили 3 могут быть конечно я бы взял автомат каску и бронежилет а также патронов 10 опасности не там написали что тип опасности нет шикарно ну тогда мы берем лут набор действительно и все поехали ох трех военных а значит защите у нас люди помните какие классные так это мы все собираем собираем потом 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 вон вижу пилку вижу ломик нужен собираем пока можем пошла ножовочка пошел ломик еще топор брать и тут же все ломать сразу и бруски грузить это все просто вагонами и домой отправлять но нет патроны скрипка еще патроны ингредиенты для патронов добро так давайте сразу наверх открываем все что можно заходим смотрим ой еды много сахар вода о боже ты мой это такой жир такой жир запчасти от оружием надо будет уже складировать сейчас возвращаться запчасти окей открываем все бежим вниз там столько еды вы вы видели все скидываем первую порцию входом 2 тушенки 6 еды патроны сахар вода компоненты разные так же дальше третье время не прошло почти так собираетесь все равно собирать собрать 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 русским так здесь мы все просмотрели здесь тоже было все проверяем это собираем наверх обязательно забраться драгоценности еще тушенка если ломик пригодится еще обыскиваем все обыскиваем компоненты электро нормальным ломиком зачем делать скромно самого входа может где-нибудь центр быстрее будет и потом сюда приходится а ну вообще да сейчас мне быстрее получится но уже поздно на самом деле еще наверх можно забраться там есть лестница не знаю предусмотрено это или нет но тут явно слишком мало для того чтобы да есть еще крыша шикардос сможет быть что-то спрятано а и дальше по крыше ничего себе половина времени прошло а это видимо по стелсу можно так проходить там сам склад еще обыскиваем проверяем о ой сколько запчастей к оружию 10 патронов это конечно круто очень круто проверяем здесь что это просто выход окей эмм тушенка мега ценная набиваю вообще все что только можно но тут далеко не все еще собрал еще тушенка не помещается ладно есть еще время я пожалуй скину сейчас что есть здоровая лока да да вижу скидываем все очень много ценных вещей это патроны драгоценности так возвращаемся назад так возможно внизу была еще решетка я не помню точно я понимаю что мне сюда придется в любом случае вернуться я просто стараюсь в один заход сделать как можно больше заходим здесь медикаменты ценные и компоненты для медикаментов если не успел тоже лутать осталось совсем немножко времени я успею думаю парочку еще точек за зачистить и возвращаться нужно берем тушеночку сюда попробуем забраться два часа осталось меньше сюда так я наверняка еще что-то сверху не проверил сюда нужно будет обязательно с топориком еще вернуться но большую часть вещей я уже стащил ближайшую эту просто надо разобраться полтора часа осталось на то чтобы выбрать нужное и свалить нужный в первую очередь конечно спирт точнее сахар выкидываем пока все я думаю что сюда нужно в следующий раз тоже прийти берем в первую очередь хавчик потому что дорогой потому что полезный консервы медикаменты естественно воду один стак сахар стак патронов бы взял чтобы 10 компоненты нужны это как бы увы ладно давай уберем лопату убираем лом мы сюда вернемся в следующий раз освободим несколько стаков еще это убираем на печку компоненты я взял компоненты вроде как эти брусков еще на всех бруски есть выходим и валим вообще так пришел по царски патроны то почему не все ну 10 потому что в стаке я не хотел неполный стак следующий брать ух вот это мы сбегали с вами 27 день зима продолжается hello да конечно рассказываю а 20 стаки я не знал извините пожалуйста так значит очень голоден марка мы начинаем сразу же с еды вижу 10 градусов это не очень хорошо очень голоден опечален чем опечален я должен добыть еды любой ценой восхищаюсь как он развелся с бандитами сейчас все будет ребят сейчас все будет подкинь дровичек пожалуйста устала голодна а ты что я хотел помочь друзьям выглядеть такими голодными все сейчас будет ребят все покушал хорошо иди отдыхай очень голоден иди покушай на самом деле еды много я думаю что сейчас надо голод выправить вообще голоден а ты с чего нельзя просто запереть детей и оставить их без занятия поэтому мой мальчик создал футбольную команду было горько смотреть как они тренировались в темном подвале они выдумали идею провести кубок погорения хотя я и был в ужасе мы пригласили три другие команды нам нужно было преодолеть одну серьезную проблему короче давайте сейчас поедим хорошенько а то чего о и еда как раз крыски у нас подобывались давай иди сюда ты готовь простые к сожалению блюда поехали температура сейчас немножко поднимется голоден устал голоден легко ранен закидываем удобрение сюда что по самогонам можно сделать нужно сделать пару бутылок устала тоже подруга так иди поспи третья кровать ради кого делалось и печаль еще небольшая да у нас ничего поешь погони самогон градусов две порции бахаем устал голоден голоден легко ранен устала голодна это просто опечален блин надо было конечно на плите сделать так что с дверью реально мы же по компонентам можем сделать дверь не можем еще нужно девять компонентов их нет что по воде воды очень мало надо делать фильтры заряжать делаем пару фильтров с консервами попытаться нет консервы лучше на продажу они очень дорогие да у меня плита занята едой ладно давайте всеми поедим короче хватит раз на плите воду надо сделать да это лучше поел раз тоже голодная иди второй раз кушай устал иди отдыхай опечален не печалься иди посиди иди покопай снег ну а чего нормальный труд копай 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 опечален кати устала хорошо иди спать голоден легко ранен надо еще бинтик все голод убрали ранение лечим хавчик один остался еще а ну можно сделать типа сыт да и убрать ту хрень давай сюда последняя еда ты уже беги сюда сыт да хорошо впрок поел и печь печь да печь единичку можно подкинуть спиртик тут сделался я пожалуй попробую сейчас воду растопить вода ааа 4 воды на фильтр разницы особо нет даже нет нельзя такое делать зачем это нужно если ты просто с фильтра получаешь те же самые 4 единицы воды это похоже на какой-то разводняк серьезно тот же самый фильтр бахаешь сюда получаешь ааа бесполезен при таком холоде ааа ну да дождевой то воды нет понял не работает зим не понял я только сейчас увидел ааа тогда выбора нет придется тратиться так марка молодец идет радио слушать пришел себе все сыты легкие ранения потихонечку проходят я думаю надо посылать в следующий поход опять марка без вообще всего ну какие новости когда там потеплеет новые зверства совершенные военным сегодня утром минометный снаряд взорвался в многолюдном рынке много раненых убитых ааа типа туда лучше не ходить или наоборот можно подлутать смерть выкашивает жителей погибли от пуль снайперов обморожение это было что по погоде то ну опять ничего низкая температура до сих пор сохраняется сложно найти дрова вообще изи найти дрова водичку делаем греем с 14 градусов так ты не устал все нормально снег собирать особо смысла нет ты тоже отдохнула все 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 хорошо легкое ранение но там приходит в себя товарищ катюха тут молодец а спиртики хотел еще погнать очистить точнее хотел очистить цифру ээээ не спиртик фильтр не хватает не хватает фильтра ну у меня 7 алкоголя но я чувствую что надо еще сделать хотя блин фильтр сейчас мега важный компоненты хрен найдешь вторую печку да компонентов не хватает на вторую печку успокойтесь уже ну не хватает да и пока температура нормальная в конце концов самогонщик самогонщик катя на версии хорошо короче медикаменты есть с запасом еда с запасом есть добывается можно сделать знаете что пока бахнуть еще из брусков топлива потому что время лучше сейчас потратить 12 консервов можно забить на алкоголь торговать консервами да да консервы прям хорошо идут тоже тем более сейчас они должны повыситься в цене лучше выторгивать трав взять набодяжить с хорошим алкоголем медицины она сейчас тоже в большей цене должна быть теоретически но ведь деревяшки сложно достать расскажи это человеку с топором просто мы этих деревяшек просто вытаскиваем пачками собственно они и нужны для того чтобы ими топить так закидываем перед сном последнюю последние дровишки чтобы не не алло и завершаем день прекрасно берем марка добыча ты спишь в кровати ты охраняешь идем на склад ну и там да собираем можем взять с собой топорик у нас все равно топор делается вообще изи и мы тогда бревен можем наколоть беру топорик все равно расходка получается сложно что-то рассказать человеку с топором если он того не да 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 все и спокойненько спокойненько начинаем просто тут подрубливать и вот и вот тебе пожалуйста дрова правда не тяжелый как я не знаю кто но зато у нас самое главное не дрова а вот именно вот эта вот штука блин кайф точно так собираю перетаскиваю может быть даже деревяшки попродавать да самое главное это точно топор это способ именно тепло получить топку уже как это называется вот еще столик можно раздолбать все мужик с топором пришел холодно сам греется нормально ребятам тоже притаранивает то что нужно шикарно просто шикарно по три не пропадет в следующий раз я скорее всего сюда же с топором приду новый сделаю мне на запчастей выше крыш и будем топить так здесь не сломать здесь не сломать пройдусь по низу сначала тут много материала для топора как вы видите вон еще топор греет душ и тело и душ хороший топор это конечно большое дело вот еще пять компонентов на растоп хорошая идея хорошая можно кстати здесь складировать хотя не не надо времени и так нормально все забили полностью возвращаемся скидываем а сколько топор еще выдержит совсем немного но он-то делает вообще на халяву там немножко расходников и пять инструментов то есть это а учитывая только ну в смысле этих оружейных тем а учитывая то что мы здесь где-то штук 30 оружий оружейных собрали я наверное деревяшки оставлю а вот топку возьму она тоже должна хорошо заходить по продаже давайте начнем сверху тут тоже порубить можно все главное увидеть что порубить а потом порубить ой тут еще не долутал ооо ценные медикаменты и драгоценности открывай дверь тут мы подрубить проверяем здесь тоже забираемся наверх оружейные темы не самые дешевые ну все равно сейчас целесообразно сделать еще один топорик очень живенько и даже половина времени не прошло а мы тут умудрились уже половину половину вырубить а здесь можно было идти без этого без использования ножовки так обходим поверху там тоже может быть что-то в плане расходников там был стол кажется может поддаться не его никак ну еще внизу было как минимум одно место где можно два места как минимум получается и здесь справа еще было топорик держится пока а че не хочешь ты брать нам этого хватит на обогрев сюда я не могу добраться пока отсюда не могу прыжок как-то наверх забраться надо попытаться не получается пока что давайте вот эту вот хрень разрубим топорик затупился нужен новый топорик был хорош стопи всего мы надыбали проверим здесь да ничего освободили слот нарубили очень много всего вместо брусков лучше конечно на растопку брать уже вот готовый материал потому что банально 4 помещается а бруска только 2 вот и конечно сейчас надо в первую очередь взять себе надо оружейных деталей немножко чтобы если захочется топорик еще один сделать расходные материалы вот эти вот взять давай 6 пуль возьмем не утащил в прошлый раз это на торговлю электродетали может быть ерундистика еще одна давай так так нет ломик оставим наверное чтобы еще взять бруски что ли бруски такое второй этаж сверху входа так я еще сюда вернусь я еще успею отбежать уже собрался выходить так проблема с отоплением решена потому что такое количество но мне его хватит не знаю на сколько на несколько дней вперед точно без дополнительных трат бред посмотрите на все эти вещи а что у вас нового может нет все чисто все тихо мирно так 10 градусов закидываем сразу же бруно бдил поэтому давайте мы а что по голоду не голоден голоден голодна голодны так бруно короче ты идешь отдыхать ты давай плюс мораль марка тоже устал его сюда сделаем сейчас топорик еще один я жду торговца на самом деле что у меня есть много всего а мне нужны компоненты базовые ну топорик смотрите 5 из 33 и 5 из 36 я думаю стоит сделать топорик просто чтобы если приспичат сразу можно было идти печь строим да и не могу я печь строить у меня не хватает тех компонентов базовых уже 5 раз нет я я их нигде не могу взять сейчас то есть я их могу взять в другом месте но мне выгоднее бегать на базу потому что потому что там много всего осталось хорошего не могу я печку поставить трех этих не хватает у меня топливо 28 все можно забыть про изготовление так усталость снимаем потихонечку ждем с нетерпением торговца но его не видно к сожалению тут на полную работает нормально может табачок там покрутить можно покрутить табачок еще кофекубы взять что кофе да нет не заканчивается еще 9 на неделю кофе да сейчас еще самокруточки сделаем что по воде есть торговец ну это как вовремя опять он всегда вовремя все запускаем процесс ребята сахар вода расходники поехали сахар раз 3 4 5 6 вода расходники что мы можем продавать консервы очень вообще дорого сейчас консервы идут консервы еще одну консервы еще одну договорились так далее бруно бруно вставай мути блин не знаю может не стоит мутить даже этот дверь надо сделать далее что еще еще компоненты точно еще вот это точно это не надо обогрев не нужно патроны можно взять еду можно взять кофе можно взять вот эти вот штуки нужны для медицины они помещаются да так давай еще тушиночки сейчас багрим три ну три многовато может реально расходные материалы сколько их ой вообще эти такие дорогие расходные материалы вот эти дорогие блин капец да давайте сделаем самогон раз два три да есть еще алмазы самокарточки можно взять они дешевенькие тигр 07 западите тигра ну хорош капсить подсказывать ну дайте я поиграю это сам эксперты блин дверь ставим 15 39 2 главное кричат еще там прям ну дайте поиграть я понимаю что вы там все знаете все проходили но это ж не интересно когда тебе рассказывают что делать ой там расстрел просто идет так дверь укрепляется шикардос давайте я еще сделаю хавчик наверное сколько нужно овощей у него не было да давай три пришел себя голоден иди сюда сразу же дверь сделали отлично торгуем дальше в теории что еще может понадобиться оружие в избытке медикаменты могут понадобиться мы их пока можем типа по выгодному курсу зарах всходники попробовать доторговать что-то много тушеночки накинуть так вот потому что медицина это то что типа в лыте говорят очень цен давайте сделаем закупим так тут готовим блюдо что еще можно сделать фильтры не хочется пока тратить если честно самогон мутится в топочке все хорошо нет нет не ешь не ешь не ешь не ешь 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 и ешь все так этот нормально все у него этого пошлем отдыхать устал отдыхаем ты голодна кушай спирт можно еще успеть очистить и надо посмотреть может быть мы можем сварганить медикаменты как раз Катя иди на гитарке на гитарке поиграй да можем сделать медикамент один по крайней мере из одного спирта вот эти вот травы нам очень нужны лучше лекарство из трав потому что здесь еще требуются эти компоненты пах пабло готов и катюша играет шикарно температура 14 градусов все сыты все довольны за дверь торговец но не знаю что мне от него еще брать кроме остатков нет давай лучше посидим нормально сидим играй покурить бруно отдохнул смотрите все отдохнул отдохнул сыт сыт отдохнул никаких хранений все шикарно контролируем ситуацию курева есть кофе тоже закупил хавчик есть консервы даже есть спирт сейчас возьмем попробуем сейчас бахнуть его очистить может быть к военным сходить не я думаю что не надо сейчас в холода эксплуатировать наглым образом может быть мы успеем еще одну контрольную продажу сделать сейчас спирт знаете можно в церковь сходить в церкви очень много всего да мы понизим мораль но там реально можно достать много всего я наверное туда пойду плотным товарищем посиди покурить чего ты стоишь хороший день и у нас же новая дверь сигнализации мы теоретически можем всеми спать в кровати у нас минимум усталости будет то есть ты идешь добывать ты спишь в кровати церковь доступна пока что а там вторая дверь еще я понял стоит ли что-то брать ломик можно взять его не жалко если что мы оставим возможно кстати там будет еще не я думаю что надо брать во-первых вот так вот топорик пригодился бы если еще наезжать будут бахать будем ну лучше просто воровывать чем склад внесим да на складе больше особо цены еще нет ломик ты уже оставил хотя на складе есть как раз топливо но торговец в ближайшее время не придет поэтому сейчас мне особо это не нужно а нужны мне как раз компоненты всякие поехали у тебя все спят а старый хран там говорят вторая дверь есть ладно хорошо давайте вторая дверь сигнализации поехали всем доброй ночи макер все спаивает местных работяг а по ситуации сейчас алкоголь на самом деле не очень хорошо идет можно сразу и здесь по это самое порубить а че мимо проходить правильно я ж топорик для этого взял а вообще меня тут ко мне тут хорошо относятся кто ты нет он плохо относится а я дровосек опытный добытчик нет больше у тебя стула дед не ну мораль хорошая я просто не хочу чтобы впустую мы тратили тратили мораль блин что за бред где отопление русские какие-то несчастные и вот мы вламываемся что мне нужно гоните его нет да ладно ты охренел пес он ранил меня черт лутаем я я думал просто обокрасть все мирно ушатали ну как мирно он не пускал ножик целый изи ножовка нужна как раз итак да здесь очень много ценных вещей ну очень много ценных вещей я бы взял овощей в плане хавчика я бы взял сахар фильтр спирт как много здесь всего да медикаменты очень ценные еще очень ценный медикамент вот это мега конечно крутая штука можно сделать взять еще травку и сделать из спирта еще медикаменты табакерн с тушенком очень много всего владимир 2323 поддержал ваш спасибо тебе большое и сообщает а ты весь самогон продал или не весь а вообще за то что в игрушку играешь хорошую самогон нет самогон у меня есть но я не хочу его продавать потому что сейчас на лекарствах вроде как лучше я вламываюсь дальше смотрю что здесь ничего ценного залазим в холодильник еще сахар добиваем стек что случилось что происходит бобер в доме наверное стоит пилу тратить добрый день я френли ой привет да и вообще без проблем еще лекарства очень много всего не помещается сюда нужно вторую уходку делать и уносить все еще овощей ну все возвращаемся просто просто еще им же приходим и все вычищаем правда может быть сначала нужно попытаться справиться с депрессией они плачут над трупом блин но то что я отсюда вытащил это это колоссальные деньги колоссальные ресурсы за одну ходку сразу медицины еды всего просто завались 29 день возвращаемся домой вот сейчас начнется депрессуха сегодня у меня очень хороший улов смотрите что я принес нападения не было но легко ранен я знаю либо они либо мы но мне все равно плохо пошло поехало голоден 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 вообще на самом деле пока что серьезной проблемы нет давайте бруно что ты думаешь жизнь жестокая штука чтобы выжить мы должны быть не менее жестокими отлично все понимают пока никакой депрессии давай подкинем дровишко стоп а почему я не могу это а воды не хватает а мне нужна вода делай воду подкинь дровишко подкинь 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 все иди играй легко ранен бинт бахаем двойную порцию на четырех человек слушай радио настраиваемся низкий температур все еще новое зверство от военных международное сообщество согласилось отправить погорень миротворческие войска операции должны начаться в течение двух недель что позволяет надеяться на окончание разрушительного конфликта то есть мне продержаться две недели да изи вообще мы тут всех захватим еще за это время так все голодны поэтому сейчас всем даем что нужно давай ешь надо было сначала раненому дать возможность поесть сразу укладывать а на легкие ранения можно бинки накладывать само пройдет понял так разбежались голод сюда сильные всегда выживают за счет слабого мы не исключение они все не против вообще кто-то за дверью мне нужна помощь так дама где у нас хватит иди отдыхай давайте павла возьмем что он говорит мои друзья очень голодны найду еду самое важное да 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 молодец все правильно сделан поговорим с этим возможно просто отправим сейчас с павлом о чем речь извините что беспокойно мне страшно можете защитить нас пожалуйста это снова я вчера я увидела банду это женщина с ребенком мужа у которого нет мы помогали заколачивать я увидела банду каких-то подозрительных типов которые наблюдали за моим домом мне так страшно они могут ограбить нас ли еще хуже у меня малолетняя дочь можете ли вы побыть с нами один или два дня можете пользоваться охотничьим ружьем моего мужа да помогу с этими мыслями можно снова идти в церковь и опять их грабить потому что когда он вернется у меня будет плюс мораль изявая короче а что ты голодна ой спокойно смотрите т тактика ребят я же систему достаточно быстро понимаю начинаю обузить еще если гайдики почитать а этики бы послушать вообще можно тут ну так не очень интересно а ты о чем я боялся что мы не согласимся помочь соседке в трудный час хорошо что мы согласились так а что у нас по усталость спокойно можно еще медицину бахнуть я как раз же трав натырил делаем нормально устал отдыхает сейчас она тоже сделает все что нужно и пойдет поспит поспит долго живность ловится в общем оттуда нормально все унесем еды медикаментов завались может быть стоит как раз компоненты уже вытаскивать оттуда это шикарно это шикарно раз в это убираюсь фильтры нужны фильтры делаются из обычных материалов где четвертый пошел помогать соседке на верстачок тут естественно еще долго долго копить на всякий второй обогреватель я думаю мне не понадобится а давайте все таки фильтры сделаем а я сейчас все равно принесу компоненты просто опять же хочу чтобы спиртуха мутилась очищалась сахара там много да 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 надо сейчас процессор запустить жалко что это середине процесса надо если сейчас этот встанет но он легко ранен а давай доделывай чтобы мы время не теряли хотя какая разница я все равно не могу давай сначала вот сюда закинем что есть и потом еще бахнем спиртуху сюда надо еще зажечь камин будет бинтов медикаментов таблеточки еда просто все есть все хорошо наша отдыхает спокойная катюха вообще все прекрасно все прекрасно так ну ты отлеживайся дальше иди кровотечение но не опасно он говорит то есть даже бинт реально можно было не тратить на это все безобразие температура при полной загрузке обогревателя все падает и падает три дня назад было 16 сейчас 14 но по прогнозу погоды холода сейчас постепенно должны отступать в принципе сейчас надо компонентов дотащить чтобы они были просто в резерве и я мог без них если что жухнуть так забираем 4 нет давай сначала вот так вот закинули чтобы не очень холодно у меня пока болезни нет то есть сейчас температура лазь может из-за того что там пятерка стала все спирт взяли новый пробуем поставить но воды нет уже нет воды дождевую там помните нужны фильтры опять же и обогрев нужен уже обогрев кажется был у них ладно завершим 30 день так посылаем легко раненого марка пофиг это спокойно охраняет спокойно спит идем в церковь добрый вечер называется безо всего просто нулевый инвентарь и загружаемся по полной программе необходимы компоненты и розжиг добрый день здравствуйте еще потом священника убить можно торговца этого собираем сейчас можно передислоцировать все что здесь есть повыше материалы хавчик ну это да стаскиваемся действительно в одну кучу чтобы время не терять и чтобы у нас всегда перед глазами был полный список того что можно взять скидываем стреляет кто-то очень полезный этот персонаж потому что ну 15 лотов а тут снова сахар появился и вода и спирт книг много вот обогрев опять же еще спирт нет конечно вы что это просто просто халява ну нельзя я просто у меня люди они должны жить хорошо вот это принцип я же хороший руководитель соответственно нужно заботиться поэтому я вот тех людей не знаю может они вообще на твиче работают кто их знает вот а а своим да поэтому все утаскивают да пришлось пожертвовать товарищам одни е TD а что вы хотите война вообще идет может привечели которые со стволом дальним углом со стволом ээээ какой еще ствол только женщины да дети остались что ты ищешь я ничего не отвлекается просто все нормально спирт патроны немножечко книг почти все из этой кучи утащу товарищ упал с лестницы не был убит тобой изявая это идеальное убийство просто просто идеально но правда со мной все равно не хотят торговать а то человек поставит он справа ой сучка бы этого я конечно подрезал вернуться сюда с автоматом пострелять бы его просто в память о прошлом трае точно точно не он справа он сюда не прибегает вообще пожалуйста не убивай меня там не не нужен ты дед пока не нужен взять все едем дальше решетка это просто лишние то сюда так взять спускаемся о нет бобер в городе спокойные люди руками просто не могу не махать и как бы чего не вышло не машите конечно медикаменты в общем то и все как бы вот немного здесь мы все зачистили уже внизу разве что с топором возвращайся там и руби всего их оставшуюся мебель бандит говорят это я бандит я не бандит какой же я бандит я просто пытаюсь выжить смотрит начал шарить в игре разбираемся чем потихонечку у нас тут уже баланс то есть все пошли грабить церковь одновременно помогая при этом женщину с ребенком для того чтобы у всех сохранялся нормальный баланс поэта по все один брусок оставим потом надо будет вправо под пойти с автоматом того чувака убить хотя он вроде мирный он не этот так я все выкидываю сейчас будем разбираться что нам нужно в первую очередь я конечно взял бы именно компоненты топлива естественно это раз материалы очень нужны прям все собираем а естественно сахарку естественно водички даст так этот тоже берем хавчик это на да еще еда еще бинты нормально я думаю хороший набор вы просто взгляните так взглядом окиньте что мы тут собираемся взять обязательно второй раз сюда надо прийти сейчас будет месяц мы держимся с вами не держимся мы развиваемся мы только такую 30 день возвращаемся как там интересно помогли я нашел очень много классных вещей какая ночь what a night на нас напали ой четыре патрона мы отразили он помог соседке защититься от бандитов принес еще 10 патронов кто-то пытался нас ограбить это была банда опытных грабителей но мы смогли отогнать часть все были вооружены никто не был ранен грабителям ничего не удалось нестись не унести мы из себя защитили все голоден устал голоден голоден устал голоден устал никто не парится по поводу церкви понимаете вообще никто не парится по поводу церкви так давай в топочку 10 градусов так хороший супец нажористый делаем закидываем в топку голодна устала пока что иди отдохни может дверь еще захватить одну голоден устал пока полежим пока полежим можно закал а еда появилась справа надо сейчас еще крыс половить пахом здесь самогончик хрена с 2 воды то нет голоден голоден полин фильтров нет а че ты медленно так бежишь беги давай живее давай берем еду раз устал иди кровать до взяли хавчик еще закидываем туда компоненты и с тушеночком пошел процесс может сделать фильтр в принципе мы компоненты собрали ну а зачем ты хочешь делать просто ради того чтобы не надо что у тебя там ценного давай может игрой донешь 3 уровень этого верстака сделаешь следующий раз кстати можно сделать 7 8 да ну вот реально зачем мне у меня 8 алкоголя и так если нужна медицина пожалуйста медицина есть на продаже даже есть с какой смысл мне сейчас брать и тратить материалы нет это абсолютно неправильно сигнал кстати сигнал кнут вторую поставить чтобы все спали никто не уставал тоже такое дверь стопа мне нет второй двери у меня уже сигнал к стоит кто там говорил что тебе нужно охрану ставить потому что тебя там вторая дверь да 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 нет такого нету такого белый миксер на это такое быстро дверь одна всего надо да вы что не может быть там кричала пол дюжины бурсуков в чате на охрану оставь я как дурак после этого оставлял четыре раза подряд на охрану человека а он мог спать спокойно в третьей кровати ненавижу вас пойдемте покушаем раз давайте сделаем еще медикамент что дорогие все отправляем дамы сюда этот не голоден не устал устал но отдыхает голоден устал но вообще никаких проблем нет ладно покушать чего ты докрутишь пойдешь не докрути говорю торговцы же на самом деле потому что торговец придет я сразу столько всего могу продать после после этой церкви закидываем еще в топку надо еще радио послушать может какие-то новости ценные будут поехали наши вещи там такой просто инвентарь ломится от еще клетка выше ловиток мне нет проблемы с едой а там все равно расходники нужно старые новости остерегайтесь банк мародеров ищик по городу за передверь и не уходить на улице понял до сих пор сохраняется низкой температуры нормально от мародеров отобьемся у нас патронов дофига винтовки бронежилеты каски пожалуйста еще кстати на продаже есть ненужные вещи патронов то у меня в конце концов 43 патрона два пистолета винтовка два ножа бронька каска давай нападай так уже не устал уже не устал все 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 никто не болеет никто не ранен никто не устал все прекрасно 30 день мы с вами держим полностью все под контролем класс и наверно пошли еще разок сейчас плотного товарища на завершение проблем не с отоплением с температурой выше 15 поддерживаешь хорошо так ты добываешь я бы на всякий случай оставил охрану хотя сингалка сигналка стоит можно проверить как она работает не ходи этой ночи никуда дай городу оправиться сейчас можешь взять попутно этого мочкануть пари а справа хочу настроение хорошее а давай нашим хватит винтовочек защитить сейчас церковь придет уже совсем другой человек ой ладно но я должен перед окончанием второй части отомстить за смерть нашего в первом трое человек поехали священника трогать не буду нафиг он сдался все тяжкие пошли а так чего у всех настроение отличное даже на гитаре играть не хочется ну то есть поддержал канал барденда бродюров мишки так это же про тебя кто же терроризирует город да кстати они просто ванговали сейчас они сказали что остерегайтесь мародеров терроризирующих город умри скотина все готов ну что помнишь меня помнишь сучок на к тебе пистолет наш патроны окей мы победили и потом кто-то еще пришел мужик тече нужно ты кто такой бэк стэп это же священник был а все равно с ними поторговать поэтому я его ушатываю там пусто а как и торговал то с ним кажется не тот человек который мне был нужен нанеслась или это был священник падре отпусти мне грехи да это был священник но он от него все равно толку нет ладно берем в общем остатки очень не остатки тут я не унесу все равно все что-то досталось знаю спиртик патронов немножечко пару спирта тоже возьмем на случай если нужно будет торговать ну так так я думаю так 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 взяла так посмотрим сейчас как среагирует общественность на последние последние новости потому что мало того что мы продолжаем грабить так еще мы убили священник и еще одного этого ну вы поняли 1d3r поддержал ваш канал на стартле и сообщает михаил самое время добить женщин и детей настроение это отлично оооо в депрессии я не собирался никого убивать проклятая война натравила брата на брата понеслась кто еще голоден как ты относишься видим марка не оставалось выбор иначе он не убил бы конечно не было выбора опечален мы если мы должны давать провизию так тому и быть окей а ты чего опечален не печалься закинь в топочку иди играй на гитаре делаем еду поговорим сейчас под гитару поговорим вообще еще алкоголя принесем так с фильтрами с отоплением проблемы на самом деле может и консервах сейчас пожить немножечко ничего ничего все нормально будет не печалься на самом деле фильтры пользу сделать я не хочу правду уходить потому что я же хотел верстак прогрейдить да дилемма марка ты ведь знаешь что ты не один грустный момент на самом деле накосячил я пока не буду пускать в расходы вдруг торговец сейчас придет да я просто я не думаю что мы выживем да вы же у нас просто база шикарный ой еду еще притащили здесь депрессии устал до торговец все шикарно шикарно то что нужно сейчас мы материалов на меняем хорошо что они не пошел во все чай тяжкие так давай-ка поговорим что у нас в цене что мне нужно мне нужны материалы естественно сахар сразу берем материалов много-много-много-много-много-много-много-много-много держал ваш канал на 100 рублей сообщает я конечно знал что военное время меняется ценности но чтобы за один ночь мы перешли грани отдал он меня замочил я просто отомстить дай он все равно бесполезный этот священник с ним не поторговать мы сотворили монстра да извините пожалуйста так друзья я думаю что нужно сейчас продавать всякие скрипки медикаменты уже хорошо брусочки делаем да кусочки дорогие и нужны брусочки а брусочки схожу на военную базу помните там на этих брусочков дофига сейчас нужно брать что дают чего малом а мало мне материалов они сейчас как раз по хорошей цене идут договорились так что ты голоден голоден иди поешь нет просто ты у нас голоден депрессию стал полежи нет ты поешь вот ты точно поешь так ты верстачок попробуй сгрейдить ты у нас куришь да печален верстачок нужно все-таки этих брусков 7 штук наверное не стоит сейчас наменивать их что нам еще что мы еще можно наменять что нам нужно можно взять кофе немножечко как бы ну понимаете хавчик особо не нужен вот эти вот штуки поддут следующий ну под под медикаменты точно материала берем фильтров парочка обязательно нужно сделать пару патронов можно взять медикаменты 3 медикаменты все сразу встанем становится на свои места не хватает даже перебор понимаете перебор даже что ненужно спирт лучше медикаменты ладно так чуть подорожнее взять так не поместится конечно же две еды дополнительно еда есть все равно будет хорошо если будет еще еще и меняем так можно в принципе брусков взять я понимаю что они будут стоить очень дорого не знаю насколько дорогим очень дорогим и они бесплатные у меня там валяются и возьми топор будут тебя бруски не нужно на это тратить деньги но не нужны михаил лучше уж эти тоже там до в избытке зачем я покупаю что тебе реально нужно скажи материал могут пригодиться это надо крафта может пригодится давай так хорошо механизмы до механизма на будущее хорошо зайдут так депрессии устал давай держись голоден давай тушинку ладно пахнем еще страшного в этом нет голоден и печален овощей у него не было к сожалению можно в город сходить блин мне нравится то что эту штуку перевожу так и подруга должна играть на гитаре хватит тебе повышая мораль я надеюсь на мне лучше не придется никого убивать не уверен так пабло у нас в кондиции слушаем банк мародеров резко вырос уровень 3 преступности музыка и погода низкой температурам так надо было поставить словить еще крыс в принципе с таким количеством алкоголя можно смотаться к военному базу торговать хотя алкоголь опять же в медикаменты хорошо конвертится и медикаменты всегда вообще в цене можно сейчас сходить взять топку пожалуйста медикаменты спирта делаем спирта все равно больше чем сейчас еще обычно сейчас папа папа погоню да на склад за брусками тоже можно просто не хочу сейчас как-то агрить людей потому что надо из депрессии выйти получается да иди пока делал алкоголь воды правда нет надо дождевую воду или дождаться уже потепление да дожить не буду топлива тратить у нас правда ноль топлива давай из брусков сделаем брусков-то мне миллион все равно нужно будет еще закинуть перед тем как голоден опечален голоден опечален а этот у нас в депрессии а как снимать депрессию алкоголь марка мы видим оставим дома хотя блин он хорошо тащит и мы на посетим твой друзья у нас уже все заканчиваем давайте я быстро автосейф срабатывает после того как ночью проходит депрессии ладно завершаем день автосейф идет с утра поэтому я пойду на склад просто это будет поход просто в один конец пришел взял ушел все что взял ушел без топоров без выпендрежи просто убийство военных снимает депрессию военных прям так здесь мы собираем соответственно все что нужно это расходные материалы в первую очередь на отопление это ну и бруски наверное там нужно мне для строительства все и после этого бегу к выходу и после этого у нас срабатывает сейф и я на этом с вами прощаюсь лихо пошли конечно со второго трая уже 32 день ничего не предвещает есть еда есть медикаменты бинты легкая депрессия но она контролируемая я надеюсь зато мы получили много всяких ништяков на нас напали кто-то посмел вообще 8 патронов потратили заболел павлом заболел они не шутили но мы смогли отогнать все были вооружены никто не был ранен грабитель не удалось ничего нести все на этом я еще раз с вами прощаюсь благодарю за внимание игра конечно на одном дыхании просто проходится впереди еще какие-то впереди во первых еще где-то недели полторы насколько я понял по по основному сюжету во-вторых есть еще режим истории сделать еще какие-то я думаю мы по зависаем еще в this war of mine потому что затягивает затягивает все увидимся с вами завтра вечерком приходите а я пойду ужинать и гнать кота куда-то что ли же два стейка и жене такая кот лезет к стейкам мелкий котенок ну вот забрался на кровать я его отгоняю ну это вообще охренел лезет просто в мясо жене врывается такой о нет ему же нельзя а